Сколково, добро пожаловать в Гиперкуб, меня зовут Андрей Егоров, я работаю в фонде Сколково, в открытом университете Сколково. Скажите, пожалуйста, кто первый раз приехал в Сколково? Примите, пожалуйста, руки. Отлично, большинство, вот это всегда радует, когда большинство первый раз приезжает в Сколково в сидящем зале, это значит, что для вас сегодня будет очень интересный день, мы постараемся вас погрузить в инновационную экосистему России и стран СНГ, сначала мы рассказываем, что есть в России, какие институты развития поддерживают коммерциализацию научных разработок, потому что сегодня второй день форума ученых СНГ, если вчера были речи больше про фундаментальную науку, то сегодня мы будем говорить про коммерциализацию научных разработок, как из ваших проектов научных можно делать бизнес. Надеемся, что сегодня будет очень полезный день, и, как я сказал, сначала мы начнем с представлений институтов развития, и органов государственной власти Российской Федерации и фондов, которые оказывают в той или иной мере поддержку коммерциализации инноваций. И далее у нас сегодня будут небольшие лекции погружения в вопросы интеллектуальной собственности, и, наконец, после обеда будем обсуждать сотрудничество на пространстве СНГ в области инновационного развития. Я задерживать не буду. Я хочу поблагодарить организаторов форума Министерства образования, науки Российской Федерации и Россотрудничества за организацию, за то, что доверили честь провести этот форум у нас в Сколково. И для приветствия я приглашаю Сергея Юрьевича Медведева, начальника управления ЛЦНК и многостороннего сотрудничества на пространстве СНГ. Пожалуйста, Сергей Юрьевич, с приветственным словом. Доброе утро, дорогие коллеги, уважаемые участники. Раз приветствовать на втором дне форума ученых СНГ развитие тесного многопланного сотрудничества в рамках Содружества – неизместный приоритет внешней политики России. Поэтому ключевым направлением деятельности Россотрудничества, которое я имею честь здесь представлять, является содействие интеграционным процессам на евразийском пространстве. В настоящее время все наиболее актуальной становятся задачи повышения конкурентоспособности и роли стран СНГ в стремительно трансформирующейся архитектуре мировых экономических связей, где позиции отдельных государств напрямую зависят от темпов их модернизации, во многом определяемых состоянием инновационной сферы. В соответствии с целями и задачами, поставленными лидерами наших государств, именно развитие науки и технологий инновационной сферы должно привести к значительным системным изменениям и развитию национальных экономик государств Содружества. При этом успешная реализация совместных программ и проектов в рамках системы межгосударственного инновационного сотрудничества должна служить обеспечению ускоренного развития интеграционных процессов. Надеюсь, что наш форум послужит активизации сотрудничества на пространстве Содружества, а также консолидации усилий ученых, специалистов и инноваторов в развитии научно-технической и инновационной деятельности в странах СНГ. Продолжение следует... Спасибо, Сергей Юрьевич. Я приглашаю на сцену тоже Сергея Юрьевича Матвеева, заместитель директора департамента науки и технологий Министерства образования Российской Федерации. Доброе утро, коллеги. Позвольте вас от лица Министерства образования и науки Российской Федерации поприветствовать Сколково. Территория инновационная, территория строится. Это один из элементов инновационной экосистемы России. Ну и буквально несколько, наверное, минут займу для вас. Попробую рассказать несколько ключевых векторов государственной научно-технической политики, инновационной политики, которую министерство реализует, которая позволяет действительно работать, в чем мы на сегодняшний день заинтересованы. Ну, во-первых, в Российской Федерации сама сфера науки, вот можно сказать, что в 2013-2014 году прошла, как это, дно, да, то есть вот падение прекратилось и начался рост. Мы увидели первый рост, рост числа исследователей в Российской Федерации. Мы первый раз в 2013 году зафиксировали, что объемы внебюджетных денег в российскую науку начали увеличиваться по отношению к бюджету. И чем дальше, тем больше набирает оборот система поддержки инициативных исследований. Я понимаю, что вчера вы спорили о фундаментальной науке, но на сегодняшний день мы не разрываем фундаментальную, поисковую, прикладную науку. Мы понимаем, что все это звенья одной цепи. И чем больше взаимодействия между участниками этого процесса, тем больше мы имеем результата. На сегодняшний день государственные инвестиции в исследования и разработки в Российской Федерации не уменьшаются. То есть, несмотря на общий бюджетный процесс, у нас все равно сохраняются деньги на фундаментальные исследования в районе 130 миллиардов рублей. Даже больше в следующем году мы продолжаем увеличивать. Но при этом мы в фундаментальные исследования включаем еще и исследования поисковые, то есть ориентированные в фундаментальные. Занимаясь фундаментальной наукой, вы сразу можете видеть вектор, отрасль, будущее возможное применение результатов и пытаться найти, куда сдвинуться. Единственное, что характер траты этих денег в Российской Федерации изменился. Если раньше большая часть денег уходила на поддержку научных институтов, сейчас огромная часть денег уходит на поддержку научных инициатив, то есть в форме гранта. Это делают основные научные фонды. Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд. Вот эти три основных фонда в следующем году потратят на гранты, их общая капитализация в следующем году составит около 45 миллиардов рублей. Три года назад это было всего 9 миллиардов рублей. Поэтому с точки зрения международного сотрудничества, работы с учеными СНГ, самое интересное сейчас – формировать совместные коллективы, которые выходят на гранты фондов. Причем есть и достаточно большие объемы, составляющие 10, 20, 30 и более миллионов рублей. То есть это вполне нормальные рабочие коллективы, которые могут выполнить исследования. Поэтому финансирование фундаментальной и ориентированной фундаментальной науки больше сдвигается в фонды, это открывает огромные возможности для международного сотрудничества. Второй вектор – прикладные исследования. Я понимаю, что сегодня все институты развития будут говорить о прикладных исследованиях. Здесь у нас два вектора есть поддержки таких исследований. Один вектор – это поддержка исследований, которые вы выполняете для конкретного заказчика, для конкретной отрасли. Федеральная целевая программа исследования и разработки свыше 20 миллиардов рублей в год тратит денег на такую модель. Для того, чтобы в нее вписаться, вам нужно, кроме научного результата, научного замысла, иметь еще индустриального партнера, который готов будет софинансировать проект. И софинансировать его в объеме не менее 50%. То есть вот такая логика. Про 50% – это вообще прямое поручение президента Российской Федерации. Все федеральные целевые программы должны иметь индустриального партнера. Поэтому если вы видите предприятия, организации в России, в СНГ, в любой точке мира, который готов участвовать в исследовании, то для вас зеленая дорога вот в эту федеральную программу исследований и разработки. И в следующем году абсолютно все остальные федеральные целевые программы – космическая программа развития транспортного комплекса, программы авиасудостроения, Мемпромторга России – все уйдут в модель вот этого индустриального партнерства. И получается, что те деньги, которые мы тратим в Российской Федерации, это, если я не ошибаюсь, порядка 120-130 миллиардов рублей на прикладные исследования, они, собственно, доращиваются примерно таким же объемом бизнеса. Третье направление, второе в области прикладной науки и третье направление работы с Российской Федерацией – это направление, связанное с созданием новых секторов экономики, новых хозяйствующих субъектов. Вот здесь вам нужно приземлиться на институты развития. На сегодняшний день у нас существует Сколково, у нас существует фонд содействия малым формам предпринимательства, фонд Бортника, у нас существует веб-инновации, у нас существует РВК, они все носят немножечко разный характер. Кто-то ориентируется больше на стартапы, кто-то ориентируется больше на венчур. Коллеги все про это расскажут сегодня, но весь смысл работы институтов развития, если у вас нет отрасли, нет потребителя, то есть вы создаете, ваша идея создает абсолютно новый хозяйствующий субъект, ваш партнер – это институт развития. Ищите с ним кооперацию, ищите его софинансирование, и у вас получится прямая поддержка прикладных исследований. Вот наша зона вектора Российской Федерации в сторону фундаментальных исследований, и два вектора в сторону прикладной, смотря что вы хотите. Есть партнер – идите в одно место, нет партнера – идите в совершенно другие инструменты. И вот это поле инструментов Российской Федерации, которое создало за последние, пожалуй, 6-7 лет, на наш взгляд, оно является достаточно полным и позволяет реализовать все возможности для бизнеса. Еще, наверное, две мелочи должен упомянуть для вас, для полноты картины, куда двигается Россия с точки зрения экосистемы, науки и технологий. Вузовская наука. В прошлом году наука в российских университетах по объему достигла и опередила академический сектор исследований и разработок. Институты Академии наук, ну вы знаете, что в 2013 году состоялась реформа Российской Академии наук, Академия позиционируется в России как главный экспертный орган, а институты, научные институты, они получают в настоящий момент несколько больше свободы с точки зрения выбора тематик, направления исследований и так далее. Там идет процесс реструктуризации, формирование новых исследовательских программ, это очень интересная история. Но вузовская наука стала по числу ученых и по затратам на исследования и разработки больше, чем все институты Академии наук вместе взятые. Но вузовская наука, чем для нас интересно, там есть молодежь. Это значит люди, которые придя в науку, потом могут пойти в бизнес, могут стать великими учеными, могут стать великими предпринимателями. Там есть та самая среда, которая нуждается, в которой человеческий капитал, там масса, из которой делается человеческий капитал для инновационного бизнеса. Поэтому мы активно рекомендуем посмотреть на работу с вузами и выстраивать образовательные программы совместно, в первую очередь, с ведущими вузами. Федеральные, национальные исследовательские университеты, сейчас, вы знаете, опорные региональные появятся, то есть вот эта сеть, больше ста российских вузов, достаточно крупно капитализирована в науке. Они больше 20% внутренних затрат на исследования и разработки, в общем, реализуют у себя. Что такое 20%? Потому что общий объем исследований и разработок в России, внутренних затрат на исследования и разработки, это свыше 800 миллиардов рублей. Вот можете примерно прикинуть, что там в вузовском секторе у нас происходит. И еще один важный вектор и для вузовских, и для научных организаций, это капитализация полученной интеллектуальной собственности через разные инструменты, лицензирование, отчуждение прав, наконец, создание стартапов, малых предприятий и так далее. В этой части за два последних года Российская Федерация начала существенные изменения регулирования. Обычно мы всегда ищем поддержку науки в деньгах. Здесь, ну, я бы хотел, наверное, два слова сказать о поддержке науки через законодательную базу. Во-первых, права на результаты, полученные за счет бюджетных средств, мы все дальше и активнее закрепляем за самими разработчиками, за университетами, за научными организациями. Я могу сказать, что по прошлому году у нас средним за государством и за разработчиком права распределялись 50 на 50. Первые три полугодия этого года 75% Российской Федерации оставляет разработчикам. И они могут лицензировать, отчуждать, коммерциализировать. С точки зрения коммерциализации через МИП, сняты все ограничения на создание малых предприятий, на участие в долях уставного капитала. Раньше было ограничение, что научные организации или ВУЗ должны были сохранять в 30%, не менее 30% в уставном капитале. Сейчас никаких ограничений нет. Поэтому, создав малое предприятие, можно оставить в собственности ВУЗа и один, и полтора, и даже полпроцента. Это дает возможность и авторам разработки, и инвесторам достаточно защищенную систему при вхождении в уставной капитал иметь. И самое интересное, что вот эта технология, она действительно является одним из хороших способов коммерциализации. Что еще ожидается в 2016 году? В 2016 году принято решение председателям правительства в феврале этого года ввести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Освободить все нематериальные активы от налога на прибыль. То есть, фактически, все, что вы придумали головой, оценили в деньгах и поставили на баланс организации, не будет облагаться налогом. А во-вторых, для предприятий, которые покупают права на результаты, полученные научными и образовательными организациями, будут преференции. Они будут тратить на каждый потраченный рубль, на лицензию на российские разработки, они будут списывать в затраты полтора рубля, то есть, применять коэффициент полтора. И получится, что потратила организация 10 миллионов на покупку лицензии или на выполнение НИОК, расписала 15. То есть, Российская Федерация фактически отказывается от налога на прибыль для тех организаций, которые покупают лицензии или которые инвестируют в НИОКР. Такие решения приняты. Председателем правительства соответственно изменения в 2016 году появятся на налоговом кодексе. И это вам дает возможность очень хорошо и интересно работать именно на территории Российской Федерации. Имея здесь права на какие-то результаты научные, вы можете иметь заинтересованные хозяйствующие субъекты, которым эти права можно продавать, отчуждать, лицензировать и так далее. И, наверное, самое последнее, чтобы уже общий контур госполитики закончить. И начали мы проработку по изменениям в Гражданский кодекс, по выработке предложений об изменении Гражданского кодекса Российской Федерации, чтобы в качестве охраняемых результатов интеллектуальной деятельности там появились новые типы объектов, которые нужны нам для развития новых рынков. Это генетические ресурсы, это алгоритмы, речь идет об информационных моделях. То есть сейчас Министерство образования и науки по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича вот эту работу проводит. Поэтому самые интересные вектора развития биотехнологии, нейротехнологии и так далее будут, мы полагаем, по нашему замыслу, будут иметь такие формы охраняемых результатов, которые позволят действительно их коммерциализировать. Это очень важно, потому что госрегулирование, оно начинается с вложения денег через нужные инструменты и поддержку нужных участников процесса. И дальше оказание содействия на всех стадиях передачи результатов, коммерциализации результатов и самое важное охране и защите этих результатов, гарантия получения учеными прибыли от их использования. Вот коллеги все сказал, что, наверное, общий контур вам ситуации в Российской Федерации позволит представить. Спасибо, удачной работы. И очень большое спасибо за экспресс-соведение в тему. Теперь мы переходим к представлениям институтов развития фондов. Я представляю Екатерину Дмитриевну Наземцеву, вице-президента фонда «Сколково» по стратегии и инвестиции. Екатерина в проекте фонда уже 4,5 года знает про «Сколково» все. Поэтому сейчас за 10-15 минут просьба сделать презентацию возможностей инновационной системы фонда «Сколково». Андрей, спасибо большое. Я прошу прощения. Кликер. Ну, в таком случае я здесь на сцене и останусь. Добрый день. Еще раз меня зовут Наземцева Екатерина. Я занимаюсь стратегией инвестиций в инновационном центре «Сколково» и действительно с этим проектом практически с самого начала уже 4,5 года. Как совершенно справедливо сказал Сергей Юрьевич, в России существует целый набор институтов развития, и все они на самом деле выстроены в очень логическую цепочку инновационного лифта. То есть каждый из них работает со своим набором стартапов, и на одном из этапов существует инновационный центр «Сколково». Наша основная миссия фонда «Сколково» – это как раз создать инновационный центр. И наша основная задача здесь была создать некую экосистему, которая была бы благоприятна для развития инноваций по определенным направлениям и исследований, и разработок, и выведения этих маленьких компаний, которые приходят к нам зачастую просто с технологической идеей, доведения их до рынка, до выхода на коммерциализацию. Мы созданы в 2010 году, в этом году отметили свое пятилетие и проходили в своем развитии ряд определенных этапов. Если на первом этапе основной задачей было привлечение в наш проект стартапов, технологических инноваторов, ученых, исследователей, то на втором этапе мы уже перешли к тому, чтобы помогать этим компаниям активно развиваться и выходить на рынки. Сейчас как раз мы стоим на пороге нового третьего этапа, который позволит этой экосистеме, которую мы создали за эти пять лет, стать самостоятельной и самостоятельно развиваться уже без активного вмешательства со стороны управляющей компанией. Итак, что же мы из себя представляем? Когда мы задумывали всю эту экосистему, стало понятно, что мы не можем быть просто технопарком. То есть мы не можем просто построить здание, сделать там несколько лабораторий, сказать, все отлично, инновационный центр создан. Приходите, занимайтесь исследованиями. Мы создавали целую комплексную систему. Именно поэтому у нас есть и университет, здание которого строится видно из окна, у нас есть технопарк, он тоже строится, можно его увидеть из того окна. Это здание, где будут не просто находиться офисные помещения, где будут сесть стартапы, там же будет размещена лабораторная инфраструктура. К нашей же экосистеме мы активно привлекали инвесторов и привлекаем, причем это не только венчурные фонды, которые готовы делать крупные инвестиции, это и целая плеяда или группа бизнес-ангелов, то есть тех людей, которые готовы инвестировать небольшие деньги в маленькие проекты. И, конечно же, это индустриальные ключевые партнеры. Это крупные компании, которые, по сути, являются потребителями тех инноваций, которые разрабатывают наши стартапы. А, да, и, конечно же, ничуть не забыла о самом главном. И, собственно говоря, вот эти вот 400 гектар, это тот самый город инновационный, в котором все эти элементы находятся и взаимодействуют. Наш проект имеет очень четкие, абсолютно измеримые ключевые показатели эффективности. При этом они не процессные, то есть не то, чтобы там только построить город или еще что-то. Они измеряются успехами наших стартапов. И вы здесь видите на слайде, что это и количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных здесь нашими стартапами. Это и объем выручки, и объем частных инвестиций, которые привлекли участники. Здесь вы видите данные за 2013-2014 год. И надо сказать, что уже сейчас, например, объем частных инвестиций превысил 13 миллиардов рублей. Это те инвестиции, не которые проект привлек в себя, а это те инвестиции, которые наши технологические стартапы привлекли в свои проекты. И общий объем выручки, который на данный момент есть, опять же, сгенерированных именно нашими технологическими стартапами, Уже превысил 50 миллиардов рублей. Наши стартапы работают по пяти направлениям. Это биомедицинский кластер, у нас есть пять кластеров, которые занимаются технологическими стартапами. Биомедицинские технологии, информационные технологии, космические технологии и телекоммуникации, энергоэффективные технологии и технологии ядерные. Поэтому мы постоянно расширяем наши форсайты. И, например, в этом году у нас появилось новое направление, это направление агропромышленный комплекс. Соответственно, с этого года в нашем кругу наших инноваторов стали появляться проекты, которые занимаются развитием сельскохозяйственных технологий. Как стать нашим участником? Процедура максимально прозрачна, объективна, и мы постарались сделать ее совершенно независимой от нашего мнения. Нам удалось собрать экспертную панель, в которую входят более 500 ученых, исследователей, бизнесменов. Причем эти люди, они работают не в фонде Сколковой. Это независимые представители, которые находятся по всему миру. И именно эти эксперты дают оценку проекту, который решил получить статус участника Сколковой. Соответственно, через сайт выдается заявка на статус участника Сколковой. Эта заявка направляется по направлению, по форсайтам, 10 экспертам. Если эксперты, анонимно проанализировав эту заявку, и они тоже не знают, кто конкретно выдал эту заявку, решили, что заявка отвечает определенному набору критериев, а это реализуемость, технологическая новизна, непротиворечивость базовым принципам науки, возможность коммерциализации, команда проекта. Если по этим критериям эксперты дали позитивные оценки, проект получает статус участника Сколкова. За вот эти пять лет мы рассмотрели более 8 тысяч заявок. Из них статус участника получило чуть больше тысячи компаний. То есть этот отбор проходит примерно каждая седьмая компания. А вот они, наши участники, 1219. Они распределены, соответственно, по пяти кластерам. Что хорошо? У меня там дальше будет слайд, но я уже сейчас об этом скажу. Во-первых, мы, конечно же, контролируем деятельность наших участников. Потому что, получив статус, компания автоматически получает налоговые льготы. Это освобождение от налога на прибыль, освобождение от НДС, освобождение от налога на имущество, это возможность возместить таможенные, экспортные НДС, и это, конечно же, сокращенный ЕСН. Именно поэтому, поскольку государство предоставляет нашим участникам такие льготы, у нас выстроена достаточно строгая система оценки процесса развития каждого проекта. И каждый проект ежегодно сдает отчет об исследовательской деятельности. Наши эксперты, опять же, его оценивают. И затем мы принимаем решение, зачастую в диалоге вместе с этим участником, остается ли он участником, либо он покидает инновационный центр Сколково. И у нас, соответственно, есть такие грустные и печальные истории, когда проект заходил в тупик, либо уходили основатели этого проекта, и проект прекращал свое развитие. Соответственно, такие компании у нас лишаются статуса. Помимо налоговых и таможенных льгот, что еще предоставляет инновационный центр Сколково? Ну, во-первых, грантовую поддержку я о ней чуть-чуть попозже расскажу. Во-вторых, конечно же, это доступ к инфраструктуре и консалтингам. Понятно, что любая маленькая компания, начинающая стартап, она не может сразу в своем штате иметь бухгалтера, кадровую службу, там, знаю, налогового специалиста и так далее. Но, тем не менее, она, как юридическое лицо, должна сдавать, вести блог учет, сдавать налоговую отчетность и так далее. Есть у нас в технопарке специальное подразделение, которое помогает молодым стартапам все эти административно-управленческие функции реализовывать. Либо помогает им найти в штат бухгалтера, если уже компания готова иметь в своем штате вот этот административный персонал, либо это как введение учета на аутсурсы. Помимо этого, если вы начинающий стартап, у вас зачастую возникает необходимость в том, чтобы воспользоваться тем или иным оборудованием. Мы помогаем его найти, либо оно уже есть у нас, либо у нас есть партнерские технопарки, институты, научно-исследовательские центры, где это оборудование стоит, и с которыми у нас есть договоренность о том, что вы можете использовать это оборудование. Помимо того, что мы предоставляем грантовую поддержку, у нас есть и целое подразделение, которое занимается помощью в поиске и привлечении инвестиций. Со стороны венчурных компаний и бизнес-ангелов. А вот и грантовая поддержка. У нас существует сейчас три типа грантов. Конечно же, первое – это большие гранты на исследование. Опять же, решение о том, получите вы грант или нет, принимают не сотрудники фонда, а та же самая экспертная панель. Специально заполняется по специальной форме заявка, отправляется. Грантовые эксперты оценивают в соответствии с определенным критерием. И грантовый комитет, который тоже больше, чем на 50% состоит, не из сотрудников фонда, принимает решение о выдаче гранта. Любой грант может быть структурирован на определенные этапы. Естественно, компания отчитывается об использовании этого гранта. То есть здесь процедуры, я думаю, везде плюс-минус одинаковые. Помимо этого, у нас есть еще два типа грантов. Один называется микрогранты. Это буквально очень целевые гранты. Нужно компании быстро поехать на какую-то выставку и продемонстрировать свою разработку. Соответственно, она может получить вот этот микрогрант, очень целевой и под конкретную задачу. Это вообще практически... То есть это пакетная услуга. Есть определенные пакеты мини-грантов, на которые они претендуют и получают. Есть еще такой механизм, как мини-грант. Он проходит тоже определенную систему отбора, отличается от большого гранта гораздо меньше суммы и упрощенной процедуры его получения. Вот за все время нашей работы мы одобрили 11 практически с половиной миллиардов рублей грантов, из которых почти 9 миллиардов перечислили. То, что не перечислено, это просто еще этапы не наступили по тем, к которым одобрены. Про сервисную инфраструктуру Сколково. Это, по сути, то, что предоставляет Технопарк. Я не буду подробно рассказывать. Здесь есть несколько цифр. Не буду, потому что после перерыва перед вами выступит генеральный директор Технопарка, и он этому посвятит прям отдельное выступление. Что еще, кроме стандартных инструментов финансовой поддержки, мы предоставляем? Прежде всего, это менторская поддержка. Рано или поздно каждому стартапу все равно требуется совет. И это может быть как необходимость в консультации с точки зрения технологии, так и с точки зрения развития бизнеса. И вот чтобы стартап понимал, как ему дальше развиваться, он, конечно же, может прийти к специалистам Сколково. А может и обратиться к менторам. Кто такие менторы? Менторы – это профессиональные люди, которые уже много чего добились. Они готовы делиться своим опытом с подрастающим поколением предпринимателей. Соответственно, если стартапу нужна помощь, он обращается к этим менторам и получает консультацию. Это может быть разовая консультация, может быть целая череда консультаций и так далее. Это на самом деле очень эффективные меры поддержки, и многие наши стартапы ей уже воспользуются. Но вот смотрите, у нас более 175 профессиональных предпринимателей, которые в этой программе участвуют, и уже сформировано более 100 пар ментор протяжей, то есть более 100 компаний воспользовались этим механизмом получения дополнительных знаний и возможностей развития. Помимо этого, мы, конечно же, активно продвигаем наши компании, в том числе и на международном рынке. Причем механизмы здесь могут быть разные. От того, что мы их вывозим на выставки и конференции, где у них есть возможность презентовать себя, либо познакомиться с потенциальными клиентами, и заканчивать тем, что мы включаем их в программы акселерации, в том числе и зарубежных акселераторов, таких как HTC, либо MassChallenge и так далее. Центр интеллектуальной собственности – это отдельная изюминка нашего инновационного центра. Тоже не буду подробно останавливаться, поскольку Антон Пушков после обеда подробнейшим образом вам расскажет, про то, какую поддержку мы оказываем. Скажу только, что в настоящий момент наш ЦИС предоставляет нашим участникам возможность за 999 рублей подать заявку на регистрацию объекта интеллектуальной собственности, что существенно дешевле и, главное, качественно. Отказов, насколько мне известно, еще не поступало. Про привлечение инвестиций. Как я уже сказала, за эти 5 лет наши участники, в том числе и с нашей помощью, привлекли более 13 миллиардов инвестиций в свои проекты. При этом для того, чтобы нам не нужно было каждый раз с нуля искать инвесторов, мы создали, опять же, пул аккредитованных инвесторов. Это те венчурные компании, которые всегда готовы рассматривать наши проекты, и мы достаточно часто устраиваем просмотр наших проектов под определенные требования венчурного инвестора. И достаточно регулярно наши инвесторы в кого-нибудь наинвестировали. Помимо этого, мы создали Сколковский клуб бизнес-ангелов. Как я уже сказала, это инвесторы ранних стадий. Они, соответственно, тоже достаточно часто получают на просмотр определенные проекты наших компаний. Индустриальные партнеры Сколково, помимо того, что они являются потенциальными потребителями тех инноваций, которые формируются в рамках проектов наших участников, они готовы переселяться на нашу территорию. Многие крупные индустриальные компании уже приняли решение о том, что на этой территории появятся их центры НЕОКР. Если проект по территории, можно обнаружить уже выстроенное и законченное здание Ренова, можно увидеть здание Боинга, можно увидеть заложенные первые кирпичи там и камни ТМК, ну и так далее. Ну вот это как раз то, о чем я говорила, о том, что наши участники уже достигли определенного коммерческого успеха. Если вы посмотрите, 43% наших участников уже имеют какую-то выручку. Выручка разница, да? То есть если это 100 тысяч рублей, но это первая выручка, это тоже выручка. Как раз сейчас мне прислали смс, я попросила сказать, какая у нас самая большая выручка. Вот самая крупная выручка за прошлый год была 10 миллиардов. Но правда, следующий, второй всего лишь 800 миллионов. То есть это такой прям лидер с большим отрывом, тем не менее. Опять же, как вы видите, 17% компаний уже привлекли инвестиции. 21 компания получила охранные документы. Причем, как вы видите, треть охранных документов получена международной патентной. Соответственно, наши участники ориентированы в том числе и на выход на зарубежные рынки. Андрей, можно мне еще 3-4 минуты? Я вижу, что время закончилось. Да, время закончилось. Скажешь, 3-4 минуты? Да, 3-4 минуты. Все, спасибо. Тогда я вам проскакиваю. Международное присутствие ФОД. Как я уже сказала, несмотря на то, что наши проекты практически в большинстве своем имеют корни российского происхождения, мы активно занимаемся тем, что привлекаем и зарубежные компании вступать в наш инновационный центр. Для этого у нас даже создана специальная программа, которая так и называется Soft Landing, которая помогает зарубежным компаниям максимально комфортно осесть, скажем так, на российской земле в нашем инновационном центре. Но согласитесь, что если вы приехали в зарубеж, то такие простые вопросы, как открыть банковский счет, зарегистрировать юрлицо и все прочее, их навалом. И уже у нас есть несколько компаний с корнями из других стран, которые приезжают к нам. Почему это важно? Это, прежде всего, обмен, конечно же, опытом. И когда наши компании российского происхождения и зарубежные начинают взаимодействовать между собой, они обмениваются опытом как технологическим, так и ведением бизнеса, построением, логикой и все остальное. И это дает очень интересный синергетический эффект. Помимо этого, конечно, мы активно продвигаем наши компании за рубежом, чтобы они выходили на международные рынки. И из последних наших достижений одна из наших компаний, Даурия, подписала прекрасный совершенно контракт с китайцами, аж, если мне не изменяет память, на 70 миллионов или миллиардов долларов. Ой, я, в общем, короче, точно обманываю. Короче, Китай, Даурия и очень много денег. Международные мероприятия, опять же, посвящены и нацелены именно на то же самое. Конференции, выставки, рот-шоу, все продвижение проектов на российском и зарубежном рынке обязательно. Мы не должны замыкаться на территорию Российской Федерации. Мы обязательно должны быть интегрированы в международную инновационную среду. Про Сколтех, как я уже сказала, одним из важнейших элементов нашей инновационной экосистемы является наш университет. Сколтех, он существенным образом отличается от других университетов. Это первый предпринимательский институт на территории Российской Федерации. Его основное отличие – это то, что его программа обучения и образования строится всегда на стыке предпринимательства и инноваций. И даже для этой цели созданное, собственно, основное развитие – это создание центров науки, образования и инноваций. Причем каждый этот центр создается не внутри университета, а всегда при партнерстве с другими университетами, с индустриальными партнерами. И все исследования, которые ведутся в этих центрах, они ведутся по заказу индустриальных компаний. То есть это сразу исследования с высоким потенциалом коммерциализации. И в этих во всех исследованиях всегда принимают участие студенты Сколтеха. Таким образом, они изначально интегрированы во всю вот эту систему инновационного предпринимательства. Ну и практически в заключении про территорию инновационного центра. Как я уже сказала, 386 гектар. Уже с гордостью могу говорить, оглянитесь вокруг, у нас здесь все строятся. У нас уже есть ряд зданий, в которых уже сидят наши инноваторы. К концу следующего года мы точно заселим технопарк и закончим строительство университета. Так что приезжайте через год, посмотрите, здесь будет точно уже город-сад. Помимо того, что мы активно общаемся с международным сообществом, мы, конечно же, и глубоко интегрируемся в инновационную экосистему Российской Федерации. И здесь речь идет не только о том, что и среди наших компаний 44% — это не Москва и Московская область, это компании со всей страны. Для того, чтобы наше присутствие стало гораздо более заметно в отдаленных уголках страны, мы открыли наше представительство на Дальнем Востоке. И надо сказать, что если до его открытия у нас практически не было оттуда участников, потому что как-то не рассказывай, как-то не пиши, а все равно, если тебя не видят, то тебя, считай, нет. То с того момента, как оно открылось весной этого года, мы уже начали привлекать там стартапы к нашему инновационную экосистему. И это представительство мы открыли вместе в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом. Конечно же, мы проводим большое количество мероприятий, направленных на то, чтобы вся страна узнала о том, что мы есть, какую поддержку мы можем оказать и так далее. Наверное, самое яркое наше мероприятие в этом смысле — всероссийский стартап-тур. Мы каждый год ездим практически по всей стране уже, наверное, 3 или 4 года. И останавливаемся в разных городах, приглашаем молодых ученых, инноваторов или тех, кто просто заинтересован в теме инновационного бизнеса, присоединиться, послушать. И мы ездим тогда не одни, а мы ездим все вместе со всеми институтами развития и рассказываем о том, кто мы, что мы всем заинтересованным. Ну и активно взаимодействуем с СНГ и странами юридического экономического сообщества. В этом году, в 2015-м, наш всероссийский стартап-тур потерял право называться всероссийским и стал просто стартап-туром, потому что мы уже заехали и в Белоруссию, и в Казахстан. И будем активно продолжать ездить по стране и рассказывать, взаимодействовать с ними со всеми. Я, наверное, тогда закончу. Спасибо большое. Уже даже долгое время у меня тоже истекло. Если у вас будут какие-то вопросы, я готова на них ответить. Спасибо. Спасибо большое. Мы продолжаем. Я приглашаю на сцену Сергея Геннадьевича Полякова, генерального директора Фонда содействия и развития малых форумов предприятий, который продолжит рассказ про элементы инновационной экосистемы России. Прежде всего, хочу поприветствовать участников этого форума. Заранее хочу извиниться за то, что фонд пока очень неактивно работает со странами СНГ, но здесь больше даже не наша вина, не достаточно активность наших партнеров в странах СНГ. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к вам, к представителям научной общественности стран СНГ. Дойдите до ваших министерств, фондов. Мы с удовольствием установим партнерские отношения с нашими партнерами. У нас кое-какие контакты с Казахстаном, Арменией и Белоруссией. К сожалению, здесь больше инициатив происходит от нас, и мы очень рассчитываем, что у нас совместные программы со странами СНГ появятся, потому что пока, к сожалению, мы работаем в основном с европейскими партнерами. Поэтому я надеюсь, что ваша активность на местах ваших странах позволит нам найти новых партнеров в этих государствах. Теперь возвращаясь к фонду. Мы достаточно являемся одним из самых старых институтов развития. В России мы существуем с 1994 года, уже больше 20 лет. Этот слайд говорит только о том, что в прошлом году, в этом году правительство, определяя антикризисную программу развития устойчивой экономики, по сути, единственная мера, которая предусмотрена была для развития малого бизнеса, это был доп. финансирование нашего фонда на 5 миллиардов рублей. Вот примерный бюджет фонда, который мы сегодняшний день не имеем. Вообще мы являемся государственным научным фондом, финансируемся из средств федерального бюджета. По этому году у нас резкое увеличение финансирование за счет антикризисного плана правительства. Тем не менее, бюджет фонда достаточно стабильный. Мы финансируем инновационные проекты на всех стадиях развития, от предпосева до посева. Ну и вообще поддержку нашего фонда получают компании, которые уже находятся на рынке и реально производят на кульминку продукцию. Вообще наш фокус – это малые инновационные компании. То есть мы даем гранты и субсидии исключительно новым инновационным компаниям. То есть те, которые имеют свою интеллектуальную собственность. Значит, вот за небольшие наши цифры, что мы за 21 год сделали. Достаточно большое количество компаний получили нашу поддержку. При этом можно сказать, что большинство компаний, технологических лидеров в своих секторах в свое время начинали работать с нами. Мы оказывали поддержку на самом начальном этапе развития. И, в общем-то, гордимся на сегодняшний день их достижениями. Ну, вам уже говорили, что в России есть много институтов развития, которые созданы в последние 5-7 лет, может быть, дальше более. Значит, мы находимся, как и в самой начальной стадии инновационного цикла инновационных компаний. Ну, и наша задача генерирует новый проект, новые компании, которые могли бы получать поддержку в других институтах развития. Вот на этом слайде мы показываем то, что компании, которые в свое время получили от фонда инвестиции в объеме 1 миллиарда рублей, уже получили дополнительные инвестиции в 10 раз больше от других институтов, в том числе от Роснана, от Сколкова, венчурных фондов. Кстати, если хотя взаимодействие со Сколковым, мы являемся учредителем фонда Сколкова. У нас много совместных проектов, у нас есть совместные конкурсы. Ну, кстати, вот тот стартап тур, о котором ранее говорилось, мы тоже являемся соорганизаторами этого стартап тура, поскольку имеем представительство в 65 регионах. Ну, и по договорению со Сколковым, вот гранты для победителя этой программы, победитель стартап тура выделяет наш фонд. Значит, вот я начну с программы «Омник». Я буду очень быстро идти, потому что время мало. Значит, это программа поддержки молодых ученых, которые, скажем, получили результат, ориентированный на рыночную, так сказать, реализацию, перспективы создания своих компаний. Она рассчитана на поддержку ученых от 18 до 28 лет. Мы выделяем гранты до 400 тысяч рублей. При этом гранты получают у нас физические лица, без налогов, без каких-либо отчислений, непосредственно на свои расчетные счета в банках. Ежегодно, ну, вообще, на самом деле, уже по 2 тысячи молодых ученых получают эти гранты. Вот по каким направлениям мы отбираем этих победителей. Это проходит на научных конференциях. Значит, и отдельно у нас, поскольку многие из вас представляют фундаментальную науку, у нас есть программа, которая реализуется в Российской Академии Наук. Это специальная, от такого раздела эта программа, где участвуют ученые институты Академии Наук. Ну, и вот краткие характеристики, ну, и результаты этой программы. То есть порядка уже 13 тысяч победителей у нас по этой программе. Вот что для нас важно, значительное количество объектов индивидуальной собственности, созданного. Но главное для нас, это, конечно, новые стартапы, потому что эту программу мы ими замысливали, как, по сути, формирование нового, так сказать, такого класса соцпредпринимателей, которые в перспективе могли бы создать свои собственные компании. Ну, вот такой характерный пример, это когда молодой ученый из МИФИ разработал, значит, продукт эндоскопическую капсулу, в последующем был создан стартап, и сейчас уже вот два завода по производству таких капсул в России строятся. Значит, следующая программа фонда – это программа поддержки стартапов. Она у нас работает более 10 лет. Это программа поддержки компании в начальной стадии развития, когда мы даем гранты компании только созданной. Значит, при этом программа трехлетняя. Сейчас мы увеличили объем грантов до, вот, уже сейчас это уже 9 миллионов рублей, до недавнего времени было 6 миллионов. То есть первый год мы даем 2 миллиона рублей, затем 3 и 4. Но при этом, начиная с второго года, обязательное условие – это должен быть привидцей частный инвестор, который вместе с нами уже будет, как бы, рисковать своими собственными деньгами и, по крайней мере, даст возможность, как следует, получше разобраться в этом проекте. Ну, это вот слайд, который говорит, вы знаете, у нас в России есть закон, позволяющий университетам, научным организациям создавать малые национальные компании. Вот это динамик о создании таких компаний в России. И вот красный график – это сколько таких компаний мы фонд поддержал. То есть мы, по сути, являемся только единственной организацией, которая так систематизированно, целенаправленно оказывает финансовую поддержку компанию, созданную при университетах. Ну, вот один из таких характерных примеров этой компании. Такой компанией стал Таповской, вот кнопкой жизни. Она чем интересна, что в последующем в эту компанию вложил очень серьезную компанию IT, затем фонд Сколково поддержал, фонд развития интернет-инициатив. Вот этот достаточно интересный продукт уже пользуется более 10 тысяч человек в России. Эта компания как-то создана с нуля. Таких примеров, конечно, очень много у нас. Следующая программа фонда – это программа о развитии. Здесь мы уже выделяем достаточно приличную сумму до 15 миллионов рублей. Смысл программы профинансирует не округ компаний, которые уже находятся на рынке, которые уже умеют продавать продукцию, которые достаточно имеют приличные компетенции в области научных исследований, и мы им помогаем создавать новые продукты. Здесь вот, ну, один из таких тоже характерных примеров, компания, которой мы гордимся, это компания Medinjins Penza. В свое время мы помогали этой компании, так сказать, как говорится, раскручиваться. Они делают целый набор различных медицинских, значит, изделий. Основной, конечно, их продукт – это искусственные клапаны сердца. Вот за время своего существования этой компании было произведено порядка 70 тысяч клапанов жизни, клапанов сердца, которые были поставлены российским больным, в том числе за рубежом. Кстати, очень интересно то, что эта компания очень активно создает спин-оффы, и вот мы профинансируем порядка 10 спин-офф вокруг этой компании из Penza, которая также успешно развивается. Ну, вот еще одна из другой области. Так, сейчас. Компания Streamer – это компания Санкт-Петербурга, которая производит систему новой защиты, причем эти системы абсолютно конкурентоспособны на мировом рынке. Ну, вот что для нас интересное, мы выделили первый грант в 2009 году, у них, оборот, компания был 72 миллиона, у нас, кстати, тоже был кризис, тоже была антикризисная программа. Ну, как-то мы с ней удачно попали в продукт, и вот на сегодняшний день вы видите, компания вышла на обороты в 500 миллионов рублей годовой. У них сейчас представительство филиалов в Швейцарии, в Таиланде, в Китае открывают. Это действительно такая уникальная технология, которая разработана в рамках конкретной компании. Новая программа фонда, достаточно интересная программа кооперации. Ну, вы знаете, в последние дни очень серьезный тренд в России – это взаимодействие малого и крупного бизнеса, и мы пытаемся всячески помогать развитию кооперационных связей между малым бизнесом и крупными, такими серьезными игроками на рынке, такими как КамАЗ, объемная строительная корпорация. Ну, и смысл этой программы, финансирование, неокров в интересах крупных корпораций, которые затем являются потребителем данного продукта, ну, и они также вкладывают столько же денег, сколько мы, примерно по 20 миллионов рублей. Ну, и вот, достаточно значительное внимание мы уделяем международным программам, у нас есть отдельная программа интернационализации, ну, вообще есть специальная программа поддержки экспортеров, у нас такая программа несколько раз в год запускается, то есть мы выделяем гранты компаниям, которые уже продают свою продукцию на экспорт и готовы разработать какой-то новый продукт, который будет экспортно-ориентированным. Ну, и вот, я как уже говорил, у нас достаточно развитая международная связь, у нас есть с финной программа совместная с немцами, с французами, мы участники целого ряда европейских программ, фонд является национальной контактной точкой по программе «Горизонт-2020» и также являемся, возглавляем консорциум «НГПРАЗ-евый европейный метлок». Вполне возможно, что в ваших странах тоже есть контактные точки по участию в этой программе, и по сути информационная глобальная сеть, объеднеющая огромное количество малых и средних предприятий по Европе, США, Японии, России и, вполне возможно, в странах НГПРАЗ-евый европейские контактные точки есть. Ну, вот такая типичная характерная компания, которая активно работает на внешнем рынке, это программа компания «Фомус Материус», которая поставляет свои материалы в США, Европу, Японию, в такие ведущие технологически развитые страны, достаточно успешно конкурируя со своими зарубежными компаниями. И еще одна интересная программа, которую мы запустили с прошлого года, это программа «Коммерциализация», в рамках которой мы выделяем гранты компаниям, которые уже завершили этап НИОКРА, и им нужно уже покупать оборудование, брать в аренду, в лизинг, ну, в общем-то, уже нужны субсидии и гранты на, по сути, запуск производства. И в данном случае мы вот сейчас выделяем до 15 миллионов рублей, уже порядка, почти 500 предприятий получили нашу поддержку. Кстати, вот в качестве, в этом году, в том числе в рамках «Атикризис на полном проекте» еще 2 миллиарда нам выделили денег, которые мы также направляем на эту программу. И основные, конечно, показатели, которые у нас по этой программе, это новые высокопроизводительные рабочие места и объем реализации инновационной продукции. Ну, вот, вообще говоря, такие вот компании уже приходят достаточно серьезные, там, с оборотами в 100, в 200, в 300 миллионов рублей, ну, в общем-то, уже такие реальные игроки на своих секторах рынка. Ну, и вот такой небольшой, краткий список компаний, которые мы поддержали. Еще раз хочу сказать, что многие компании, поддержанные фунтом, стали лидерами в своих секторах рынка. И вот у нас в России уже не первый год проводится, значит, такой рейтинг тех успех, рейтинг быстровастущих технологических компаний в России. Вот завтра, кстати, на форуме «Открытые инновации», который открывается на ОВЦ, будет опять очередная презентация рейтинга 2015 года, будут награждаться победители этого рейтинга. Туда попадают технологические компании, показывающие очень такие материальные, скажем, темпы роста. И нам приятно, так сказать, констатировать, что примерно 30% участников этого рейтинга – это компании, когда-то в свое время поддержанные фондом. Вот, наверное, все, что я хотел вам сказать, поэтому если есть какие-то вопросы, я готов на них сейчас ответить. Нет, никаких ограничений по наличию степени нет. У нас очень много участников этой программы – студенты старших курсов, аспиранты, которые еще не закончили аспирантуру, но не защитили кандидатские диссертации. У нас, собственно говоря, там требования к проектам. Первое – это должна быть новая разработка, соответственно, должна быть научная новизна. Ну и главное – мы не рассматриваем проекты фундаментальной науки, а рассматриваем проекты, которые имеют какую-либо все-таки перспективу рыночной коммерциализации. То есть перспективы создания проекта. Это не значит, что мы им обязательно ставим задачи, чтобы обязательно должны создать предприятие. Хотя очень многие, ну мы так, немножко хитрее, мы как бы их затаскиваем в эту инновационную сферу, чтобы они задумались, как же и дальше. И, кстати, мы когда-то, через 3-4 года после начала программы, проводили социологический опрос участников программы. Ну, что вам дает программа «Умнику»? А на самом деле «Умник» – это наш фонд участник молодежно-научно-инновационного конкурса. Это такая вот аббревиатура. И, по-моему, порядка 40% ответили, что для них это некая стартовая площадка в принятии решений, чем заниматься дальше. То есть мы просто заставляем задуматься вообще, куда двигаться – в науку, в бизнес, так сказать. Вот, кстати, многие ребята уходят на хорошие позиции в инновационные компании, в серьезные. Кто-то остается в науке, кто-то в университетах преподавания. У нас никаких ограничений на будущее участников этой программы нет. Ну, вот, просто у нас программа «Старт», когда мы спускаем в 2004 году, через какое-то время мы пришли к выводу, что очень много, ну, как так, зрелых учетов, не буду говорить возрастных, но зрелых, которые, наверное, уже поздновато задумываются о своем бизнесе. Хотелось так напитаться свежей кровью. Поэтому в 2007-м запустили «Пилот» в 2008 году полноценную программу вот такого мощного посева уже среди молодежи. У нас, в общем, программа ежегодно участвует, тут нам будет 2 тысячи отбираем, а заявок у нас где-то 10-15 тысяч. То есть это такая серьезная… Вообще, во-первых, эта программа региональный характер вносит, мы их проводим в регионах. Вообще, в регионах целые события, там это, как правило, финальный тур проходит иногда даже в администрации с участием губернатора, там губернатор приходит награждать. То есть это вообще такой, в общем, какой-то социально-политический проект, хотя он имеет конкретный практический выход в тех компаниях, которые они создают после участия в этой программе. Коллеги, извините, мы должны быть в тайминге. Я предлагаю сделать еще три презентации, после этого мы уже сделаем сессию вопросов и изучаем, продолжим. Спасибо большое, Сергей Геннадьевич. Я представляю нашего следующего спикера, советника-председателя управления по науке компании «Роснана» Сергея Владимировича Калюжного. Спасибо организаторам за приглашение на это мероприятие. Ну вот, «Роснана» тоже находится в той же инновационной цепочке, и я очень рад, что предыдущие спикеры весьма активно использовали слово «выручка», то есть говорили в экономических категориях. Вот, в какую сторону мне направлять? «Роснана» была организована по инициативе президента в 2007 году. Вначале это была государственная корпорация «Роснанотех». Значит, к концу 2010 года, так как эта корпорация объединяла в себя там и коммерческие функции, и некоммерческие, стало понятно, что такого рода мутант живет плохо, поэтому было принято решение выделить некоммерческую функцию в фонд инфраструктурных и образовательных проектов, и оставшую часть государственной корпорации преобразовать в понятную экономическую форму открытое акционерное общество «Роснана». Ну, в общем, и государство под это дело нам выделило вначале уставной капитал государственной корпорации 112 миллиардов рублей, а также мы пользуемся государственными гарантиями по кредитам, облигационным займам, в наше время на 182 миллиарда рублей. В газетах очень часто можно прочитать, что «Роснано» тут использует государственные деньги, так последние несколько лет ни одной копейки государственных денег «Роснано» не использует. Мы используем заемные деньги, вообще это уникальный опыт в истории венчурного инвестирования. Правила так, ведь это, конечно, более распространено, когда на заемные деньги мы делаем инвестиции в венчурные проекты, что является само по себе вдвойне рискованно. Но история не закончилась на этом. В 2014 году было принято решение главным акционерам государством, что владение активами и управление активами должны быть разделены, поэтому была создана управляющая компания «Роснано», которая и управляет активами ОАО «Роснано», а фонд является отдельной независимой организацией. Что же хотело государство от нас за те 112 миллиардов рублей, которые выделило в 2007 году? Она хотела, чтобы объем российской наноиндустрии всей был 900 миллиардов рублей, а объем выручки компаний, созданных с участием «Роснано», был 300 миллиардов рублей. Но в 2014 году эта стратегия была подтверждена и сделана второй этап стратегии, который говорит о том, что «Роснано», мы хоть вам денег и не даем, но обеспечиваем государственные гарантии, ну и крыша весьма, скажем так, серьезная со стороны государства, потому что деньги не такие дорогие, то давайте-ка «Роснано» в 2020 году сделайте объем выручки ваших компаний 600 миллиардов рублей. Ну, цифры значительные, вот 300 миллиардов – это примерно выручка такой не самой маленькой компании, как «Сибурь», например. Чтобы было понимание. 600 миллиардов – это два «Сибура». 900 миллиардов – наша вся электроэнергетика примерно 1 триллион рублей. То есть вот «Роснано» была задача создать новую отрасль наноиндустрии объемом примерно равным электроэнергии. Как же мы шли к этой цели? Да, еще вот очень важно при рафинировании стратегии было сказано о том, что «Роснано» нужно привлечь. Государских денег уже нет, у нас в стране кризис. В общем, вы сами понимаете, бюджет очень напряженный, только фонду «Бортника» выделяют дополнительные деньги. Поэтому нам нужно привлечь 150 миллиардов частных инвестиций, что многие аналитики говорят, что «Mission impossible». Но, в общем, будем работать в этом плане. Таким образом, «Роснано» сейчас – это некая группа компаний, которые, конечно, основную роль играют в инвестиционных проектах, но довольно много, через фонд мы поддерживаем то, что называется инфраструктура, популяризация, образование, санктивизация, симулированный спрос очень важен, потому что часто инновационная продукция сталкивается с непреодолимыми или труднопреодолимыми барьерами для того, чтобы выйти на рынок. Ну и поговорим про инвестиционные проекты. Нужно сказать, что в нашей стране, в принципе, создана вся инфраструктура по инновационной цепочке. Вот на этом графике показано, как вообще инвестиции, инновации идут. Вот вначале, когда у вас тут вот фонд-бортника действует, а потом покажу, у вас есть идеи, у вас риски колоссальные, ну и деньги вы пока поначалу потребляете. И так действуете довольно долго, пока где-то в какой-то момент у вас наступает генерация выручки, и вы начинаете отбивать эти деньги. К сожалению, вот есть такая вот промежуток жизни любых инновационных компаний, называется «Долина смерти», где 90% компаний, организованных, вначале погибают. К сожалению, ну либо десепируют, растворяются в чем-то другом и так далее. То есть вот 90% блестящих идей, которые генерируют наши блестящие черные, гибнет в этой долине. Так вот, раз нами находится, вот, если посмотреть на всей этой карте институтов развития, мы в начальный период деятельности, мы также брали и стартапы, сейчас все меньше и меньше, сейчас все больше и больше высвещаемся в сторону то, что называется прямые инвестиции. Ну и иногда и залезаем даже на вот поляну, внешнешко-набанка и других институтов развития. Значит, попробую переключить дальше. Таким образом, вот если посмотреть на инвестиционную деятельность СМРОСНАНа, три основных вектора у нас. Венчурные инвестирования примерно, 1,4 часть наших инвестиций, трансфер технологий. Раньше было больше, сейчас из-за известных трудностей все сложнее, ну и расширение производства. Значит, в принципе финансирования, мы не выдаем грант, да, все наши деньги стоят денег для других людей. Мы вносим прямые вклады в уставной капитал компании, которые мы созданы. Мы, в свою очередь, выдаем займы и кредиты для нашей компании. Также обязательным условием для того, чтобы Роснана принвестировала, является наличие третьего лица, кроме заявителя, это соинвестора, который бы разделил знания финансовые, маркетинговые, другие технологические риски и так далее. Ну и мы не собираемся сидеть в компаниях forever. Мы обычно имеем довольно четкую стратегию выхода и планируем ее через 4-6 лет, когда компания встанет на ноги и сможет сама себя кормить. Значит, вот если посмотреть за всю историческую перспективу, то всего в Роснана поступило примерно 2500 заявок. Из них через научно-технический совет, строгий экспертный орган, который у нас имеется, прошло примерно 300 заявок. Профинансировали мы всего лишь 105 заявок. Вот у Сколково финансируется каждая седьмая заявка, у нас, к сожалению, каждая 25-я примерно. Вот, то есть, отбор довольно, скажем так, жесткий, что, конечно, снижает наши риски, но не всегда уберегает от рисков рынка. Ну и к настоящему времени мы успешно вышли полностью из 14 проектов. Таким образом, у Роснана, так сказать, во всей области наноиндустрии имеется 5 приоритетных направлений. Они отличаются от 5 кластеров Сколково, то, что в IT мы не работаем. Но вот основные для нас следующие. Есть наноматериалы, оптика, электроника, медицина и фармацевтика, модификация поверхности, инфективность и зеленые технологии. Есть еще определенный такой подкластер. Прочие, куда входят проекты, которые не вошли в IT5, основными красными, показаны относительное количество проектов, из которых мы вышли. Вот если, так сказать, посмотреть теперь на деньги, которые вложены, как я сказал уже, к настоящему времени мы остались в 91 проекте, из 14 выжили. Из них примерно 40% деньги наши, 60% это деньги внешних соинвесторов. Я считаю, что для нашей страны это является очень хорошим результатом. Правительство все время нас подталкивает 50 на 50 и, в общем, очень многие программы не работают без этого, скажем так, соотношения. И вот Роснану удалось раскрутить эту систему инвесторов, чтобы количество внешних инвестиций было больше количества государственных инвестиций. Значит, за это время Роснана построила 60 новых заводов, фабрик, в крайнем случае, цехов. Даже на самом деле 61, потому что последний пущен в пятницу прошедшую. Ну, видно, что, конечно, центральный федеральный округ для нас довольно значительное место применения инвестиций. Но, тем не менее, нельзя сказать, что мы развиваем наноиндустрию только в пределах Садового кольца. Мы видим наши предприятия там и на Дальнем Востоке, и в Якутии, и везде. Ну, если теперь посмотреть на некоторый пример проектов, которые вот мне помощники подобрали специально, ну, такие полностью, скажем так, российские, без трансфера технологий, те, которые возникли в нашей стране и развивались в нашей стране, это вот слоистый силикат и мастер-батч. Дело в том, что все барьерные вещи, например, современная пищевая упаковка и так далее требуют барьерной упаковки, которая, скажем так, достигается введением полимера с слоистых глин, монт-мариланита и другого. Второе очень важное применение – это антикоррозионные покрытия труб. Россия является крупнейшим строителем газопровода, минифтепровода в мире. И, в общем, принципе, все строительство обеспечивалось собственными ресурсами, трубы наши и так далее, заборная аппаратура наша. Ну, вот антикоррозионные покрытия – последний элемент, который мы импортировали, это компания, скажем так, Бориарис. Ну, вот мы создали такую компанию «Метаклей» в маленьком городке Карача в Брянской области, которая, мы видим по выручке 2014 года, выступила еще до всей программы импорта, скажем так, замещения таким реальным импортозамесительным элементом. Ну, похожая история вот такой компании, как вот «Акрилан». «Акрилан» делает акриловые суспензии, которые используются сейчас как основа всех современных водно-эмульсионных красок. Вот «Акрилан» в городе Владимире поставляет те же акриловые, скажем так, суспензии компании «Тикурила», краску которой тут очень многие так любят. И, в общем, ну, хороший бренд. В принципе, думаем развить бренд «Акрилан», чтобы и краски тоже не только, скажем так, суспензии, но и краски были отечественные. Дальше. Это пример такой вот компании «Спин-офф», которая вышла из института. Люди занимались различной керамикой, твердой керамикой. Ну и, в конце концов, получился спин-офф из одного из научно-сельских институтов, компания «Вериал», которая поставляет керамический инструмент крупнейшим нашим нефтий и горно-добывающим компаниям. Ну и, в общем, стабильно демонстрирует влечение выручки. Ну и, наконец, еще одна интересная история, связанная с тем, что в запуске в России производства, скажем так, мембран и мембранных технологий. До нашего вхождения в капитал и развития этого проекта 99% производимых, вернее, используемых в России мембран были импортные. Сейчас на рынок вышла компания, которая называется скромно так, российские мембраны «Нанотех», которые, ну, в общем, отвоевывает все больше и больше места на нашем отечественном рынке мембран и мембранных технологий. Ну, наконец, проект, из которых мы вышли, несколько примеров. Это вот КАГАЦЭЛ, медицинский препарат антивирусного действия, там, вы, наверное, видели, там, в российской рекламе часто в телевидении показывают и так далее. Ну, вот это пример того, как в 2011 году мы пошли, построили завод в Огнинске и в 2013 году вышли с доходностью в 41%. Для Роснана это тоже уникальный результат. В общем, то, что такое доходность ни один другой проект из 14 пока не демонстрировал. Пример другого класса, пример трансфера технологий, вернее, даже двойного. Есть такой великий русский ученый Валентин Гапонцев, который занимался лазерами и так далее, но в трудные 90-е уехал там за рубеж, построил там компанию IPG, фотоникс и так далее. Ну, и потом мы убедили Валентина Гапонцева вернуться в Россию. Во Фрязино построен крупнейший завод, который сейчас в условиях того, что девальвирован рубль, загружен в три смены и производит мощные оптоволоконные лазеры. Опять же, похожая история, обошли в 2010 году выше, в 2012 и довольно хорошей доходностью. Хотя, конечно, если бы обстоятельства, скажем так, позволяли и мы дожили до этого кризиса, условно, то, конечно, продажи и стоимость завода были бы существенно выше, потому что он очень и очень быстрее по настоящему времени. Ну, значит, несколько слов о фондах. Фонды у нас разные. Так как мы не только прямые инвестиции, но и венчурные, опять же, мы готовим для себя кандидата для будущего инвестирования от Большого Роснана. У нас есть разные фонды. Вот, без интересного скажу, что у нас есть российско-казахский венчурный фонд «Казына». В сравнении других взаимодействий у нас со странами СНГ пока нет, но предлагаю всех активно рассматривать нас как партнера для некоторых интересных проектов. Дальше, значит, чуть-чуть скажу про инфраструктуру. Вы смотрите, у меня осталось 25 секунд, но пару минут добавите мне. Значит, мы, что касается инфраструктуры, мы строим наноцентры, но в нашем понимании наноцентры – это не научные центры, это фабрики по производству стартапов, то есть фабрики, в которых имеется инфраструктура для запуска стартап-деятельности и для производства мелких серий продукта, которые хотят стартапы. Мы также инвестируем в некие центры коммерциализации технологий, пересекаясь тут чуть-чуть со Сколковой с другими институтами развития, где мы считаем нужным ввести такой центр. Ну и технологические инжиниринговые компании, когда есть базовая технология, на основании которой мы пытаемся строить бизнес. Ну, в общем, всего у нас запущены 14 наноцентров и центров коммерциализации технологий. Ну вот сейчас есть еще вектор продвижения на восток, будет центр в Красноярске, решение уже принято, конкурс выигран. Ну, в общем, пока готовится инвест-соглашение. Ну и специализация их центров указана на этом слайде. Очень жаль, что пока мало центров у нас специализируется в медицине и фармацептике. Мы считаем это весьма-весьма перспективным рынком для нашей страны и для нашего экспорта. Значит, пытаюсь переключиться. Вот переключилось. Также наш ФИОК вкладывает в развитие кадрового потенциала. Мы не конкурируем с университетом образования за базовое образование. Мы делаем то, что в советское время называлось переподготовка зимкадров. То есть вот мы делаем программы, которые используются для того, чтобы людей, уже имеющих высшее образование, подготовить для работы на специфическом нашем производстве, со специфическим нашим технологическим оборудованием и так далее. Кроме того, мы довольно много вкладываем в детей. У нас такая школьная лига «Кросснано». Это такой большой форум, где у нас 154 участника и 432 школы-партнера, где детей с 7-го, по-моему, класса уже обучают азам нанотехнологии и так далее, вызывают таким образом интерес к науке. Мы также являемся главными спонсорами интернет-олимпиады нанотехнологии «Прорыва будущего». Она, кстати, открытая, международная для всех. Принимают не только из России заявки со всего мира. Главное – уметь решать задачи. Ну и у нас есть специальная кафедра в физтехе, кафедра технологического предпринимательства, где наши сотрудники проводят основные классы, связанные с обучением технологическому предпринимательству. Я говорил о том, что очень важное значение имеет стимулирование спроса. И так раз нано, как довольно мощный лоббист в этой сфере, мы открываем некоторые рынки, например, мы довольно много сделали для внедрения в России светодиодного освещения. Сейчас много делаем по зеленой энергетике и так далее. Совершенствуем законодательство. В этом плане вы знаете, что в России принята специальная программа по стимулированию зеленой энергетики. Также важное значение, потому что наноиндустрия – это новая индустрия, и стандарты часто либо отсутствуют, либо устаревшие. Мы довольно много работаем по внедрению новых стандартов, в том числе по гармонизации европейских и американских стандартов. Ну и также чуть-чуть работаем в области метрологии, потому что нано измерить очень сложно, требуются весьма точные стандарты. Ну вот, что получилось в настоящем времени, если взять наш главный EBI? А их два. Первое – вот то, что выручка нашей проектной компании в 2015 году еще не закончилась, скажем так, должна быть 300 миллиардов. Вот по итогам трех кварталов, 220, надеемся, этот показатель, что наши проектные компании так выполнят. Ну и второй показатель – это данные по полугодию, выручка всей российской наноиндустрии, на которую мы, конечно, прямо влиять не можем, влияем только косвенно, через меры поддержки инфраструктуры и так далее. Вот 506 миллиардов. Думаем, что мы все-таки поставленные, как говорили раньше, партией и правительством, задачи в 2007 году, все-таки в 2015 году, скажем так, выполнены. Спасибо за ваше внимание. Сергей Владимирович, спасибо. Вопросы мы оставим на окончании сессии. А сейчас я приглашаю Андрея Борисовича Зюзина, управляющего ректора фонда веб-инновации. Пожалуйста, в день. Добрый день. Фонд веб-инновации был создан Нежскановбанком, одним из также заучредителей фонда «Сколпо», который вы наблюдаете вокруг. И название фонда, прошу вас не вспоминать, но оно достаточно емко будет отражаться, но с моего выступления дальше. Фонд «Оператор» программы финансового содействия инновационным проектом фонда «Сколпо». Мы созданы Нежскановбанком как совершенно отдельное подразделение, которое, будете смеяться, даже не попадает под санкции, потому что мы работаем в режиме НКО. Но почему я привел вам такое длинное название? Потому что вы уже видели выступление достаточно большого количества институтов развития, и это еще не все, которые работают на территории Российской Федерации и за ее пределами. И мы, наверное, один из немногих институтов развития, созданных недавно, у которого есть своя достаточно узкая, подчеркиваю, нишевая, специфическая задача, которую мы надеемся и, в общем, по статистике решаем вполне себе успешно. А именно, мы были созданы Нежскановбанком для того, чтобы поддержать инновационные проекты конкретно фонда «Сколково», коих вы уже видели в большом количестве, но у которых есть одно непременное условие, которое вытанно государством и фондом «Сколково», а именно, чтобы был свой инвестор. Казалось бы, возникает очевидный вопрос с вашей стороны, ну как так получается? «Сколково дает грант, приходит государство, опять дает деньги, и в общем и целом экономика замкнулась, государство финансирует государство». На самом деле, я вам сейчас покажу в материалах, что мы как раз созданы для того, чтобы стимулировать приток частных инвестиций не только своим могучим именем, а скорее возможностью снять те риски, которые свойственны компаниям в ранних стадиях развития, когда они приходят и начинают заниматься достаточно рисковой деятельностью, предпринимательской деятельностью. И вот прежде чем выступить, вы знаете, я пытался для себя сформировать некую метафору, как мы себя можем позиционировать в некой модели такого платформенного инфраструктурного строительства, и мы кто в этой модели. Вот я себе представил такую модель, что мы, скорее всего, люди, которые работают на заправочной станции, одновременно работают преподавателями у водителей раннего стадии, которые только сели за руль, но у нас есть возможность влиять на этот автомобиль, нажимать на тормоз, переключать скорость. Вот такая, может быть, смешанная метафора, но перед тем, как начать, я бы с вашего позволения хотел вам вопрос задать. Скажите, пожалуйста, а сидящий в зале кто-нибудь является человеком, носителем опыта создания собственного бизнеса? Если да, то поднимите руку, пожалуйста. Нет, вы знаете, уже нет. Уже нет. Спасибо большое за смелость. Я хочу начать с истории, которая, наверное, для тех, кто представляет себя русскую литературу, является типичным, и задать вопрос, который Чиргерцен задавал всем, вместо введения, может быть, ответить на вопрос, кто виноват. Мы обычно любим искать таких персонажей в российской действительности, и не только, но хотел поделиться с несколькими соображениями, которые, наверное, выглядят следующим образом. Наверняка для вас не является секретом, что переход любой организации от цикла исследований и разработок, будем говорить уже прикладных, войсковых исследований, которые случаются зачастую в университетах, многим из которых, наверное, даже лидирующим таких, как МГУ в России, Питерский университет, у которых фонды целевого капитала, наверное, есть, но объем их не разглашается, их трудно сравнить, например, с Гарвардским, 57 миллиардами, и с Тенфордским, 60 миллиардами. Тем не менее, периток должен существовать тогда, когда возникает некая технологическая интеллектуальная собственность. Подчеркиваю, это всего лишь технологическая часть. И дальше она должна получить некую окраску, связанную с тем, кто кому что соберется лицензировать, каким образом будет выстраиваться взаимодействие крупного бизнеса или потенциальных потребителей того, что было создано, что в конце концов может привести к созданию тех самых компаний инновационных, предпринимателями, возможно, студентами. И здесь, так сказать, история уже и сегодняшняя, современная история расходится в мыслях, хорошо ли, что Билл Гейтс стал недоучкой и получил после того, как сделал такую империю, как Microsoft образование, а господин Цукерберг так и не закончил свой город. Поэтому вопрос заключается в том, что образование само в себе не есть предтеча успешного бизнеса. И вот здесь мы с вами проходим к некой второй точке, когда после технологического трансфера должен появиться некий прототип интеллектуальной собственности, который, по сути, и создаст некие возможности и предпосылки выхода на открытый рынок. И вот как раз наш рой заключается в том, чтобы сотрудничать с теми предпринимателями, которые прошли вот этот первый цикл, и мы сейчас покажем вам, откуда они у нас появляются, только из сроков, скажем так. Но в рамках разработки нашей стратегии, наш основной капитал на момент создания был миллиард рублей, и вот за четыре года я вам сейчас расскажу те успехи, которые нам удалось достичь чуть позже. Но в процессе написания нашей новой стратегии развития мы для себя изучали ряд документов. И вот этот слайд, мне кажется, для вас будет достаточно показательным, он специфичен для России, был создан в свое время специалистами Института анализа высшей школы экономики, который показывает вам, что на сегодняшний день есть проблематика, наверное, она свойственна в том числе и для многих стран СНГ, когда мы говорим, что существует достаточно большой разрыв между понятием индустрии, ее потребностями и теми инновационными разработками, которые стартапы создают, или теми, кто хочет заводиться предпринимательством. Вот если вы посмотрите на этот график, он достаточно ярко отражает подход по индустриям, и вот эта часть, ближайшая ко мне, левая, показывает, какой процент разработок в этих индустриях делается на уровне лучших мировых компаний. А дальше он уже поугасающе идет, и вот в конце уже совсем даже ниже среди российского уровня. Это такой график вполне себе, ну я бы назвал его совсем пессимистичный, смотрите, мы неплохо смотримся в химии, где его проработки, но что вызывает реально самую большую озабоченность и сложность заключается в том, что абсолютно пассивное число компаний, 44%, у которых нет ни новых продуктов, ни технологий, ни затрат на НИОКР, и для тех из вас, кто в статистику не сильно погружался, хочу сказать, что по сути мы являемся самым большим, как Россия, страной-лидером в мире по финансированию научно-исследовательских разработок со стороны государства. Во всех других странах, особенно в развитых странах, государство финансирует меньше 30% всех траток, а все остальное финансируется частным капиталом. Ну и в глобальной разработке у нас всего лишь 3% компаний, которые пытаются стать глобальным инновационным лидером. Но это первая проблема, а вот вторая, когда мы столкнулись в разработке стратегии, чтобы было наглядно понятно, к чему мы сегодня пришли. У нас есть с вами фундаментальные исследования прикладные, которые из бюджета ли за счет грантов зарубежных или фондов зарубежных финансируются, и дальше получается очень забавная ситуация, когда из России то, что было создано в качестве интеллектуальной собственности, переходит в зарубеж, где происходит создание образца, возникает ее коммерциализация, и дальше мы являемся с вами бенефициарами прекрасных инновационных продуктов, тех телефонов, которыми пользуются, часов, всех остальных вещей, за которые мы платим деньги. Таким образом интеллектуальная рента покидает территорию государства, на котором она была создана. Возникает вопрос, что с этим можно сделать, и я вам привел пример, например, небезызвестной компании Apple, у которой цепочка выглядит немножко совсем по-другому, где разработка и дизайн продуктов происходит в Америке, в соусинг того, чем они это наполняют, происходит за пределами США и в Китае, вообще отдельно вы видите, у наполняют в разыгры между Азией и Европе, производство полностью в Китае, здорово, никакой интеллектуальной собственности это не создает, а дальше вот распределение, дистрибуция, все происходят в разных географических зонах. К чему все это приведено? Для того, чтобы дальше ответить на вопрос, что делать. Ну все здорово, мы можем с вами достаточно много говорить о недостатках. Дальше возникают вопросы, вы частично получаете ответ со стороны институтов развития, со стороны фонда Сколково, поскольку экосистема это не некая призрачная химера, которую все любят использовать, а это достаточно внятный механизм, который должен все части заставить работать вместе. И вот эта часть, она, к сожалению, не очень легко поддается реализации, и вот мы попытались в своей деятельности заполнить тот самый провал, о котором мы сейчас с вами наблюдали, когда инновации делаются не у нас. И я не буду долго останавливаться на наших задачах, для чего и как были созданы. У нас есть масса партнеров, я по совместительству являюсь представителем правления клуба директоров по науке инновациям, который представляет инновационные подразделения тех самых крупных компаний, потенциальных потребителей инноваций. У нас есть масса задач, которые мы решаем. И дальше вот у нас есть достаточно внятная, понятная логика, в которой мы следуем. У нас есть понятие предпринимательного этапа при общении с предпринимателями, у нас есть понятие инвестиционного этапа. И, как вы знаете, в предпринимательстве самая главная задача – это не только выдать деньги, но выдать деньги вовремя, желательно быстрее, потому что любой стартап, который работает на конкурентном рынке, ценится своей скоростью движения, а не своими гигантскими планами, которые еще никто не видел в жизни. Поэтому вот наш типичный процесс. И на сегодняшний день мы, когда адвизировали вместе с фондом Сколкова целесообразность поддержки тех или иных компаний из пяти кластеров, которые мы тоже поддерживаем, мы говорили, отвечали себе на вопрос. Ну вот скажите, у нас есть дефицит, например, сегодня средств для поддержки компаний из сектора IT? Ответ был утвердительный, что такого дефицита нет. У нас достаточно большое количество инвестиций в Российской Федерации, подавляющее большинство, больше 70 или даже почти 80 процентов, происходит в компании, так или иначе связанной с IT и с интернетом. Поэтому мы для себя выставили задачу, что если мы софинансируем гранты фонда Сколкова в классе, например, IT, то мы на себя берем задачу инвестировать не более 50 процентов тех средств, которые требуются со стороны частного инвестора. Это означает, что мы должны еще кого-то привлечь, чтобы он дал с нами еще недостающую сумму в половине. То есть в логике математической 50 процентов дает Сколкова, 25 мы, 25 еще один инвестор, которого мы тоже должны вместе с предпринимателем привлечь. И дальше вы смотрите по нарастающей, наиболее сложными, но трудными для привлечения частных инвестиций являются кластеры медицинские, компьютеры экономических технологий, ядерных технологий и так далее. Дальше, если мы посмотрим с вами на логику нашего взаимодействия, мы имеем некую специфику. Эта специфика заключается в том, что на сегодняшний день мы являемся практически единственным фондом в России, за редкими исключениями, которые системно предоставляет предпринимателям займа. Такая организация в мире существует одна, называется Silicon Valley Bank, она дает займы предпринимателям. По сути, мы не берем ни пучки в залог у предпринимателей, ни квартиры, ни машины, мы берем у них долю тех инновационных компаний, которые они выставляют в качестве получателя этого финансирования. Поэтому у нас сегодняшний день уже есть 4 успешных возврата финансирования, которые мы предоставили предпринимателям в форме займов, и у нас есть один успешный выход, подчеркиваю, за 4 года работы, из капитала компании, которая была профинансирована, это резидент фон Исколкова. Из того, что я вам рассказал, у нас 20 компаний в портфеле, мы инвестировали больше 632 миллионов рублей в двух формах, акционерное и заемное финансирование, и вот так компании наши распределяются, вы видите, что не зря, но все равно наша потребность привести туда достаточно большое количество частного капитала в IT-сектор, он не страдает от отсутствия инвесторов, и мы финансируем компании наибольшее количество сделок, что именно в секторе IT-технологии. Ну и так или иначе другие энергоэффективные технологии. Космос, мы являемся инвестором достаточно большого количества компаний, о которых я тоже вам сейчас скажу. Это наш партнер, у нас есть сделки софинансированные и с Рослана, и с международными фондами, Intel Capital был одним из инвесторов нашей портфельной компании. Мы участвуем в массе конкурсов, помогая компаниям обучать, подчеркиваю, я вам начал говорить о том, что мы являемся специализированным институтом развития, мы занимаемся финансированием и поддержкой финансовой компании. Мы не даем грантов, мы вкладываем деньги, которые мы хотим вернуть. Мы не претендуем на большую норму доходности, как традиционные венчурные фонды западные, но мы хотели бы деньги к себе вернуть, и поэтому мы помогаем компаниям быть теми самыми опытными водителями, которые еще только учатся водить. Это список наших компаний, которые мы по кластерам разделили для вас. Здесь можно упомянуть те компании, о которых Екатерина говорила. Debit Advance находится в нашем портфеле, компания RFD, очень известная уже на международном рынке. Есть компания Enso, которая также является достаточно активным предпринимательским развитием. Есть Tauri Airspace, которая запускает наши новые спутники и спутниковые группировки. И что было бы интересно для вас, наверное, увидеть, это компания ядерного и биомедицинского кластера, как раз Gimacor мы совместировали вместе с Роснадо. Я вам приведу несколько примеров. Вот четыре компании, которые находятся в нашем портфеле, это компании, которые получили инвестиции, где в коллективе разработчиков, в коллективе идеологов этих компаний находятся люди с выходцами из Российской Академии наук, которые, по сути, являются идеологами создания тех компаний, той логики, в которой эти компании развиваются. Кроме этого, существует достаточно большой список организаций из наших портфельных компаний, которые так или иначе, если не связаны с Академией наук, то связаны с научными учреждениями, с исследовательскими организациями, на базе которых, собственно говоря, они и появились. Не буду дальше занимать эфир. Не знаю, время остановилось для меня или эфир уже после. Вы идеально уложились. Да. Будут вопросы, я сразу себе отвечу. Спасибо вам большое. Да, Андрей, спасибо большое. Я приглашаю Сергея Монтанова по развитию трансферной технологии компании РВК. Добрый день. Можно презентацию. Ладно, я начну пока. Зовут меня Сергей Монтанов, российская вечерная компания. Мы достаточно много чем занимаемся, как и любой из институтов развития. И о чем же сегодня все-таки хочется вам рассказать. В первую очередь, что такое РВК и зачем оно. Ключевой проект, который мы считаем полезным для ученых, которые есть, в первую очередь, для молодых ученых, но и, в принципе, для любых научных проектов, которые существуют не только в России, но и в странах СНГ и за рубежом. Некоторые образовательные проекты и, собственно, правонациональную технологическую инициативу. В целом, в первую очередь, РВК – это институт развития, как и те, которые уже сегодня выступали перед вами. Есть еще несколько, которых не выступали, но только как фонд развития промышленности, так и, в принципе, основные, ключевые сегодня уже были. Мы делаем достаточно много программ. И, кроме этого, мы занимаемся, естественно, инвестируем, как и любой институт развития. У нас есть свои фонды, в которые мы проинвестировали, есть региональные венчурные фонды, в которых наши венчурные партнеры. Портфель у нас 180 компаний. И основные приоритеты, понятно, что они связаны с… на текущий момент были обозначены как в области живых систем, в области нано-материалов, информационных технологий, энергетики, транспорт, безопасность. Но в этом году у нас произошло некоторые изменения, в которых, в принципе, в конце обозначу. Как институт развития у нас есть еще несколько программ основных, которых мы ведем. Ключевая, наверное, для вас это по развитию инновационной экосистемы и, собственно, связанная с популяризацией научно-технической деятельности, которую мы ведем не только на территории России, но и выходим вовне, активно продвигаем за рубежом те разработки, которые есть, которые были сделаны нашими портфельными компаниями, помогаем их экспорту и так далее. И вот как раз один из ключевых проектов, который мы ведем, это Generation S, это конкурс изначально акселерационный. Начинался он просто как федеральный конкурс, постепенно он вырос до международного формата. В этом году принимали участие не только представители России в нем, но и Белоруссии, Казахстана и Армении. Есть еще несколько заявок, которые, то есть у нас в этих трех странах СНГ есть партнеры, которые выступают, помогают нам искать те проекты, которые есть, которые заинтересованы участвовать в этом конкурсе. И еще были несколько заявок из других стран СНГ, но их не так многочисленные, потому что там нет на текущий момент партнеров. Если вы знаете тех заинтересованных лиц, которые могут быть таковыми, готовы пообщаться после окончания этой сессии. В чем же, собственно, сам конкурс состоит и как он проходил? Он на текущий момент еще идет, то есть этап не закончился. Проходил сначала набор большой проектов, после этого была некая предэксилляционная программа, она была в заочном формате, дистанционно обучались проекты, готовились к экспертизе, потом, собственно, произошла экспертиза. Сейчас запущен этап по аксилляционным программам уже направленным корпоративным. Каждый из треков, который здесь представлен, выбрал для себя 10 проектов, которые сейчас проходят обучение. Допустим, буквально вчера открылся оксилляционная программа по биомедтеку в Томске. И мы планируем, что к 24 ноября лучшие из проектов соберутся в Москве для того, чтобы эксперты, инвесторы определили трех победителей. Если у вас есть заинтересованность принять участие в этом мероприятии, в принципе, в будущем году самим податься, то вот есть сайт generation-startup.ru. Это ключевой сайт, на котором есть информация по этому конкурсу, есть возможность попасть на это мероприятие, посмотреть, как это вживую происходит. Самое главное, что в этом году призовой фонд вырос в несколько раз по сравнению с предыдущими годами, составил 160 миллионов рублей. Из них примерно, по-моему, 70 дается со стороны фонда Борника, который сегодня уже выступал Сергей Геннадьевич. Он дается, в принципе, тем, даже кто прошел просто финальную часть, аксилляционную программу, они получат те старты, о которых сегодня говорил Сергей Геннадьевич. И, собственно, есть возможность представить свои проекты перед инвесторами, получить реальные инвестиции за счет тех корпоративных партнеров, которые у нас будут в рамках этого финала. Еще одно из направлений, которое вам может быть интересно, это региональные сессии проектного консалтинга, которые проходят также не только на территории России, в основном изначально зарождались они в 2008 году как помощь регионам для того, понимая, что на их территории нет сильных команд, которые могли бы проводить консалтинговые мероприятия для проектов и помогать им дорабатывать свои проекты. И на текущий момент этот проект вырос немножко дальше. В этом году уже принимали участие, то есть были в Ереване, Астане и Минске, проходили тоже такие мероприятия. Соответственно, это трехдневные сессии, на которых можно получить консультацию, можно понять, каким образом, опять же, встраиваться в ключевые институты развития, ресурсы, которые есть на территории России, которых вы сегодня уже услышали. И как доработать свой проект до того уровня, чтобы можно было его представить инвесторам. Вот есть контакты и, собственно, Екатерина Петрова, и в принципе, это тот человек, который может вам быть полезен именно и по Generation S и по РСПК для того, чтобы понять, как лучше взаимодействовать. Есть несколько образовательных программ, которыми мы готовы делиться. Мы разработали в прошедшие годы, и все связаны они, так или иначе, с технологическим предпринимательством, с трансформом технологии, с технологическим брокерством, с инновационной экономикой. И, собственно, если есть заинтересованность у вас получить эти образовательные программы и их внедрять, то мы также готовы ими делиться. Обращайтесь, это будет достаточно полезно всем. Есть пример, как сегодня вы уже говорили про Росана, есть у нас тоже кафедра в МФТИ. Ключевое отличие состоит в том, что мы изначально готовим тех людей, которые бы работали в самой системе как венчурной индустрии, так и, собственно, по работе с проектами, так и являлись технологическими брокерами фактически. Ребята получают, кроме того, что образование здесь от ведущих экспертов, такие проходники стажировки буквально неделю назад мы ездили с ребятами в Сингапур, и там они смотрели, как работает та инновационная экосистема. В этом году на 15 мест заявок, по-моему, было больше 100, на 15 мест бюджетных было больше 100 заявок от студентов. Есть еще, соответственно, школы по технологическому брокерству, они проходят примерно раз в полгода. Начали мы эту тему несколько лет назад с Питерским ЭТМО и Европейским университетом в Санкт-Петербурге, и на текущий момент решили переместиться в Москву впервые, пройдет школа по технопрокерству в Москве 20-22 ноября. Если есть интересованность принять участие представителям ваших организаций в ней, тоже обращайтесь, это мои контакты, они будут еще в конце на слайде. Готов посмотреть, как сделать так, чтобы вы смогли принять участие. И вот последний практически слайд, связанный он с тем, что в этом году у нас появилось ключевое направление развития национальной технологической инициативы. Кто-нибудь слышал о ней что-нибудь? Окей, два человека. Соответственно, это направление означает то, что к 2035 году в России мы хотим сделать так, чтобы появились абсолютно новые рынки. Буквально вчера мы собирались с институтами ФОНО и теми рабочими группами, которые есть в рамках национальной технологической инициативы. Как раз, чтобы понять, каким образом ученые могут устраиваться в разработку будущих рынков, в проектирование, планирование, каким образом они могут своими технологиями, своими умами и мозгами включиться в эти процессы. Есть на текущий момент выбрано несколько ключевых рынков. Они представлены здесь на слайде. Есть несколько ключевых технологий, которые мы рассматриваем, что они кросс-рыночные и они, в принципе, нужны для всех практически из этих рынков. И это, да, соответственно, мы зачитаем, чтобы было понятнее. EnergyNet – это все, что связано с распределенными сетями энергетики, персональной энергетикой в том числе. FoodNet – это, соответственно, все, что связано с распределенными сетями производства продуктов питания и доставки наиболее быстрые до потребителя. SafeNet – это все, что связано с персональной безопасностью. HealthNet – это все, что понятно, все, что связано со здоровьем и персональным здоровьем. AirNet, Marinet и AutoNet – это беспилотные системы управления транспортными средствами на, соответственно, на море, на наземном транспорте и в воздухе. FinNet – это все, что связано с блокчейн-технологиями и биткоинами, создание распределенной системы финансовых рынков и так далее. И нейронет – это, собственно, объединение многих элементов через связь мозга, компьютера и, собственно, построение искусственного интеллекта и многое другое. Это все как раз связано с тем, что мы планируем, что как раз в этих направлениях у России есть возможность создать к 35-му году собственные рынки. Эти рынки выбирались, исходя из нескольких приоритетов, в первую очередь связаны с тем, что на текущий момент в мире нет ни единого стандарта по этим направлениям, нет ключевых лидеров по этим направлениям, нет сформированного собственно рынка, нет, есть возможности для прорыва, есть возможность для того, чтобы Россия заявила о себе, сделала свои стандарты и потом, собственно, на мировом рынке смогла снять достаточно большую долю и включиться в этот процесс мы предлагаем всем. Совместно мы работаем в этом направлении и с открытым университетом Сколково, да, вот как то, что мероприятие было вчера, соответственно, с ФАНО, с Минобранауки, с агентством стратегических инициатив, с остальными сутками развития. Это достаточно такой объемный процесс и есть более подробная информация на сайте АСИ. Пожалуйста, заходите, записывайтесь, там есть сайт еще лидер IT, там есть переход с сайта АСИ, в рамках которого есть много мероприятий, которые происходят по этой тематике и вы можете быть участниками этого процесса. Ну и, собственно, мои контакты, спасибо. Если будут вопросы, я готов так, что вы видите. Сергей, спасибо. По поводу вопросов, коллеги, предлагаю следующий вариант. Мы сейчас спускаемся на первый этаж, там нас ждет кофе-брейк, все спикеры с нами и можно подойти к каждому спикеру, кому интересно, сколько, у кого, как, кому, как, у нас надо и так далее. Кроме Сергея Геннадьевича Пеликова, его нет, но вопросы на него можно через меня передавать, он попросил. И мы в один, в 12-15 встречаемся здесь, продолжая нашу конференцию. На три этаж можно спуститься либо на лифте, либо по лестнице. по лестнице. Да, да не то, SendAP. Не я по-море No Продолжение следует... 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 Все остальное, в чем они не являются лучшими в мире экспертами, такие вещи, как бухгалтерские вопросы, юридические, кадровые, визовые сервисы, технологические сервисы, защита интеллектуальной собственности, почтовые сервисы. Все это, на что не стоит тратить время исследователю, мы либо сами самостоятельно, либо с помощью аккредитованных партнеров, и по каждому сервису у нас таких партнеров несколько, с удовольствием предоставляем для наших стартапов. Нет, но все это ниже рынка, все это отобранные, аккредитованные по конкурсу, за их качество мы следим, в случае чего безжалостно расторгаем с ними все отношения. И, в общем, стараемся делать свою работу хорошо, хотя пока, наверное, не все блестяще получается. Сейчас, ну то есть, часть из этих сервисов уже расположена здесь, на территории инновационного центра, сейчас предоставляется еще раз аккредитованными партнерами за пределами. То есть тут нет пока офиса бухгалтерских компаний или юридических компаний, тут для стартапа пока места мало, честно говоря. Второе, что мы делаем, у нас есть консультационный центр. На любом этапе нашего с вами сотрудничества, даже когда вы еще являетесь соискателем, то есть не являетесь участником проекта Сколково, наша задача помочь вам заполнить правильную заявку на сайт, ответить на все ваши возникающие вопросы, рассказать, как перезаполнить заявку, как заполнить документы на выдачу гранта или мини-гранта. И это то, чем занимается одно из наших подразделений, консультационный центр, отвечая на несколько тысяч консультаций в месяц. Кроме того, они являются интерфейсом по коммуникациям в большой части между соискателями, между стартапами и фондом Сколково. То есть люди обращаются с вопросами к ним, и дальше эти вопросы уходят в фонд Сколково. И наоборот, они занимаются распространением всех рассылок, опросов среди участников проекта, так, чтобы мы не спамили нашим участникам сотни писем в день. Кроме того, они приглашают вас на мероприятия, как онлайн, так и оффлайн. Вторая важная часть, еще более важная часть, это наши центры коллективного пользования. Об этом вообще можно рассказывать очень долго, и я так понимаю, что вы как раз та аудитория, в которой нужно это делать. Но, к сожалению, мы на ограниченном времени. О чем идет речь? Какой бы из пяти наших областей вы не вели свои исследования и разработки, будь то информационные технологии, биомедицинские или космические, может быть, ядерно-промышленные технологии или сельскохозяйственные, какой бы из этих пяти областей вы не вели свои исследования, скорее всего, у нас в технопарке через год будет то, что вам нужно для проведения этих исследований. Не будет вивария, но это не так безопасно в офисном здании, не будет сектра фазотрона, да, и адронный коллайдер останется на своем месте, но все остальное, скорее всего, будет у нас в наличии, также по льготным тарифам, также специально отобранными нами, в соответствии с пожеланиями наших участников, с опросами мировых экспертов, лабораториями. Сейчас немножко поподробнее. Вот основные наши направления исследований, это прототипирование, это метрологические исследования, включая микроанализ, материаловедение, квантовую оптику, нефтехимию, оргсинтез, испытательный центр, биомедицинские услуги. Все это в те направления, в которых будут оказывать сервисы, именно сервисы нашей лаборатории. У нас есть два подхода. Первое. 23 лаборатории будут внутри технопарка, и внешних ЦКП, на сегодня их более 30. Мы их агрессивовали еще до того, что технопарк будет построен, для того, чтобы уже сейчас участники проекта Осколкова могли пользоваться этими сервисами на льготных условиях. Со временем часть из них также переедет к нам внутренний большой технопарк. Почему большой? Потому что я уже сказал, что это еще офисный центр, это такой маленький технопарк. Мы за этим строго следим. 22 критерия, по которым мы проводим аккредитацию. И вот здесь среди нас есть человек, Денис Никитин, который руководит всей ониогранной инфраструктурой технопарка Осколкова. Он сможет лучше ответить на вопросы в этой части. Итак, 6 из них это междисциплинарные, то есть они касаются всех кластеров. 6 из них это индустриальные и 11 профильные, ориентированные на конкретные кластеры. Вот перечень этих лабораторий. Кластерных, индустриальных и междисциплинарных. Презентация, я уверен, будет вам доступна и после нашей с вами встречи. Я не думаю, что есть смысл зачитывать, но поверьте, перечень достаточно скетового вещей. Как мы еще можем вам помочь в этом во всем? Мы недавно приняли новую грантовую программу, и это достаточно быстрое по сравнению с долгой грантовой программой, которая занимает до 6 месяцев. Система финансовой поддержки на нашем ЦКП, на нашей лаборатории, на защиту интеллектуальной собственности, на испытания, на участие в конференциях безвозмездно, безвозвратно. Вы можете оформить заявку на грант, и в случае ее прохождения, вероятность этого довольно высока, вы можете потратить эти деньги внутри нашей экосистемы, на блоги по защите интеллектуальной собственности, или на прототипирование, испытания, а также участие в выставках и конференциях, что тоже, говоря, способствует продвижению на рынке. Иногда эти деньги приходят на счет участника, иногда эти деньги сразу напрямую приходят, как ваучер, на счет подрядчика, исполнителя, но тем не менее вы получаете это безвозмездно. И еще одно, чем Технопарк может быть вам полезен, это, ну, так, нет, наверное, с этого начать. Кроме того, Технопарк отвечает за наше roadshow, это стартап-тур, вы, наверное, знаете об этом мероприятии. В этом году он снова будет проходить, вернее, в следующем году он снова будет проходить, в этом году он проходил в 12 городах страны, а также в Белоруссии и в Казахстане. Это мероприятие, на котором мы выступаем с пропагандой технологического предпринимательства, мы рассказываем о возможности фонда Сколково с выезда на место, с приглашением экспертов, менторов, венчурных инвесторов, бизнес-ангелов, а также наших сотрудников. Вот в начале февраля мы стартуем очередной наш roadshow. Этим тоже занимается Технопарк, поскольку мы тот самый интерфейс, мы коммуникатор между экосистемой, повторюсь, и сообществом, будь то уже участники проекта или будущие участники соискателя. И еще мы организаторы такого мероприятия, всегда несколько стартап-вилледж. Это самая грандиозная в Восточной Европе на сегодня инновационная тусовка, такой goodstock. Кто-нибудь бывал о нем когда-нибудь? Вот я бывал. Два человека, три человека, четыре. Хорошо, приглашаю вас в следующем году, 2-3 июня, сюда к Насколково. Очень весело, очень полезно, продуктивно, два дня. Собирается до 12 тысяч человек, вот в этом году было тысячи из них, это иностранцы. Это бизнес-ангелы, это эксперты, это венчурные фонды, опять же, технологические предприниматели, либо стартапы, которые приезжают сюда, и они заинтересованы в выходе на российские рынки. Кстати, о международном сотрудничестве. Так вышло, что у нас есть партнерская сеть, мы входим в ассоциацию технопарков мира, есть самая крупная в мире ассоциация технопарков, там так и называется, Международная ассоциация научных и технологических парков. И мы из 400 членов дружим примерно сотни, то есть плотно дружим, общаемся, у нас есть соглашение сотрудничества, мы ездим друг с другом в гости, мы обмениваемся стартапами. И технопарк, в принципе, это хорошая точка для доступа к рынку местному, либо к инновационному, либо к научному сообществу в нашем случае. Мы уже имеем примеры, когда в результате этого сотрудничества сотни миллионов долларов привлекаются в инфраструктуру, здесь будут два китайских технопарка, и сотни миллионов долларов привлекаются в наши стартапы, по крайней мере, подписаны на соглашение, одно из них было совсем недавно с компанией Даурия на 70 миллионов долларов. Это тоже результат нашего сотрудничества с технопарками Китая. Это не случайно, но мы дружим также с технопарками из Латинской Америки, Северной Америки, Европы, даже Африки. И если в какой-то перспективе вы будете заинтересованы в выходе на рынки этих стран, то технопарк – хорошая точка входа на этот рынок. Равно как и наоборот. Их стартапы заходят через нас, через Сколково, на российские рынки. Мы называем это программой софт-лендинга, и здесь есть человек, который за это отвечает. Мелина. Кроме того, она также отвечает за сотрудничество с международными технопарками. И в следующем году мы будем проводить здесь грандиозные мероприятия. Это конференция этой самой ассоциации, ежегодная. Каждый год она меняет свое место. В следующем году она будет проходить благодаря нашей слаженной, вместе с коллегами из МГУ и правительства Москвы, работе. Здесь у нас в Сколково и в центре Москвы, в ЦМТ. Но это самое большое, что есть в отрасли. Съезд всех эндокринологов мира для всех эндокринологов. Как чемпионат мира по футболу или олимпиаду, если хотите. И мы вас тоже на него приглашаем. Станьте как участниками, гостями этого мероприятия. Будет очень приятно. Полторы тысячи человек сюда приедут со всего мира с выступлениями и докладами. Так, и приглашаем вас стать спикерами на этом мероприятии. Можно до 4 ноября на этом сайте заполнить тезисы для выступления. Чуть позже прислать само выступление. Оно пройдет в конкурсный отбор. И в этом случае вы попадете, я надеюсь, в число спикеров. Я уверен, вам есть, что рассказать нашему международному сообществу технопарков. Также приедут кенчерные инвесторы, также приедут ангелы, также приедут стартапы. Так вот, в двух словах я постарался вам рассказать о том, чем мы занимаемся, чем мы можем быть вам полезны с точки зрения как исследований, так и с точки зрения последующей коммерциализации. Вот здесь вот есть пачка моих визиток. Я положу их, пожалуй, сюда, что ли. Вот, можете их взять. Если кому не хватит, ищите меня в Фейсбуке. Если вам удобно, или пишите на любой сколковский адрес электронной почты, мне перешли. Если вам больше нравится взять визитки Дениса, Никитина или Мелины, тогда, я думаю, что и они поделятся своими визитками с удовольствием. У нас есть еще немного времени, чтобы ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, коллеги. Если есть вопросы, как раз у нас 5-10 минут. Либо к Ренату, либо к Денису по центру коллективного пользования. Более подробно. Хотите ли вы узнать, что да? В чем вы его хотите посчитать? В продукции, демонционных продуктов, нерывание, терапевтик. Ну, технопарк, он же не сам по себе. Мы часть фонда «Сколково». Просто мы отдельные... Но наши компании, участники проекта «Сколково» в прошлом году показали выручку, если я не ошибаюсь, около 30 миллиардов рублей. А годом ранее это было 13 миллиардов рублей. В этом году пока данных еще нет, но я уверен, что эта цифра уже будет больше. Это только по выручке. Для того, чтобы весь проект «Сколково» существует 5 лет, вот нам исполнилось только недавно, в принципе, наверное, это не так плохо. В проектах наших компаний, участников работы 13 тысяч человек. И это рабочие места, оставшиеся здесь, в России, если хотите. Я не помню точно сумму привлеченных инвестиций, но это тоже миллиарды рублей. Причем частных инвестиций сегодня привлечено больше. К нами будет иногрантов. А сколько у нас, сколько осталось у нас будет? Ну, ежегодно, ну, по-прежнему, количество наших стартапов растет и уверенно растет. На сегодня у нас около 1200 компаний, участников проекта «Сколково». Повторюсь, только 100 из них физически расположено у нас здесь на территории на фонт-центре, потому что больше пока некуда селить. Но каждый год количество увеличивается примерно на 150-200. И с учетом того, что 100 выбывает. Какая-то такая динамика. И, наверное, вряд ли нам нужно сильно больше компаний. Вот сейчас, в этом периоде. Нам нужно больше хороших компаний. Поэтому какие-то будут убывать, какие-то будут прибывать. Но в районе полутора тысяч мы в ближайшие пару лет, я думаю, что будем держаться. Да? Скажите, все ли эти компании возникли после появления проекта «Сколково»? Или есть ли они на банке, которые уже работали, но просто будут выяснить, чтобы он ставлялся в большинстве? Есть и те, кто благодаря «Сколково» стал работать в пользу, но я думаю, да. Не знаю, благодаря или вопреки. Конечно, многие компании существовали до того, как они стали участниками проекта «Сколково». То есть то, что Вы говорите, это выручка резидентов, собственно. Резидент – это тот, кто в нашей терминологии физически находится здесь. Участник – это тот, кто получил статус участника в соответствии с федеральным законом 244. Но вообще, прежде чем стать участником проекта «Сколково», нужно зарегистрировать его лицо, если его нет, строго говоря. Я думаю, что лучше всего, вот как раз такие примеры, как в «Даурии» говорят о нашем вкладе в их развитии. Вот была «Даурия», и она занималась исследованиями, став участником проекта «Сколково», она запустила спутники частные вверх. А переехав сюда, через какое-то время, поскольку мы с ними в одной столовой обедаем, вокруг одного пруда ходим и общаемся, благодаря этому, в немалой степени благодаря этому, хотя, конечно, не только благодаря этому, они получили 70 миллионов долларов инвестиций, я считаю, это успех. И нацелились на IPO в Гонконге. И таких примеров у нас есть, ну, точно больше сотни. Коллеги, еще вопросы? Спасибо. Тогда презентацию мы загрузим на сайт со всеми ссылками. Вы еще раз можете ознакомиться. Ренат, спасибо за выступление. Спасибо большое. Да, мы продолжаем. Я приглашаю... Спасибо. Я приглашаю на сцену Антона Пушкова, управляющего партнера Центра интеллектуальной собственности «Сколково», который расскажет про вопрос патентования и гоменциализации объектов интеллектуальной собственности. Спасибо большое, Андрей. Спасибо, Ренат. Всем здравствуйте. Ну, вы поняли, да, нужно проверить в нашу столовую и никакой пруда пару раз обойти, и 7 миллионов долларов у вас в кармане. Вот такой у нас секретный пруд. Ну, а если в шутке в сторону, давайте мы поговорим сейчас об интеллектуальной собственности и о ее коммерциализации. Понятно, что когда мы говорим про стартапы, и стартапы, я имею в виду, в том числе, малоинновационные предприятия, МИПы, создавая в институтах, и мы активно, активно призываем всех, пожалуйста, мы верим в то, что ваши институты, именно ваши вузы, ваши научные организации, это колыбели разработок, которые должны становиться стартапами и приходить к нам. Так вот, когда мы говорим о коммерциализации, мне хотелось вам привести некоторые примеры. То есть рассказать, что действительно проект Сколково живет не только на бумаге, но и наши участники, наши стартапы зарабатывают. Про дорогу Иван Ренат уже рассказал, а я вам сейчас расскажу вот несколько примеров успешных сделок. Наш центр интеллектуальной собственности состоит из двух практик. Первая практика – это патентная. Это патентование, оформление отношений, извините, оформление прав в России за рубежом, но создаваемые нашими стандартами результаты интеллектуальной деятельности. Мы сегодня с вами будем разбираться, что такое интеллектуальная собственность для молодых ученых. Вот я вам сегодня буду рассказывать, что это такое. А вторая наша практика – это наши юристы. И юристы у нас сопровождают сделки, в том числе сделки по лицензированию прав. И вот одна из сделок – это была компания «Антелнефтихобраз», они технологии обратных задач, они до сих пор у нас в периметре Сколково. Ребята придумали технологию в отношении трудноизвлекаемых запасов нефти. И она была очень актуальна, у них была встреча с корпорацией «Шелл». Корпорация «Шелл» не любит покупать проекты, у них очень серьезный неокр центр свой собственный внутренний. И они сказали, мы эту технологию сделаем сами. И не смогли. И в итоге ребята из тех образа из «Антелнефти» появились у нас в офисе в Сколково, пришли к нашим юристам вот с такими огромными глазами и с контрактом по голландскому праву на английском языке на 159 страниц. Если мы вообще не понимаем, что происходит, они хотят инцидировать наши разработки и патенты, и эту сделку мы сопровождали и успешно сопровождали. Только первая выплата была 2 миллиона евро. Двигаемся дальше. Следующая сделка – это труп «Метпром», «СМС Мэйер». Вот у нас левый представитель компании «Труп Метпром» из Челябинска. Эти ребята придумали технологию промышленной очистки труб. Оказывается, очистка труб при производстве трубопроката – это такая серьезная проблема. И вот, когда они показали немцам «СМС Мэйер» очень серьезный немецкий концерн свою технологию, на которой в том числе, конечно, получены патенты, и в первом случае, во втором были патенты, и мы говорим о лицензии на патенты, немецкий концерн заинтересовался и профинансировал дальнейшую разработку с тем, чтобы в дальнейшем получить лицензию на дистрибьюцию. Здесь я не могу раскрывать сумму сделки, но поверьте мне, что там очень-очень много – сотен тысяч евро. Следующий пример – это также связан с интеллектуальной собственностью. Это компания «Паноликс». Первое вложение было 50 тысяч долларов. Сейчас по текущему курсу 30 миллионов рублей. Запатентованная технология, связанная с фотосъемкой и видеосъемкой внутри помещения. Да, эти ребята придумали уникальную камеру, в камеру вставляются камеры GoPro, и если кто-то из вас когда-то пользовался Airbnb, это такой веб-сайт, на котором вы можете арендовать квартиры, дома, помещения по всему миру, вы знаете, что фотографии внутренние, они всегда с небольшим искажением. Вот Алексей Почкаров, вот он слева, а справа – это очень известный бизнес-ангел. Они вот заключили такое соглашение здесь. Вот мы стояли прямо здесь, мы подписали соглашение, и первое было 30 миллионов рублей, 50 тысяч долларов. Но сейчас эта сумма уже устроилась. К чему я все это веду? К тому, что вы, создавая ваши липы, должны думать о коммерциализации. К сожалению, когда институты патентуют, зачастую такие патентные заявки и такие патенты делаются для того, чтобы отчитаться в рамках госконтрактов. Ребята, мы так делать не будем. У нас в нашем центре работает более 40 человек, 2-3 из них патентные поверенные, поэтому, когда вы приходите к нам, мы с вами должны определиться, что вы хотите, какая у вас бизнес-модель, на какие рынки мы с вами пойдем, будем мы с вами патентовать или будем мы охранять все в режиме ноу-хау, такой формат также возможен. Ну вот мы сегодня с вами поговорим про виды объектов интеллектуальной собственности, какая между ними разница. И для вас, как для молодых ученых, и может быть не очень молодых, я попытаюсь вам структурно донести эту информацию, чтобы вы, когда возвратились в ваши институты, подошли к вашим ректорам по инновациям, а может ректора по инновациям, руководители этих подразделений уже сегодня здесь в этом зале, и сказали бы, я хочу создать малоинновационные предприятия, я хочу, чтобы мой институт запатентовал эту технологию, передал права на ее практическую реализацию и коммерциализацию в этот МИИ. А МИИ попал бы в Сколково. Кстати говоря, у нас достаточно большого количества среди участников Сколково малых инновационных предприятий, МИИПов. Сейчас вам точную цифру не скажу, сейчас как раз мы делаем аудиторию, смотрим их, считают. Но я думаю, точно не меньше 10-15% от итогового количества наших участников. Значит, давайте поговорим об интеллектуальной собственности. К сожалению, есть распространенное заблуждение, почему-то вот среди исследователей и молодых ученых, что если вы опубликуете какую-то работу, например, в сети интернет или в YouTube, а может быть где-то выступите на мероприятии или в научном журнале выйдет ваша работа, то у вас возникает в связи с этим определенный объем исключительных прав. Но он действительно возникает. Но он возникает не на сущность и не на суть технического решения, которое в этой работе вы укажете, а на форму выражения. Это называемый объект авторских прав. Значит, давайте поговорим просто об идее. Сама по себе идея, она не патентуется. Вот это классический пример идеи социальной сети. Мы знаем, что идеи социальной сети, реализации практически этой идеи много. И у нас есть и ВКонтакте, и Google, и Одноклассники, и Facebook. И мы вместе с вами можем сейчас сесть все вместе, сделать себе онлайн-портал, сделать логин, пароль, может быть, будем обмениваться какой-то информацией. Вот у нас будет практическая реализация социальной сети формула молодых ученых. А может уже сделай. Андрей, не сделали еще, нет? Не можем мы здесь обмениваться между собой? Ну вот я… Здесь? Да, здесь, в режиме онлайн. Ну я как-то не надо, но совсем был на конференции. Я туда пришел, тут же мне пришла смс, вы на конференцию. Вот логин и пароль. Я, конечно, завожу логин и пароль, там в формат можно общаться. Ну, удобно. Значит, поэтому сама по себе идея, сами по себе открытия, они не патентуются, и формы реализации как раз охраняются. И здесь мы можем с вами говорить о множестве способов защиты прав на интеллектуальную собственность. Как защитить идею? Ну, вообще, просто, чтобы вы поняли, да, у нас в Гражданском кодексе перечислены ограниченные объемы объектов, которые являются объектами интеллектуальной собственности. То есть, если вы, как молодой ученый, или вы, как стартап, а когда я говорю стартап, я имею в виду именно юридическое лицо в компании. Вот меня часто спрашивают, а почему в сколько вы юридические лица? Почему мы не можем здесь выступать в качестве команд или индивидуальных изобретателей? Ну, просто потому, что когда ваш проект поверит инвестор или к вам придет партнер, то у вас должна быть гибкость в структурировании ваших сделок. То есть, понятно, что очень важна ваша команда, понятно, что очень важна ваша результата интеллектуальной деятельности, патенты, ноу-хау или, может быть, объект авторских прав, но вы, привлекая инвестора, будете ему в проекте какую-то долю предоставлять. Он тоже рассчитывает на ваш коммерческий успех. Сколково – это коммерциализация. То есть, это из науки в бизнес, из науки на рынок, чтобы получить от этого прибыль. Поэтому именно акции и доли компании будут тем самым вашим инструментом структурирования сделать. То есть, вы будете продавать акции и доли, и за это будет привлекать финансирование. Именно поэтому стартапы, как правило, – это компания. Так вот, такая компания, она должна совершить определенные действия для того, чтобы этот объект интеллектуальной собственности появился. Автоматически появляются только авторские права. То есть, если вы сейчас возьмете из своего блокнотика, вырвите листочек и нарисуете на нем какую-то промокашку, де-юре – это объект авторских прав. Пока не доказано иное. То есть, вы вложили творческий элемент, вы фактически эту промокашку нарисовали. То же самое в отношении описания в научном журнале, в вашей статье. То есть, если вы придумали… У меня сегодня встреча была по патентованию, квадрокоптер обсуждали. Вот вы придумали какой-то летательный аппарат, в котором есть определенные узлы. Если вы этот аппарат опишите в статье, и статью вы опубликуете в научном журнале, то объектом авторского права охраняет форму выражения. То есть, фактически, вас могут только цитировать, и то в разумных пределах. Но сущность идеи не охраняется, вы ее раскрыли, она попала в мировой уровень техники. То есть, я на основании вашей статьи дома, в гараже, соберу такой коптер, и прав своих ваших не нарушу. Понимаете, в чем смысл? А патентование – это защита как раз технического решения, о котором вы в этой статье написали. Я привожу совсем простой пример. Уж простите, может быть, вы знаете эту историю. Это приготовление какого-то блюда. Вот это такой хрестоматийный пример. Если вы опишите приготовление блюда по этапам, и сделаете фотографии, и вы выпустите кулинарную книгу, то фактически вы будете иметь эксклюзив, свой собственность, и исключительное право только на форму выражения. То есть, никто не сможет использовать ваш текст и ваши фотографии. Но приготовить такое блюдо сможет любой человек. Я думаю, наглядно понятно, да? Именно поэтому нужно всегда понимать, что нам нужно двигаться и думать о патентной защите. Итак, какие у нас три формы и защиты для идей? Объект авторских прав я уже рассказал. В чем здесь у нас сложности и проблемы? Секрет производства, ноу-хау и патенты. Давайте поговорим про объект авторских прав. Значит, это любые произведения науки, независимо от способа выражения. То есть, это может быть текст, это может быть фотография, это может быть объект архитектурный, это может быть музыкальный. И для возникновения авторских прав, музыкальное произведение, не требуется никакая регистрация. То есть, при желании, вы, конечно, можете задепонировать, например, свою книгу в российском авторском обществе или прийти к нотариусу и копию задепонировать, но это все делается исключительно добровольно. Нужно сказать, что авторским правом охраняются программы для ИВМ, которые добровольно регистрируются в Роспатенте. Обязательно регистрацию программ для ИВМ нет, но вы можете прийти в Роспатент и зарегистрировать там вашу программу для ИВМ и подтвердить авторство. При этом, пожалуйста, те, кто работает в IT-сфере, помните, что регистрация программы для ИВМ защищает практически текстовый файл, описание команды, как он работает с исходным кодом, но не защищает алгоритмы. То есть самые вкусные кусочки вашей технологии. Поэтому, если вы хотите защитить, а в России возможно патентование IT-решений, если мы, допустим, свою практику посмотрим, то у компании Microsoft в России будет более тысячи патентов на алгоритмы как способы, они патентуются как способы, на какие-то уникальные алгоритмы, реализуемые в софте, в программах для ИВМ. Поэтому, если вы хотите какой-то уникальный алгоритм, который приводит к техническому результату запатентовать, вы можете это сделать, вы можете получить патент на способ, как изобретение. Ну, совсем такие простые примеры, но я думаю, что у многих есть айфоны, если вы текст в айфоне обрабатываете, пальцем прижимаете, держите несколько секунд, то появляется лупа, которая увеличивает текст. Вот это уникальный алгоритм работы с текстом, который в том числе запатентован. И таких примеров множество. Поэтому, программа для ИВМ охраняется авторским правом, при этом она не требует регистрации, но вы можете ее зарегистрировать. А уникальный алгоритм, выраженный в программе, самый ценный, нужно, важно и нужно патентовать. Так, секрет производства ноу-хау. Значит, у нас 1 октября 2014 года были внесены изменения в гражданский кодекс, которые фактически нивелировали требования введения режима коммерческой тайны в отношении информации, являющейся ноу-хау. Сноу-хау это вообще очень спорный объект. Давайте с ним разбираться. Что это такое? Это любая информация, которая имеет хотя бы потенциальную коммерческую ценность. То есть не сейчас она вам приносит деньги, но она потенциально может приносить вам деньги. В отношении которой обладателям этой информации приняты меры конфиденциальности и которые неизвестны широкому кругу лиц. Получается, что я в кулаке держу информацию, которая никому неизвестна, говорю, что у меня на нее исключительное право, то есть это объект интеллектуальной собственности, при этом могу эту информацию продавать, отчуждать, давать попользоваться, то есть лицензировать, передавать залог, но при этом я полагаюсь на то, что эта информация неизвестна широкому кругу лиц. Соответственно, я держу в сейфе какую-то информацию, которую я считаю ценным. Например, это может быть отчет о геологоразведке, который показывает, что на территории Исколково есть залежи каких-то цветных металлов, и их можно организовать добычу и переработку. Имеет ли национальную коммерческую ценность? Имеет. Неизвестно широкому кругу лиц? Нет. Потому что знаю только я и мой исполнитель. Приму я в отношении этой информации меры конфиденциальности? Приму. Но при этом ноу-хау – это самый хрупкий объект. Именно по этим причинам. Потому что если происходит утечка этой информации вовне, завтра кто-то где-то это опубликовал, недобросовестный контрагент, недобросовестный сотрудник, произошла утечка, к сожалению, такого объекта у вас нет, и он тут же у вас в эту же секунду схлопался. Вот прямо в эту секунду. И вы что лицензировали, что вы отчуждали, фактически у вас ничего нет. Поэтому с этим ноу-хау, пожалуйста, относитесь к этому объекту особенно внимательно. Значит, если раньше нужно было в стартапе или в МИПе с приказом генерального директора утверждать положение коммерческой тайны, то теперь с 1 октября 2014 года достаточно принятия разумных мер конфиденциальности. К сожалению, судебную практику сильно по этому вопросу не наработали пока, хотя вот уже год исполнился с момента внесения изменений. Но мы по старинке рекомендуем все-таки, чтобы у нас коммерческая тайна была, чтобы сотрудники были ознакомлены, что такая информация является ноу-хау. И когда вы эту информацию лицензируете, друзья, будьте особенно внимательны. Вот в сделке шелтихобраз у нас была история, когда часть разработок была в формате ноу-хау. Ну так часто бывает, да, мы патентуем что-то, но что-то, вот какие-то части мы оставляем, мы комбинируем защиту интеллектуальной собственности таким образом. И к нам в Калининград в лабораторию приехала толпа американцев, которые очень хотели ее посмотреть. И мне звонят ребята и говорят, слушай, приехали американцы, у них на лбу не написано, что они из корпорации США, из концерна. Что делать? Ну мы в этом случае обошлись форматом личной расписки о неразглашении. Во всех странах, ну практически во всех есть ответственность, вплоть до уголовной, за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну ноу-хау. В России это тоже есть. Поэтому у нас американцы под копирку на английском, значит, подписывали такие формы неразглашения. Но, пожалуйста, будьте внимательны. Все-таки, когда ваше ноу-хау попадает в руки вашего потенциального конкурента, он уже знает содержание этой технологии и, возможно, попробует ее использовать или запатентовать. При этом я вам не говорю, что патентование – это единственная панацея, и что нужно жить в таком формате. Нет. Есть как успешные примеры защиты в режиме ноу-хау, всегда везде привожу от рецепта попа-кола, так и успешный пример патентования. Если мы Джилет сами посмотрим, эти бритвы у них каждый год, появляется новый продукт, сейчас вот опять какой-то новый с шариком появился, что вращается, они это активно патентуют. Поэтому обычно, когда к нам приходит стартап и спрашивает, что мы будем делать, мы патентовать будем или в режиме ноу-хау? Я ему говорю, давайте посмотрим, что вы делаете. Если вы оказываете услугу, например, и она потребляется в момент оказания, у нас есть такой стартап, который делает диагностику в онкологии по слюне, невозможно догадаться, как они это делают. То есть просто, когда вы придете в лабораторию, задите 5 мл слюны, вы не поймете, как они это делают, и поэтому патент там, по сути, не нужен, потому что все охраняется в режиме ноу-хау. А если у вас выпускаете на рынке железку, устройство, и это устройство можно купить, распилить и скопировать, то, конечно, вам нужно подумать о том, чтобы патентовать или узлы это устройство как изобретение, или хотя бы как полезную модель, что худой конец и промышленный образец – это элемент дизайна. Давайте двигаться дальше. Сейчас расскажу про патент, а потом мы с вами пообсуждаем, может быть, вопросы какие-то уже возникли по этой части. Значит, патент. Патент, почему он важен? Потому что, по сути, это государственная монополия его владельца. То есть, если мы говорим об изобретении, то нам на 20 лет государство выдает официально разрешенную законом монополию на что? Ну, во-первых, лицензировать и получать от этого прибыль. То есть давать техническое решение по патенту, производить, воспроизводить, реализовывать и прочее. Вы можете его отчуждать, вы можете его оценить, вы можете его заложить, взять под него финансирование. То есть, ваша пачка нормативно-технической документации, которая сейчас у вас лежит на столе, становится оборотоспособным объектом. Она на самом деле оборотоспособным объектом становится, если она и ноу-хау становится. Я вам так что рассказал, что с ноу-хау есть проблем. Так вот, у вас фактически монополия государства на 20 лет не только использовать и лицензировать, но и пресекать нарушения. Поэтому, друзья, патент не должен быть у вас для галочки. Патент у вас должен быть для того, чтобы вы еще и им защищались. То есть, нужно регулярно отслеживать, что происходит на рынке, и смотреть, что происходит в мире. Если где-то кто-то нарушает ваши патентные права, нужно бы возможность эту историю пресекать. Я понимаю, что если мы говорим с вами, допустим, о США, где судебный процесс стоит очень дорого, защищать там сложнее. Хотя в свете последних изменений законодательства и дело Элископ, сейчас не буду надолго на этом останавливаться, там также меняются законодательства против патентных троллей. Хотя в случае патентного троллинга до сих пор сохранился. Поэтому, что нужно знать про патенты? Патент нужно знать, что их бывают три вида на три объекта. Это изобретение, полезная модель и промышленный образец. Ну, самым, если можно так сказать, ценным объектом является изобретение. А почему это ценный объект? Потому что, фактически, ваше техническое решение прошло проверку в патентном ведомстве, например, в госпатенте, или в патентном ведомстве другого государства, на три важных критерия. Первый критерий – это мировая новизна. То есть, когда эксперт проверяет ваше техническое решение, он смотрит не только Российскую Федерацию, я сейчас про госпатент говорю, он смотрит все, что известно в отношении патентуемого вашего технического решения во всем мире. То есть, он проверяет патентные базы данных всех стран, он смотрит публикации в интернете, он смотрит тот же самый пресс-салутый YouTube, он смотрит все, и он проверяет, что то, что вы придумали, из уровня техники мирового неизвестно. Никто до вас подобное техническое решение не создал, информацию о нем не растыл или не запатентовал. Дальше он смотрит изобретательский шаг, или его еще называют изобретательский уровень. Что это значит? Это значит, что для специалиста из этой области техники ваше изобретение не должно быть очевидным. Ну, то есть, мы здесь все с вами специалисты из разных областей техники. То есть, кто-то специализируется в чем-то своем. Я тоже патент поверен, но у меня там своя специализация. И я могу не знать о том, что в вашем отрасли такое техническое решение, возможно, уже давно используется, и это стало там обычным. И вы пытаетесь это где-то запатентовать. Поэтому обязательно привлечение эксперта-специалиста. И в Роспатенте у нас экспертиза заявок идет по определенным направлениям. То есть, допустим, биомет, инженерное направление, IT-направление – это все отдельные эксперты смотрят. И третий критерий, по которому ваша патентная заявка анализируется и проверяется Роспатентом – это промышленная применимость. То есть, то, что вы патентуете, не относится к области научной фантастики. Вы не принесли эликсир вечной жизни, вы не принесли эликсир бессмертия или вечный двигатель, и что действительно то, что вы патентуете, имеет отношение к областям промышленности или сельского хозяйства. Поэтому, когда инвестор придет к вашему стартапу и скажет, ребят, какая интеллектуальная собственность у вас есть, вы скажете, что это либо ноу-хау, который лежит у вас в сейфе, и вы думаете, что он никому неизвестно, либо это патент, который прошел независимую экспертизу к патентам ведомства и который, конечно, к этому отношению гораздо более ценен. Так, давайте вот сейчас мы с вами остановимся и, наверное, пообсуждаем. Может быть, вопросы какие-то есть. Андрей, а как бы нам микрофон и вопрос заканчивается? Я могу пока не в тот раз. Хотели? Хотели тоже набрать. Скажите, пожалуйста, насколько мне известно, есть три патента. Это американский патент, европейский и китайский, если я не ошибаюсь. Вот в чем основные различия и действует ли, так сказать, полученный российский патент на территории Америки и на территории Востока, в том числе Китая? Да, вопрос понятен. Смотрите, у нас не существует международного патента. То есть, пожалуйста, нигде не пишите, это распространенная ошибка. Не существует международного патента пока. Нет единого патента, основного документа, который действовал бы на территории всех стран. Есть региональные патентные системы, например, Евразийская патентная организация, когда единый патент действует на территории стран, которые к этой системе присоединились. Но по умолчанию мы должны с вами в каждой отдельной стране получать свой собственный патент. Что это значит? Создали техническое решение, идем в Роспатент. Роспатент проверил это техническое решение на гостайну. Такое положение есть во всех законодательствах, это нормально. И после этого у нас с вами 12 месяцев на то, чтобы пойти и получить патенты в отдельных странах. То есть мы получим патент на это техническое решение в США, мы получим патент на это техническое решение в Китае, Мы получим патент в Европе, пока в отдельных странах, но с 2016 года со следующего планируется запуск единого европейского патента, который нам с вами сэкономит и время, и деньги. Принципиальная разница есть при экспертизе и написании патентных заявок, но техническое решение у вас останется то же самое. Более того, если вы подаете 50 заявку, есть такой договор о патентной кооперации, вы подаете одну 50 заявку, которая потом у вас переходит на национальные фазы. Вы фактически можете вносить изменения только при переходе на национальные фазы, и то один раз. Поэтому это тот же самый патент, просто он к каждой стороне получит свой номер, может быть, с какими-то небольшими изменениями с учетом экспертизы. Давайте еще вопрос. Спасибо за содержательный доклад. Вопрос вот какого рода. А как патентуются биологические объекты, будь то белки или глиновые кислоты, или бактерии? Просто в чем специфика? Расскажите, пожалуйста. Давайте мы вот так сделаем. У нас целое направление по биомет-патентованию. Давайте я сейчас завершу, мы с вами поговорим. Там есть целая специфика, в том числе если по геномам, мы сейчас с вами в дебри уйдем. Давайте еще вопрос. Сейчас, одну секунду. Такой вопрос. Действительно, авторские права, они не распространяются на защиту идеи, концепции, методов. Но есть такой момент, например, когда в научных работах, в диссертациях подписывается чья идея, чей термин. Мы все-таки подписываем. К примеру, если Степен Вячеслав Семенович разработал нерисциплинарный подход, или в советское время был геолектический подход, или сейчас во Франции семиоргетический метод, то все эти методы указаны, кто автор именно. Он сохраняется, вот, авторские права. В этом плане. И еще такой вопрос к вам. Насколько общедоступными являются вот эти изобретения, будут охраняться? Потому что, например, у нас в Кыргызстане и других странах, в России, они различаются на 70 лет, на 30 лет. Насколько или это жизненно, и когда она станет общедоступной, и могут пользоваться любым. Спасибо. Вы про авторские права говорите, да? Да, да, да. Абсолютно. Значит, у нас по Абернской конвенции в Российской Федерации и почти во всех странах единый срок в течение срока жизни автора и 70 лет, начиная с 1 января года, следующего за годом его смерти. Если за авторов несколько, то с года смерти последнего из авторов. По поводу авторства на статье и на методы и способы, я же не говорю, что оно не признается. Оно признается. Но нужно обязательно, особенно институтам и научным организациям, следить за сроком, в течение которого можно подать патентную заявку. Очень сложно на основании просто авторства потом аннулировать патенты. То есть вы можете аннулировать, но не на основании того, что это ваш патент, а на основании того, что то, что вы раскрыли, попало в уровень техники. Понимаете, там основания разные. Мы сейчас с вами поговорим про рекорды по новизне, когда что можно раскрывать и что нужно для этого делать, и какие еще вопросы были? Что у вас было вопросом? Скажите, пожалуйста, как я знаю, и в России, и в других странах СНГ, в основном преобладает государственное финансирование исследований. Скажите, какие основные принципы распределения правно-интеллектуальной собственности между государством, научной организацией и автором? Значит, у нас ситуация с этим очень сложная. У нас есть 512-е постановление, свежее постановление правительства, которое говорит, что если вы с работником, с сотрудником института не оформили соглашение о служебных ридах, служебных результатах интеллектуальной деятельности, то вы должны выплачивать вознаграждение по этому 512-му постановлению, которое, коллеги, конечно, мягко говоря, спорно. Ну, почему оно спорно? Приведу только один пример. За создание изобретения, а изобретение – это единственный объект, который нельзя заказать. Вы не можете заказать изобретение. Человек изобретает, он выходит за рамки сведений, известных из уровня техники, изобретательского уровня. Понимаете? Это в каком-то смысле искра божья. Поэтому если кто-то из вас здесь изобретатель, вы большие молодцы. Это нельзя заказать. Так вот, даже за ваше вот такое просветление, создание технического решения патентоспособного, в рамках этого 512-го постановления вы получите, внимание, треть от средней месячной заработной платы. 30%. При том, что работодатель может на этом заработать миллионы, если мы с вами говорим, допустим, о нефтегазовой сфере. Раньше у нас действовало советское законодательство, которое как раз позволяло авторам чувствовать себя более комфортно. Но вот сейчас пока так. Поэтому по возможности нужно это все оформить соглашение. Соглашение о служебных рядах, которое должно быть, наряду с трудовым договором. Ну что, давайте еще, может быть, один-два вопроса и двигаемся дальше. Нет вопроса, двигаемся дальше, да? Есть вопросы. Я хотел спросить, а вот какова в Российской Федерации судебная практика в случае, если какое-то изобретение раскрыто в общедоступной статье? В последующем модель была запонтентована, исходя из сведений, изложенных в статье. Очень хорошая практика не только в России, Германии, США. Вчера перепроверяли, почти половина всех патентов будет аннулирована. Это, я говорю, при экспертизе по существу. У нас теперь в Российской Федерации есть экспертиза по существу полезных моделей, которой раньше не было. Сейчас у нас патент активно думает о том, чтобы вернуться к заявочному характеру регистрации полезных моделей, когда вы только заявляете свои права, и в случае спора будет экспертиза по существу, действительно ли эта полезная модель является новой. Поэтому практика очень хорошая, если действительно вы докажете, что информация была раскрыта ранее, и уже было известно, эксперт просто пропустил при экспертизе заявки, да, он не нашел какой-то источник, который бы фактически получил новизну, то практика складывается в том, что вы аннулируете такой потенок. Еще был вопрос еще один, наверное, давайте на этом закончим. Вопросы сейчас, еще потом тут возможно задать. А можно подогонку к этому вопросу? Вот я написал статью, потом решил запатентовать, ну что-то доработал. Вот как в этом случае быть? Просто у нас в институте говорят, если я что-то написал, потом я уже это не могу патентовать. Мы сейчас как раз об этом поговорим, это важная история. Так, слайд. Что можно публиковать или показывать? Значит, у нас здесь очень важно в институте сделать, организовать, извините, таким образом документооборот. Ну, совсем у продвинутых институтов и корпораций есть внутренняя электронная онлайн-система, в рамках которой осуществляется раскрытие информации. Сотрудник направляет уведомления о создании патентоспособного рида, результата интеллектуальной деятельности. Но если онлайн и электронную систему сделать нельзя, конечно, лучше организовать хотя бы документооборот. Значит, если вы не следите за тем, что раскрывают ваши сотрудники, и каким образом их информация попадает в открытый доступ, то у вас возникают риски невозможности дальнейшего патентования, либо патент может попробовать получить ваш конкурент, вы утратите право на секрет производства, ноу-хау это вообще совсем просто, да, я вам уже объяснил, что как только мы раскрываем содержание секрета производства, у нас этого ноу-хау больше нет. И утечка цены информации конкурента. Значит, смотрите, есть такая история, называется льгота по новизне. По-английски называется Grace Perion. Grace как G-R-A-C-E. Grace Perion. Если кому-то понадобится разобраться в каких странах, какая продолжится эта Grace Perion, то на последнем слайде будет наш email, напишите, пожалуйста, мы вам подскажем. У нас, кстати, в центре действует такое правило первого бесплатного обращения, работаем мы не только с участниками проекта Сколково, но у участников проекта Сколково, конечно, льготы. Так вот, льготы по новизне. Что это такое? Если вы раскроете информацию, относящуюся к изобретению, фактически, и после этого вы пустите срок, вот эта льгота по новизне, это означает, что если вы в течение 6 месяцев с датой раскрытия успеете подать патентную заявку, то такая публикация, такое раскрытие не будет вам противопоставлена. То есть, что это означает? Это означает, что мы сегодня с вами здесь раскрыли все признаки нашего технического решения. И это, например, попало в интернет или попало в официальный буклет нашего сегодняшнего форума. После завтра мы подаем заявку в Роспатент, эксперт начинает смотреть по ключевым словам и по признакам, содержащимся в нашей формуле изобретения, искать аналоги. Кто, когда, что-то подобное делал, где-то, когда-то про это говорил, и находит вот наше сегодняшнее выступление и нам его противопоставляет. И говорит, посмотри, 3 дня назад, ну, я утрирую, конечно, в Сколково было раскрыто содержание этого технического решения, а ты теперь пытаешься его запатентовать. Если мы докажем, что это было сделано мной как заявителем, то есть с вами как заявителем или с вашего согласия, то в течение 6 месяцев такого рода раскрытие не будет нам противопоставлено. В Америке такой срок составляет 12 месяцев, поэтому, пожалуйста, этим нужно пользоваться. Еще про США. Помните себе, что в Америке есть такая штука, как Provisional Patent Application или предварительная патентная заявка. Что это такое? Это возможность подать предварительную патентную заявку по упрощенной форме. Она не такая, как полноценная патентная заявка. И тем самым, простите за выражение, застолбить за собой приоритет. То есть, если вам завтра нужно раскрывать содержание технического решения в докладе, может быть, где-то еще будет выступать, будет какая-то публикация, вы можете пойти в USPTO, это американское патентное ведомство, и указав краткое описание с существенными признаками того, что вы спонируете раскрыть, такого рода заявку подать. Дальше в течение 12 месяцев это предварительная патентная заявка у вас должна стать основной, иначе она умрет. Вот такие PPA, Provisional Patent Application, для тех, кто вдруг будет работать с Соединенными Штатами Америки, про них нужно знать. Значит, стандартные сроки, льготы по новизне в разных странах от 6 до 12 месяцев. Если вы хотите проверить какую-то конкретную страну, ну вот важна вам Германии, то вводите в Google Germany Patent Grace Period. Вот я вам специально про это говорю. И этот Grace Period, это будет как раз тот срок, в течение которого будет действовать льготы по новизне в этой стране. Не хочется, мне не хочется. Следующий у меня на слайдах есть этапы раскрытия конфиденциальной информации в рамках работы с инвесторами. Вот эта презентация, она на самом деле, я про не рассказывал на Startup Village, я, наверное, сейчас не буду долго на этом устанавливаться. Это когда и что нужно показывать, что нам везде нужно размещать гриф конфиденциально, если с вами работают инвесторы и производят due diligence, due diligence это проверка, бывает юридически, технически, ну в этом случае мы говорим о техническом, какие там должны быть вопросы, какие документы нужно подписывать и когда нужна личная расписка. Если вы хотите об этом поговорить более подробно, у нас в апреле будет семинар называется конструктор сделки, а только что у нас отгремела патентная школа, почему говорю отгремела, потому что было полторы тысячи заявок на участие, у нас тут киперкуп чуть не треснул, 600 человек было, а в апреле будет конструктор сделки, как раз если вдруг кто-то привлекает инвестора и ведет переговоры, и ему нужна поддержка юристов, милости просит. Дальше у нас еще будет Startup Village, это наше якорное мероприятие Сколково, это уже в июне, 2-3 июня, если мне память не изменяет, или надо про это рассказывать. Мы тоже вот эти вопросы будем там разбирать. Но сегодня у нас больше академический с вами курс. Так, совсем немножко информация о нашем центре. За три года работы подано уже более 800 заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. Наверное, интересно, что у нас очень хорошая статистика. Из 800 заявок только фактически по трем у нас были отказы по экспертизе, по существу. И в прошлом году было подано 6% от всех российских без сети заявок. В этом году мы этот показатель вдвое. Если вы получаете статус участника проекта, то есть вы создаете стартап, вы можете заказать у нас любую патентную заявку, я подчеркиваю, любую, то есть российскую или без сети, за 999 рублей. Вы, наверное, видели вот там лифта, висит наш банк, реклама. В эту сторону заходит проверка патентоспособности, подготовка материалов заявки, мы будем мучить ваших технических специалистов, ведение делопроизводства. Все-все-все под ключ до получения вами патента. Вот такая минимальная цена для участников Сколково. Потому что Сколково это поддерживает. Кроме того, в этом году мы запустили программу микрогрантов, когда для зарубежного патентования компании-участники проекта Сколково могут получить до 4 миллионов рублей в год только для того, чтобы получать патенты за рубежом или проводить патентные поиски и строить патентные ландшафты. Я вот, к сожалению, сегодня про патентные поиски, способность патентной частоты, патентной ландшафты не смогу рассказать. У меня просто времени не хватит. Но, в принципе, мы про это часто рассказываем на мероприятиях. Приходите к нам. У нас все мероприятия бесплатные. Так, про микрогранты тоже рассказал. И совсем немножко, чтобы вас расслабить, я вам расскажу про последние тренды в науке и технике, про которые вы, наверное, знаете лучше меня, и как это все ложится на институт интеллектуальной собственности. Ну вот, в интернете есть исследование одного из агентств, оно так и называется Every Minute of the Day. Там ссылка должна была быть внизу, мы уважаем авторское проще. Ссылку вообще не видно. Значит, это исследование о прошлогоднее. Каждую минуту дня через нас с вами проходит совершенно колоссальный трафик. Обычно, когда студентам это рассказывают, попрошу их достать айфоны. И в айфонах вы можете посмотреть последние места, которые вы посещали. То есть айфон, там есть такая функция в настройках, он за вами геолокацию не просто делает, даже когда она отключена, вы думаете, что он это не делает, он на самом деле покажет вам, где вы были в последние места посещения на карте. То есть постоянно, каждую минуту вокруг нас электронные устройства считывают и передают огромное количество информации. Ну вот здесь из интересных вопросов, моментов таких, это, наверное, тот в WhatsApp есть. YouTube, ну YouTube, понятно. Skype, да, Skype. То есть каждую минуту подключено к Skype такое количество пользователей, что это 23 300 часов. Инстаграм, пользователь Инстаграма загружает каждую минуту 216 тысяч новых фотографий. Я понимаю, почему у меня жена в Инстаграме смотрит новые фотографии. Да, так о чем мы говорим? Мы говорим о том, что в современном мире удержать информацию о новой технологии в тумбочке или в сейфе очень сложно. Вы должны быть к этому готовы. Ежеминутно, ежесекундно идет такой трафик, что объем информации, которую вы считаете для вас ценной, например, информация о ваших потребителях или рынках в любой момент может попасть в вашу конкуренту. Поэтому думайте об этом. Пожалуйста, выбирайте стратегию защиты интеллектуальной собственности, патентуйте. Или если уж вы идете по формате ноу-хау, то делайте так, чтобы этот трафик не засосал вашу ценную информацию. Интернет вещей, наверное, не мне вам рассказывать, да, просто в двух словах. Интернет вещей придумали американские студенты, у которых в 80-х годах, ну, как там, много разных легенд, но вот одна из легендов, что звучит так, что в 80-х годах у них стоял аппарат по продаже газировки, и нужно было идти через кампус и проверять, есть там газировка или нет, холодная она или нет. И им было лень все время ходить и проверять, потому что можно было пройти через весь институтский университетский городок, а минералки там или газировки содовой в автомате бы не оказалось. Поэтому они установили датчики, подключили этот аппарат к онлайн-системе, это были в 80-е годы, и все студенты могли видеть, а есть ли там сейчас газировка и холодная она или нет. И вот говорят, что с тех пор фактически вы теперь можете с стиральной машиной общаться через онлайн, не только с вашим, через ваш смартфон контролирует ваш автомобиль, ваш холодильник может связываться, в том числе и, наверное, в будущем сможет заказывать вам продукты. Вы, когда вы едете в машине и вводите запрос на «где бы здесь покушать», система считывает, куда вы едете, что вы обычно едите, какие у вас предпочтения, какой ресторан вам порекомендовать, куча мобильных приложений, все соединены мы с вами в одной большой сетке. И, конечно, в этой огромной сетке возникают вопросы так называемых СЭПСов, это Standard Essential Patents, это те технологии, которые становятся патентами. Ну, например, MP3 или Bluetooth, владелец этих патентов может диктовать рынок в свои условия. У меня сейчас, к сожалению, нет времени про это рассказывать, но это очень интересно, когда вы, создав новый стандарт, и сделав так, что весь рынок пойдет за вами, фактически через патент контролируете этот рынок. Это интересно. СЭПС, если кому-то интересно, присмотреть на Standard Essential Patents. Монки селфи. Просто буквально, я знаю, что время закажется с Андреем. Пять минут. Был фотограф, ну, как был, он, наверное, до сих пор еще работает, по фамилии Слоттер, который работал в Индонезии и фотографировал обезьян. И у него была настроена камера, и вот одна из обезьянок, это девочка, она взяла у него камеру и начала щелкать, убежала вместе с ней в джунгли. Через какое-то время ему вернули камеру, и там было очень много разных селфи, обезьянка играла с фотоаппаратом. И она вот сделала такую замечательную селфи. Он разместил это селфи в интернете, а фотография настолько понравилась, что попала тут же на сети, на публикациях, была она в журналах. И есть такой вики, вики-медиа, вики-комманс, где на условиях открытой лицензии все могут использовать различные фотографии. И фотографий попал туда. И фотографу Слоттеру это не понравилось, он пришел к этому порталу и сказал, ребята, это миафорский проект, портал на эту фотографию. Платите мне деньги. И да. И возник спор. Ведь он же не нажимал на затвор, это же фактически сделала сама обезьянка. Кто является автором этого произведения фотографического искусства? Фотограф, который настроил фотоаппарат под свет, под определенный фокус, режим, или обезьянка. Обезьянка автором быть не может. Вот такой спор. Мы тоже со студентами его разбираем. Не буду вам поговорить, чем все закончилось, потом посмотрите в интернете, интересно. И тут же у нас возникает вопрос, когда у нас животные делают объекты, ну, как бы в кавычках авторских прав, вот слон, который здесь что-то рисует. К чему я все это веду? Потому что у нас настолько динамично развивается искусственный интеллект, что уже сейчас есть программы, которые пишут музыку, создают объекты, ну, произведения, если хотите, произведения искусства. Они пишут музыки, стихи уже, есть программы, как пишут стихи. И очень скоро развитие искусственного интеллекта придет к тому, что у нас появятся авторы, которые не являются, ну, это будет не человеком, есть интеллектуальная собственность, ключевое слово интеллектуальное, она связана с интеллектом человека, в следующей эре, это эра машины, эра компьютеров, которые также могут создавать что-то интересное. Это просто наподумать. Это элементарно. Валсон, Валсон, эта машина, кто не знает эту историю, эта машина была создана компанией IPM, они, тут надо сказать, справедливо стирать, нужно сказать, что они ее специально готовили для того, чтобы она играла в эту игру. Это, это своя игра, кажется, называется, да, своя игра. И этот Валсон, эта машина выиграла у двух очень серьезных финалистов прошлых игр, и теперь IPM говорит, что они и дальше уже продвинулись, и этот Валсон теперь умеет решать более сложные задачи. 3D печаль, 3D принтинг, если раньше это было возможно только в промышленных масштабах, сейчас в Москве нужно купить 3D принтер за 100 тысяч рублей и за месяц пройти курс и научиться создавать на нем объекты промышленного дизайна. При этом, конечно, сразу возникает вопрос, что храняется объектом авторских прав, и по аналогии мы можем с вами провести пример с торрентами, когда торренты, размещены в интернете, вы можете качать музыку и фильмы, то же самое будет с 3D печатью, так называемый CAD файл, через который осуществляется 3D печать, будет распространяться в интернете, и здесь, конечно, нужно тоже думать о том, что ваши оригинальные идеи, ваш оригинальный дизайн может быть скопирован на уровне каждого отдельного пользователя, и контролировать это сложнее. В качестве примера расскажу «Игры престолов», вот этот трон в серединке, фактически один из дизайнеров английских начал его на 3D принтеры печатать, вот трон, и это зарядка для айфона, и он отлично у него стал расходиться в интернете, он там сделал предзаказы, у него пошли там на несколько сотен штук, ну, корпорация HBO, вот здесь приведена, приведен пример, она потребовала, чтобы он прекратил нарушение их авторских прав, хотя на самом деле здесь, в общем, еще вопрос, да, на основании чего они могли бы предъявить ему претензии, но, видимо, на основании требований от авторов, кто придумал этот трон, кто-то дизайн, кто-то скетч, его нарисовал. Спасибо вам большое за внимание, просто я хотел завершить на чем-то более легком, если остались какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо. 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 Если будут вопросы, вот контакты Центра индивидуальной собственности Сколково, пишите, сдавайте. Коллеги, сейчас у нас обед, час, также на первом этаже, в 14.30 мы с вами встречаемся в этом же зале. Спасибо. 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 И что бы я хотел в этом связи сказать. Мы сегодня пригласили для участия в круглом столе людей, которые сотрудничают с нами и работают в этой области уже несколько лет. Эти люди имеют репутацию не только в своих странах, но еще и в рамках нашего международного государственного сотрудничества, поскольку они активно содействуют деятельности и реализации международной программы инновационного сотрудничества государства СНГ на период до 2020 года. Прежде всего, я хотел бы представить Александра Геннадьевича Шумилина. Это представитель Государственного комитета по науке и технике Братской республики Беларусь. В настоящее время он избран и является председателем Международного совета по науше техническому и инновационному сотрудничеству государства СНГ. И буквально месяц назад провел совершенно замечательное заседание в СНТ в Минске, где были решены принципиальные вопросы для развития нашего сотрудничества, сотрудничества в рамках СНГ в этой сфере не только на ближайшее время, но еще на далеком перспективе. О части тех договоренностей, которые были достигнуты на заседании под представителем Асангенда в Минске мы поговорим чуть позже сегодня в рамках заседания Круглого стола. А сейчас я хотел бы предоставить ему слово. Поэтому он выступает сейчас в двух качествах как представитель Республики Беларусь и в то же время как международный чиновник, представляющий Международный Совет и Научно-технического и Национального сотрудничества государства СНГ. Сангенович, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый наш спикер, уважаемые друзья, коллеги. Ну и, конечно, очень приятно в этом зале, что и мы в Беларуси и здесь в России мы очень большое внимание уделяем молодежи. И отрадно видеть и в этом зале довольно много молодежи. Тем более у нас в этом году еще в Беларуси главой государства объявлен был год молодежи. Поэтому мы видим, что инновация, если не будет молодежи, то никаких инноваций не будет. Молодежь всегда самая креативная, быстро развивающаяся. И проект такой, как Сколково. Здесь тоже, когда не заедешь, всегда молодежь, поэтому такой динамичный развитие. Ну, а теперь немножко о нашей деятельности. Заканчивается 2015 год и можно подвести предварительные итоги нашей работы в научно-технической и инновационной сферах. Не только за 2015 год, но и за все предыдущие годы со дня образования СНГ. 25-летний юбилей которого мы будем отмечать в 2016 году. В следующем году у нас уже юбилей. Республика Беларусь, как одна из оснований СНГ, изначально проводит последовательную многовектор внешнюю политику, направленную на взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами. И межгосударственное объединение ресурсов в тех областях, где это приносит явные экономические, культурные и интеллектуальные выгоды всем государственным участникам этих объединений. Естественно, что основное внимание уделяется межгосударственному научно-техническому сотрудничеству, осуществляемому в рамках СНГ, союзного государства Беларуси и России. Наука всегда выступает мощным интеграционным фактором. Однако сегодня, равно как и при образовании СНГ, в мировой повестке дня остро стоит вопрос не только создания новых знаний в науке, но и эффективного использования этих знаний в реальном секторе экономики. Повышение конкурентоспособности государства через разработку и внедрение высокотехнологичных и наукоемких инноваций. Реализация проектов, направленных на производство. Развитие мировых рынков четко показало, что если эти инновации не создаются нами самостоятельно, то приходится покупать чужие, зачастую устаревшие разработки. Но одновременно с этим реализация действительно крупных прорывных проектов требует объединения соответствующих ресурсов. Нельзя сказать, что научно-техническое сотрудничество республик с СССР полностью прекратилось после 1991 года, но понимание необходимости расширения и углубления такого сотрудничества постоянно было в поле зрения научной общественности и руководителей государств участников СНГ. Со созданием этих обстоятельств решением Совета глав государства СНГ от 5 октября седьмого года была одобрена концепция дальнейшего развития созружества независимых государств в части развития производственных кооперационных связанностей между предприятиями и технологически взаимосвязанными производствами, разработки мельгосударственных программ по техническому перевооружению, инновационным технологиям, взаимодействия в передовых направлениях научно-технического сотрудничества. В ноябре 2008 года была утверждена стратегия экономического развития сотрудничества независимых государств на период до 2020 года, одним из основных инструментов реализации которой должна была стать межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств участников СНГ на период до 2020 года. Концептуальными основами развития научно-технического инновационного развития государств участников СНГ явились апробированной мировой практикой основные принципы партнерства государств и непосредственных участников инновационного процесса. Это научная обоснованность программ мероприятий и проектов, единство целеполагания, системность, комплексность, гласность, конкурентность, прозрачность, самостоятельность и равенство партнеров, соблюдение национальных интересов, единство процесса разработки, обеспечения возможности исполнения и проверки выполнения поставленных задач, совместимость и согласованность с основными международными программами инновационного развития. В конечном итоге, при любой форме инновационного сотрудничества, начиная от сотрудничества отдельных организаций в форме отдельных проектов и до межгосударственных программ, результаты такого сотрудничества должны способствовать решению нескольких основных задач. Развитие межгосударственной кооперации институтов инновационного сотрудничества для получения наибольшего эффекта от совпадения национальных экономических интересов, создания необходимых условий для развития рынков инновационных товаров и услуг. Развитие научно-технического потенциала, определение зон взаимных интересов, выделение в них приоритетных технологических областей для совместных инновационных проектов, создания условий для их реализации в интересах государств участников СНГ. Развитие и совместное использование инновационной инфраструктуры, внедрение новых форм взаимодействия государств, объектов научно-технической инновационной деятельности и предпринимательского сектора, развитие инвестиционных инструментов, опирающихся на механизмы государственно-частного партнерства при коммерциализации результатов инновационной деятельности, формирование и развитие системы кадрового обеспечения бежгосударственного инновационного сотрудничества, увеличение человеческого капитала и подготовка кадров современных руководителей и активных участников инновационных программ и проектов, стимулирование предпринимательской активности и формирование современной культуры участников инновационного процесса. При комплексном решении названных задач и при соблюдении основных принципов сотрудничества в научно-технической и инновационной сфере возможно достижение основной цели такого сотрудничества – создание межгосударственного пространства, объединяющего возможности национальных инновационных систем, способствующего эффективному использованию научно-технических разработок и изобретений. Усиление интеграции государств-участников СНГ в глобальное научно-техническое, инновационное и образовательное пространство, обеспечивающие концентрацию ресурсов на осуществлении долгосрочных программ сотрудничества и реализации инновационных проектов, имеющих интеграционную составляющую. Основной площадкой и основным форматом научно-технического сотрудничества наших стран стала межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на периоды до 2020 года, утвержденная решением Совета глав правительства СНГ 18 октября 2019 года. В соответствии с решением Совета глав правительства СНГ от 20 ноября 2009 года по созданию органов отраслевого сотрудничества СНГ в научно-технической и инновационной сферах, был сформирован межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах. В апреле 2009 года состоялось первое заседание Совета, председательство в которой приняла на себя Республика Беларусь. Решением Совета глав государств от 18 октября 2011 года на Совет были возложены функции Наблюдательного Совета Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ. Республика Беларусь принимала самое активное участие во всех мероприятиях научно-технического и инновационного характера, проводимых в рамках СНГ. Представители и эксперты Беларуси участвовали во всех шести заседаниях рабочих группы по разработке межгосударственных программ инновационного сотрудничества государств-участников СНГ и во всех шестнадцати заседаниях Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах. По нашей инициативе уже в ноябре 2011 года было принято решение о подготовке пилотных проектов программ. Полтора года ушло на подготовку пилотных проектов и утверждение решением Совета глав государства СНГ 31 мая 2013 года. Организации Белоруссии участвуют в 9 из 11 пилотных проектов. Проекты отличаются по тематике, по стоимости и масштабности работы, но все их объединяет основной тренд. Программы интеграции интеллектуального, технического, производственного и финансового потенциала наших стран в целях создания конкурентных на мировых рынках продуктов и технологий. И утверждение СНГ в качестве одного из инновационных лидеров. Несколько проектов были разработаны по инициативе наших организаций. Очень перспективен белорусский, казахстанский, российский проект. Создание аппаратно-программного комплекса управления международными транспортными коридорами, проходящими по территории государств участников СНГ на основе современных информационных и коммуникационных технологий. Речь идет о создании интеллектуального транспортного коридора граница Китая с Казахстаном, Казахстан, Российская Федерация, Республика Беларусь, граница Беларуси и Бурж. От Республики Беларусь в проекте участвует Минский часовой завод, от Республики Казахстан национальная компания Казахстан-Гарыш-Сапары, город Астана, и от Российской Федерации научно-технический центр современных навигационных технологий интернавигации город Москва. В результате реализации программы будут разработаны технологии паспортизации объектов дорожной инфраструктуры, технологии мониторинга и ряд других технологий. Будут разработаны технические средства и комплексы по организации безопасной транспортировки грузов. В ходе реализации проекта каждый из участников будет разрабатывать свою часть общего пакета типовых элементов аппаратно-программного комплекса. Таких, например, как аппаратно-программная структура подсистемы дистанционного контроля перемещения транспорта и грузов в Беларусь, аппаратная программа-структура подсистемы обеспечения информационной безопасности в России, аппаратно-программная структура хранилища данных в Казахстан для последующего использования всего пакета на своей территории. Результаты выполнения проекта по созданию аппаратного программного комплекса позволят реализовать единую систему безопасности международного транспортного коридора и обеспечить ее эксплуатацию на основе заключенного между заказчиками трехсталенного консессуального соглашения, оговорившего условия ее внедрения эксплуатации, а также взимания платы за предоставление услуг и в соответствии с законодательствами государства участников. По инициативе Национальной Академии Наук Беларуси был подготовлен и уже реализуется пилотный проект развития инфраструктуры суперкомпьютерных центров в интересах инновационного развития государств участников СНГ. Участником от Беларуси является Объединенный институт проблем информатики, от Российской Федерации институт программных средств Алла Мазиана и от Молдовы институт математики и информатики Академии Наук Молдовы. Развитие суперкомпьютерной отрасли в странах СНГ находится на начальной статье. Доля России в мировом рынке использования технологий высокопроизводительной обработки данных весьма незначительна. Цель проекта – объединение ресурсов суперкомпьютерных центров с использованием технологии ГИРИД в единую информационно-вычислительную систему, объединение научных коллективов различной тематической направленности в рамках виртуальных организаций для разработки приложений, программных средств и новых технологий. Аналогичная инфраструктура ГИАНТ-3 и ГИАНТ-4 успешно функционируют в Европе. Уже более 30 лет она объединяет 36 стран через 32 национальные научные сети, обслуживает более 3500 научных и образовательных учреждений и более 30 миллионов пользователей. Высокую оценку научной общественности России и Беларуси получил проект разработки и создания опыт на промышленных технологиях и пилотных тиражируемых технологических линий по изготовлению на основе наноалмазов, дитационного синтеза и микрокристаллических алмазов на структурированных алмазных компактах и двухслойных алмазных пластин. Участником координатора проекта является Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов России от Беларуси к Государственному научному производству объединения порошковой металлургии от Армении Государственный инженерный университет. Совместными усилиями будут созданы пилотные тиражируемые технологические линии по производству наноалмазов динамического синтеза на основе взрывчатых веществ, высвобождаемых при утилизации боеприпасов. Создаваемые линии будут ориентированы на производство наноструктурированных алмазных компактов, алмазно-твердославных пластин, нано-парочков алмазов и наноуглеродной шехты. Высокие физико-химические свойства алмазных двусторонних режущих пластин позволяют, например, не менее чем на 30% увеличить скорость прохождения скважин при бурении с последующими энергетическими и экономическими результатами. Инициировав пилотные проекты, мы преследовали две основные цели. Начать осуществлять реальные шаги в область научно-технического и инновационного сотрудничества стран СНГ и выявить проблемные места в нашей программе. В частности, до настоящего времени удалось должным образом наладить работу ключевой структуры системы управления программой, координационного и методического центра по методическому и инстинкционному обеспечению взаимодействия национальных контактных центров. Отсюда отсутствие координации и синхронности действий национальных заказчиков и контактных центров программы. Так и не начата разработка проектов межгосударственных целевых программ, которые предполагались стать основой, основным инструментом реализации программы в целом. Отсюда фрагментарность в решении задач под программ программы, что существенно снижает их эффективность. С большими трудностями организационного и финансового характера происходит реализация пилотных проектов программы, одобренных главным правительством наших государств. Непозволительно долго длится согласование документов программы, исполняются решения по уже выявленным проблемам. Уважаемые коллеги, белорусская сторона будет и в дальнейшем делать все возможное, чтобы научно-техническое сотрудничество приносило реальные взаимовыгодные результаты. Мы видим следующие задачи, которые нам нужно решить в ближайшее время. Это завершить работу по актуализации программы, ввести в действие положение порядки разработки финансирования проектов и мероприятий программы, наладить согласованное, ритмичное и полном объеме финансирования пилотных проектов, проработать и применить дополнительные небюджетные механизмы финансирования мероприятий и проектов программы, четко определить и распределить функции по управлению программой между ее участниками, улучшить межгосударственное взаимодействие между национальными заказчиками и контактными центрами программы. На состоявшемся недавно саммите глав государств СНГ в Казахстане было подчеркнуто, что и в условиях функционирования нового межгосударственного образования Евразийского экономического союза, роль сотрудничества независимых государств не снижается, особенно как площадки для гуманитарного, научно-технического и инновационного сотрудничества. Полагаю, что наш круглый стол будет способствовать рождению новых идей для активизации такого сотрудничества всех стран СНГ, независимо от формата государственной организации. Благодарю за внимание, готов ответить на вопросы. Спасибо большое. Как всегда, Вы не облечили задачу, потому что очень подробно и концентрированно изобразили структуру межгоспрограммы. И самое главное, те сладые места, о которых мы можем всегда прямо говорить, и те варианты решения этих проблем, которые вам видны очень хорошо, потому что, я должен отметить, белорусская сторона является одним из самых активных и деятельных участников программы, и не только эта программа, но и вообще тех интеграционных усилий, которые мы принимаем в рамках СНГ и других существующих интеграционных форматов. Спасибо Вам большое за это. Сегодня видеть приятно в этом зале людей разных поколений, поскольку, когда мы говорим о нашем прошлом, оно все-таки отключило в себя несколько десятилетий, и не самых простых, и не самых плохих с точки зрения развития науки, техники, технологий. Поэтому приятно, что мы рассчитываем на то, что сегодняшняя дискуссия послужит обмену опытом, прежде всего, и взаимодействия поколений тоже. В этой связи я хочу аккредитировать внимание на следующем сообщении, которое сделает Розаев Александр Васильевич, который является заместителем директора Объединенного института ядерных исследований по инновационному развитию и одновременно исполняет обязанности директора Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ. Его доклад называется «Основные программы поддержки молодых ученых СНГ в том ракурсе и в тех компетенциях, в которых он является профессионалом». А это одно из наших общих достижений прошлых. Это исследования именно в области ядерных технологий. Александр Васильевич, пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас сюда выйду. Сейчас пока найду. Презентацию. Хочу сказать, что, во время ее еще приятно, что пространство СНГ, хотя, если мне память не изменяет, в программе программы было написано СНГ «Партнерство». Как-то я тут явился, что «Партнерство» стало пространством. Ну, это не важно, в общем-то. Лишь бы что-то происходило. Хочу сказать, что приятно, по крайней мере, видеть, что вот это пространство, оно живет, пытается жить как можно активнее. Вот сейчас здесь форум. Два дня назад я прилетел из основных. Там был десятый форум научный, человеческая интеллигенция СНГ. То есть усилия со всех сторон, они бедны. Конечно, результат этих усилий еще слабоватый, но это вопрос другой. Меня попросили сегодня рассказать о основных формах поддержки молодых ученых СНГ вот в этих двух организациях. Точнее, либо не все знают, что это такое. УИАИ – это Объединенный институт ядерных исследований, международная межправительственная научная организация. А МИЦИН – это Международный инновационный центр на технологии СНГ. Вот я, как бы, представляю облике структуры здесь и постараюсь коротко... Я так понимаю на стрелочку, может быть? Вот. Запоздала реакция. Прежде всего, эти две организации находятся в городе, который называется Лудна. Это небольшой город, Новгород, Московской области. Хочу подчеркнуть, для чего этот слайд. Чтобы показать, что с точки зрения сотрудничества, и не только масштабов СНГ, это уникальная площадка, которая обладает, ну, таким, я бы сказал, комплексом инновационной инфраструктуры очень разным. Здесь есть особая экономическая зона инновационная. Здесь есть, справа в верхнем углу, это инфраструктурный наноцентр, созданный нами с Роснано. Здесь есть университет, здесь есть территориальный инновационный кластер. В середине вы видите целый комплекс крупных и средних предприятий. И я хочу обратить ваше внимание, особенно ученых, на в левом нижнем углу мега-сайенс-проект НИКО, который международный проект, который сейчас реализуется и строится на территории УИАИ. И мы приглашаем всех молодых ученых к сотрудничеству в рамках этого проекта. Собственно, среди всей этой компании Объединенный институт ядерных исследований, естественно, выделяется. Объединенный институт ядерных исследований, короткая информация о нем. В нем 8 стран СНГ, 8 стран Евросоюза и другие страны, представляющие разные континенты. Это огромный институт, в котором 4,5 тысячи человек, более 500 сотрудников научных не граждан Российской Федерации. Вот справа вы видите вся наша инфраструктура. Это 7 огромных лабораторий. Это, в отличие от ЦЕРНа, который знают все, не монофизический институт, а такой со всеми направлениями физики, которые известны. Значит, о поддержке молодых ученых. Два формата УИАИ. Это прежде всего в рамках учебно-научного центра обучения студентов из стран-участниц. Из разных стран, вы здесь видите, в том числе и стран СНГ. Параллельно мы имеем кафедры в ведущих институтах и университетах России, где этим же занимаемся. И второе направление, это работающие у нас молодежь, до 35 лет. Здесь около 100 сделали выборку по странам СНГ. В 8-м около 100 человек. Долгосрочные и краткосрочные контракты, которые направляют нам полномочные представители правительств. Вот Александр Геннадьевич, полномочный представитель Беларуси, ВУИАИ, направил нам 13 молодых, сотрудников. За что мы ему благодарны, конечно. Мы всегда рады видеть. И я хочу сразу сказать, что смело действуйте в этом направлении, обращайтесь к своим полномочным представителям, и они будут рады вас направить. Этого нам было мало, и мы в конце 2009 года создали специальную структуру, предназначенную для работы в рамках СНГ. Это уже не межправительственное, это российское коммерческое партнерство, Международный инвестиционный центр наутотехнологии СНГ. Сейчас в него входят на правах участников 12 организаций из 8 стран, Содружества, это разные организации, это Академия наук, это университеты, бизнес-структуры, научные центры и так далее. В 2012 году этот центр получил статус базовой организации в рамках СНГ. Большое доверие нам оказали руководители правительств, как вы видите, в Крыму было такое заседание. Это нас, конечно, коммуномы обязывает, естественно, что после 2012 года мы стали работать еще один. Какие основные формы? Во-первых, мы проводим стажировки. Я всех приглашаю, еще раз скажу, причастность во всех формах нашей работы. Месячные стажировки для молодых ученых, специалистов, которых направляют к нам организации на базе Дубны, на базе Москвы с участием наших партнеров по широкому спектру вопросов. Это и физика, и лекции, и практические работы в лабораториях. Это и практика инновационного менеджмента. И самое главное, чтобы я хотел подчеркнуть применительно к теме нашего круглого стола партнерства в инновации, это с самого начала мы учим ребят работать совместно, разбиваясь на команды, состоящие из представителей разных совершенно стран, работать над проектом. В течение месяца они делают, неважно, хороший, не очень хороший, спорный проект, но они делают, защищают все вместе. Я считаю, что это хорошая база для дальнейшей совместной работы на пространстве СНГ. Мы даем гранты всюду при поддержке Межгосударственного фонда губернаторного сотрудничества СНГ, даем гранты на научно-инновационные проекты. Их размер, ну, не очень большой, максимально 500 тысяч рублей. За прошедшие 5 лет мы предоставили 60 грантов на общую сумму 28,5 миллионов рублей. И структура грантополучателей, она видна вот на этой диаграмме. Сейчас вот мы как раз подписываем договоры очередные с грантополучателями. Хочу вас проинформировать, что в 2016 году это тоже будет повторяться. И те, кто близок к тематике физической, высокотехнологической, приглашаем к участию в этом конкурсе грантов. Конечно, мы работаем с Россотрудничеством, которое очень любим, уважаем. И в рамках программы «Новое поколение» организуем пребывание в России молодых ученых. Я вот посмотрел по программе этого форума, вижу по фамилиям, что некоторые ребята, которые через нас прошли, они уже здесь выступают с докладами, участвуют в работе, что очень приятно. Кроме этого, мы не часто, но практикуем такие выездные инновационно-образовательные роуд-шоу. Мы их провели в ПАКУ, в Киеве, в Алма-Аты. Я считаю, что это очень эффективная форма, потому что одно дело возить к себе по 20-30 человек, другое дело выезжать, и в том числе с большой командой, представляющей, в частности, из Копова, и рассказывать о возможностях, существующих на территории России, возможностях, которые можно применить в совместной работе, это гораздо эффективнее. Мы также проводим периодически форумы конференции. Вот это один из тех, что состоялся в таком очень интересном месте, в Большом Дангитарии, в Москве. СНГ, инновация СНГ, будущее. Причем здесь мы сделали уже шаг на объединение партнерства не только внутри СНГ, но и СНГ и Евросоюза. Потому что мы естественным образом, как объединенные студии ядерных исследований, рассматриваем себя как такой мостик между СНГ и Евросоюзом, мы считаем, что процессы в принципе-то они достаточно общие. Это основные наши партнеры на территории России, известные структуры, с которыми мы сотрудничаем. С кем больше, с кем меньше, но тем не менее буквально две недели назад мы провели в Дубне семинар совместно с ядерным кластером Скокова и представили ряд проектов, в том числе свои проекты представили как раз участники стажировки и очень запомнился нам представитель Беларуси из академического центра материаловедения. Очень эффектная вещь, надо сказать. То есть видно, что у ребят есть и задел, и есть желание работать в этом направлении. Ну и естественно мы работаем активно и продвигаем наше партнерство и в Евросоюзе. Мы вступили два года назад в крупнейшую ассоциацию инновационной Европы Новый Шпанновейшин, которая проводит ежегодно саммиты, конвенты инновационные, где, по крайней мере, в силу наших довольно скромных возможностей пытаемся продвинуть идею все-таки более тесного сотрудничества многостороннего, не двухстороннего, а многостороннего между организациями СНГ и Европейского Союза. Вот пример этой картинки, это пример как раз вашего участия в этих сайтах. По-моему, это последний слайд. Спасибо за внимание и приглашаю вас в совместное работе. Владимир Ильич, спасибо большое. Мне кажется, было очень интересное сообщение. Здесь прозвучал один проект нашей организации Россотрудничества. Это так называемый проект «Новое поколение». Дело в том, что лидеры наших государств, государства СНГ, договорились о том, что государство будет способствовать развитию прежде всего молодежных обменов. И «Новое поколение» это программа, которая реализуется в Российской Федерации по указу президента. Она предполагает приглашение к нам в страну в год до тысячи представителей молодежи иностранных государств. И акцент, конечно, здесь делается на представителях из государства СНГ. Очень приятно, что сегодня Александр Васильевич вспомнил тех людей, которые приняли участие, успешно приняли участие в рамках этих обменов и поучаствовали в проектах Института объединенных ядинных исследований. Спасибо. Я вынужден просить следующих участников руководства регламентом выступления до пяти минут и предложить слово руководителю аппарата Национальной академии наук Белоруссии академику Петру Александровичу Витязю. Пожалуйста, Петру Александрович. Доклад научно-технические программы союзного государства России и Белоруссии. Спасибо. Но, прежде всего, я хотел бы остановиться на том вопросе, который предыдущие выступающие здесь обратили внимание, вот Александр Геннадьевич отметил, что сейчас пытается только сделана первая попытка сформировать инновационные проекты в рамках стран СНГ. Это непросто. Но это те проекты, которые были доложены, это первая попытка, которая сегодня получилась. Но я хотел бы сказать, что для привлечения молодежи и для создания международного сотрудничества, ну вот то, что Александр Максимович выступал, это Дубна, это площадка, которая была создана еще при Советском Союзе. Она до сих пор успешно развивается. И они новый статус сейчас приняли, это еще, как говорится, разве фундаментальная науку по наноматериалам. Но в России имеются еще две площадки, новые площадки, которые струнерировались, которые широко доступны для международного сотрудничества. Не на тех, но это, конечно, уважаемый Сколково, где мы находимся, где широко могут быть представлены программы. Что нужно для того, чтобы входить в международные проекты? Прежде всего, должны совпадать национальные интересы тех стран, которые участвуют. Вот нам могут обоевать те наукоемкие направления, которые представляют взаимный интерес. Только при взаимном интересе можно сформулировать эмоционные проекты и пытаться их развивать. Среди таких наукоемких процессов, конечно, является атомоэнергетика, мы не возражаем, много других направлений, но я хотел бы остановиться в своем выступлении на космических исследованиях, поскольку сегодня в этом направлении не только наукоемкое, оно привлекало всегда человечество, но и привлекает молодежь, и оно действительно заслуживает внимания, что им заниматься. Тем более, что сейчас было совещание стран СНГ в Минске, где обсуждался вопрос на базе института космических исследований Иран создать Недорогный институт космических исследований, который тоже, надеемся, со временем станет такой платежаткой привлекательной для выполнения совместных проектов. Но я хочу поделиться тем опытом, который мы накопили между Беларусью и Россией в формировании союзной программы. Она может стать примером и можно этот опыт использовать для формирования различных направлений, в частности в космических исследованиях. Мы начали эту работу давно, в 99-м году, и вот так получилось, что с моим коллегом Королевым, Саней Николаевичем, у него доклад на эту тему, мы решили его разделить. Я начну по истории, а он продолжит, что мы делаем сейчас, поскольку тематика у нас совпадает по космическим исследованиям. А мы работаем, у нас подписаны соглашения, если в Роте-Беларуси, в области космических исследований, конечно, с Россией, подписаны с Украиной, подготовлены с Казахстаном, оно будет сейчас подписано на уровне глав правительства или президентов, это сейчас обсуждается, но мы открыты для ухождения в другие группы. Я хотел бы отметить, что наука о космосе это наука космосе, это наука с космоса и это наука о космосе. То есть, тут много проблем, и мы, больше занимаемся наука с космоса, то есть, дистанционным зондированием Земли. И с космосом это направление начали выполнять. Пожалуйста. Так, разберемся. Так, вот первая программа, которая была создана, это была еще создана в 99-м году. Называлась она, видите, как создана программа Космос БР. Ну, я просто, конечно, обращаю внимание, тематику вы посмотрите, но с кем мы работали, тоже посмотрите, но обращаю внимание, количество организаций и соисполнителей со стороны России 18, со стороны Белоруссии 12. Три-четыре проекта. Это уже программа, которая позволяла сегодня решать многие задачи. поэтому здесь показывали программы, что было сделано. По этим я не буду останавливаться, поскольку это уже история, но просто в качестве примера, чтобы вы посмотрели, что создано достаточно много аппаратуры и систем, которые позволяют сегодня решать многие задачи. Следующая программа, которая шла, это вот уже Космос СГ, она выполнялась в 4-7-х годах, и вы тоже смотрите, сколько участвовало организаций, и выполнило по программе более 60 проектов. И тоже есть примеры, где сегодня многие вопросы практически решены, показывали возможности и их пользования. Я немножко позже остановлюсь, какие задачи мы решаем, но просто хочу зрительно провистать. Ну вот, какие приборы созданы, кстати, вот саневая аппаратура, которую разработал пенниг, сейчас успешно используется не только вот на белорусском космическом аппарате, на российском Канабрусе, продаются на многие другие страны, по оптике она одна из лучших и конкурирует на международном локе, но все, и другие приборы, которые успешно используются, я тоже их быстренько пройду, поскольку сказали, что я должен ложиться в 10 минут, а у меня слайда много, поэтому я их просто зрительно, чтобы вы просмотрели. Следующая программа, которая выполнялась, это космос-НТ, это уже восьмой, одиннадцатый годы, опять, видите, те же организации, в которых мы работаем, и уже результаты, ну, тоже Россия, и Руссия, сколько было, вот выполнено заданий, около 100 проектов, то есть, все равно, количество проектов, которые выполняются, растет, это примерно, как смотрелся, вот, Союз, САД, прибор, ну, некоторые, вот, тоже аппаратура создана, я просто листаю, я не знаю, успеваете вы посмотреть, но зрительно, я думаю, да, а если у кого-то что-то заинтересует, конечно, мы готовы все это рассмотреть, и более не нацеленно посмотреть, как решать практические задачи, я хочу прояснить и коснуться уже, что у нас создано на сегодняшний день, что дано на выполнение союзных программ, ну, сейчас идет выполнение программы мониторинг СГ, вот, те задачи, которые решаются, выполняются другие программы, но задача у нас сегодня использования информационных технологий, которые мы создали в рамках союзных государств, космических технологий для решения практических задач в области добычи народных ископаний, решения практических задач для многих министерств в Беларуси мы работаем с отдельными министерствами, для того, чтобы просто представлять, вот, для, ну, это тоже приборок, что сделано, достаточно много, ну, вот, я хочу остановиться, что сделано в Беларуси, было создано у нас на космические исследования возложены на Национальной Академии Наук, она является органом государственного управления по этому направлению, сейчас при Академии мы создали адрес космических исследований, как самостоятельное структурное подразделение, что управлять их процессом, ну, и будем развиваться, для этого созданы у нас было вот предприятие, генетационные системы, которые ведут все эти работы, и основная задача, это разработка, развитие, эксплуатация Беларусской космической системы, дистанционного задерживания в земле, разработка программного обеспечения, планированной выполненной съемки беларусским космическим аппаратом, разработка программного обеспечения на основе генетационных систем автоматического мониторинга объектов, местности, и является на основе данных, полученных вот, это вот такая система, которая сегодня, беларусский космический аппарат, который сегодня позволяет принимать вот и наземная система управления, которая позволяет управлять полетом, мы сами это делаем, принимать информацию, сгоновать программу, проводить съемку, кроме того, мы еще проводим съемку с других аппаратов, которые доступны сегодня, которые летают для того, что обрабатывать и можно получать нужную информацию. На этом основании мы создали сегодня систему работ, которой работаем из, это система управления, вот, что с собой представляет аппарат и его параметр разрешения 2 метра, позволяет сегодня, но достаточно успешно работать, запустили на него 22 июня 2012 года вместе с российским аппаратом Каналпус-В. на основании этого мы сделали группировку российская, белорусская, мы можем управлять российским аппаратом, россияне могут управлять нашим, но мы друг друга дополняем, таким образом повышается надежность и работа непосредственно по всей системе. Задача стоит решение практических задач. Мы работаем с 11 университетом, с церковью земли. Это, прежде всего, МЧС для обработки данных, это лесное хозяйство с точки зрения церковь лесов по валам и так далее, это сельское хозяйство от церковь земли и так далее, это кадастровая система, всего 11 направлений, которые позволяют успешно решать задачи. О чем я это говорю? Мы, сколько уже летает с 2022 года, мы приступили вместе с россиянами, сейчас обсуждаем, с созданием второго спутника с разрешением 2 метра, мы хотим сейчас создать спутник с разрешением 3-5 метров более высокого, но с хорошими парадками по эксплуатации. Конечно, в области наукойемких производств очень сложно работать в одиночку. Мы, слушая, детонеры, конечно, не обращаем всем присутствующим, желающим участвовать в этом проекте. Мы готовы использовать ваши пожелания с финансами, объединить ваши интересы и вместе создавать спутник, вместе его запускать, вместе эксплуатировать и дальше работать. Я на этом свое выступление закончу, поскольку мы 10 минут истекли, а Николай Александрович продолжит, что мы делаем дальше в области союзных программ по развитию этого направления. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день, коллеги. Сейчас пока презентацию запустят. Ну, так получилось, что мы с Петром Александровичем работаем вместе и здесь не сговаривались, оказались рядом в выступлениях. Ну, наверное, коллеги, это не случайно, потому что на постсоветском пространстве научно-технические программы союзного государства это наиболее действенный механизм интеграции научных потенциалов стран, входивших когда-то в Советский Союз, скажем так. Ну, я не буду касаться того, что было сделано. Значит, на настоящий момент буквально два слова выполнено пять программ союзного государства в области космической деятельности. Вот. Сейчас выполняется шестая монитория КСГ, о которой Петр Саныч говорил. Тоже остановится немножко буквально. Это то, что внедрено, то есть то, что является инновациями по результатам выполнения научно-технических программ союзного государства. Основная работает, да? Вот. Прежде всего, это вот элемент единой системы обеспечения космической информации потребителей России и Беларуси. За эти годы Беларусь стала космической державой. Она имеет не только орбитальный сегмент свой белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли, но, что не самое немаловажно, наземный космический сегмент по сбору и распространению данных дистанционного зондирования Земли. Это, наверное, наиболее важный итог деятельности и основные технологии, которые сейчас реализованы в этом наземном сегменте, отчасти и в бортовом, в белорусском космическом аппарате, это итог тех программ, которые были выполнены в рамках научно-технических программ союзного государства. За эти годы резко возросло вдвое. Если взять первую программу Космос-БР и теперешнюю программу Мониторинг СГ, то кооперация предприятий, участвующих в программах, выросла вдвое. И количество совместных работ в рамках этих программ поднялось сейчас в рамках Мониторинга более 55%. Что такое совместная работа? Это когда кооперация предприятий белорусских и российских работает на один единый результат. Это довольно сложная технологическая работа, связанная с несовершенством законодательства, с вопросами передачи собственности, с неполным сейчас пакетом юридических по собственности союзного государства, тем не менее, нам удалось в рамках союзных программ по космической тематике преодолевать эти проблемные вопросы. Сейчас уже более половины мероприятий, выполняемых в рамках программы, они являются совместными, то есть оба государства, предприятия двух государств, с учетом того, что финансирование идет раздельно, белорусская сторона финансируется из своей части, бюджетная союзная государство, российская со своей части, как говорится, обмен невозможен. Тем не менее, интеллектуальный объем уровня интеграции достиг того, что мы уже работаем более половины программы на совместные результаты. Это, считаю, наверное, наиболее важное достижение в части интеграции научно-технического потенциала России и Беларуси в космической деятельности. С 2013 года тоже, наверное, наиболее интересное с точки зрения опыта сотрудничества, с 2013 года действует совместно российско-белорусская рабочая группа по подготовке предложений по первичному содержанию перспективных программ союзного государства. Вот до того, скажем так, программы формировались снизу, что называется, предприятия поддавали предложения, потом в инициативном порядке эти программы как-то формировались, выходили на уровень министерств Академии наук Беларуси и Федерального космического агентства и далее проходили достаточно длительный пункт, двухэтапную такую схему прохождения через все согласующие министерства, заканчивая постановением Совета министров союзного государства. С 2013 года Академия наук Беларуси и Федеральное космическое агентство создали межведомственную рабочую группу, которая занимается тем, прежде всего, что отбирает предложения, проводит первичное формирование перспективных программ союзного государства. И в связи с этим нам удалось достаточно серьезно упорядочить эту деятельность. Даже за последний год была на этой рабочей группе рассмотрена и отобрана программа. Было более трех десятков предложений перспективных программ. Однако были отобраны наиболее важные с точки зрения развития и Беларуси, и России программы. И сформированный, скажем так, план работы по этим российско-белорусским программам в космической деятельности буквально до третьего десятка лет этого века. Вот если конкретно, то программа технологии СГ это продолжение программы нанотехнологии, которая закончилась в 2011 году. Эта программа уже прошла утверждена концепция, буквально проходит последняя стадия согласования с Министерствами финансов и Минэкономразвития и она должна стартовать в конце этого года уже эта программа. Программа интеграции СГ на последней стадии находится согласования концепции Министерства финансов Российской Федерации и соответственно Министерства финансов Республики Беларусь. Так что мы рассчитываем, что концепция будет одобрена на Совете Министров в конце этого года и следующий год будет посвящен разработке непосредственно самой программы и запуска этой программы. перспективные программы САТОСГ это создание научно-образовательной космической системы союзного государства. Мы хотим, чтобы союзное государство тоже стало своей космической державой и имело свой пускай образовательный, но тем не менее аппарат. Все эти данные есть в рамках предыдущих программ. Был создан собственно прототип космического аппарата, который может быть использован в качестве базового аппарата для вот этой научно-образовательной системы. Задействованы ведущие музыки как России, так и Беларуси при подготовке проекта вот этой программы. Ну, соответственно, космос ЭКБ. В не внешних угрозах понятное дело проблема с элементной базой. И здесь огромный потенциал, который имеет республика Беларусь. Традиционно элементная база еще в Советском Союзе большая часть изготавливалась там, и там остались огромные производственные мощности. Они планируем задействовать в рамках вот этой программы. Ну, данные программы идут робототехника из ГЭПа, создание робототехнических технологий, использование их в космосе, и, соответственно, перспективных космических аппаратов многоцелевого назначения. Это, так сказать, чуть более дальняя перспектива, хотя она уже, собственно, 2018-й год не так и далека. Это вот то, на чем сейчас работает совместная рабочая группа по продвижению вот этих программ через соответствующие ведомства, согласующие, и выходы на Совет Министров Союзного Государства. Кроме Кроме Рабочая Рабочая группа занимается еще непосредственно взаимодействием налаживания прямых связей между предприятием России и Беларуси. Так вот, в рамках буквально последнего заседания на настоящий момент состоялось в сентябре Рабочая группа в Минске там был высажен достаточно большой десант крупных предприятий Российской Федерации занимающихся технологиями в области космоса. Это Техномаш, это Центр Кенбыша и на базе флагмана технологического флагмана Республики Беларуси Института тепломассообмена имени Илыкова собственно была проведена достаточно серьезная такая презентация технологий наработанных Беларуси и состоялись такие встречи по скажем так двухсторонным соглашениям между этих республиками между этими предприятиями по использованию технологий наработанных Беларуси для космической промышленности Российской Федерации. Вот так сказать вкратце то чем мы занимаемся и я думаю что вот этот опыт он должен быть распространяться не только в рамках союзного государства но и далее на месяц СНГ. Спасибо. Александр Николаевич, спасибо большое. Я бы несмотря на нескольких времени хотел бы несколько комментариев в этой связи. Первое мы исходим из того что на постсоветском пространстве на пространстве СНГ интеграция ведется в нескольких уровнях в нескольких измерениях и мы опять же подписались в Минске в Минске эту тему предметно обсудили и договорились о том что при подготовке очередных заседаний международного совета по научно-техническому университетному сотрудничеству будем исходить из того что те интеграционные форматы это союзное государство России и Беларуси это ЕАЭС это собственно СНГ другие объединения мы будем исходить из того что мы очень аккуратно должны рассматривать вопросы расходования государственных средств на эти интеграционные процессы и понимать что вложения экономические и финансовые должны быть максимально эффективны и оправданы в этой связи я хотел еще что подчеркнуть что нам СНТИ собираются не фантазеры а люди которые уполномочены своими государствами на межгосударственные переговоры опять же существом всех тех реалий в которых мы живем в том числе бюджетных и организационных и вот я еще раз хочу высказать признательность Александру Геннадьевичу за дискуссию которая была в Минске потому что на протяжении нескольких заседаний СНТИ обсуждалась инициатива возможности создания объединенного института космических исследований по модели может быть уже действующего объединенного института ядерных исследований государства СНГ и сегодня на волнах радиостанции Эхо Москвы первой новостью с утра было известие о том что вчера Роскосмос провел совещание у полномочных представителей государств и было принято решение о разработке проекта подобного института объединенных космических исследований я думаю что это еще но очень хорошая иллюстрация к тем выступлениям которые только что мы выслушали и констатация того факта что есть такие области в которых действительно наше государство является лидерами до настоящего времени и это лидерство надо постоянно подтверждать и закреплять поэтому спасибо большое за ваше подробное и очень интересное выступление посвященное космической тематике далее я хочу пригласить к разговору Наталью Николаевну Меликову она представляет Киргизию является начальником управления инновацией и в образовании и науке Киргизско-российского славянского университета имени Ельцина почему мы хотели чтобы Наталья Николаевна поделилась своим опытом потому что говоря о разноуровневой интеграции в том числе в научной сфере мы исходим из того что развитие прямых связей между высшими учебными заведениями университетами наших стран должны вести в том числе и к работе по продвижению тех научных работ которые ведут студенты чтобы эти работы становились частью общего и научно-исследовательского пространства и в то же время молодые ученые еще с студенческой скамьи научились работать в нынешних условиях рынка в этой связи я бы хотел сейчас представить доклад интеграции научных исследований университета в донационное пространство на примере киргизско-российского слоянского университета пожалуйста адамикова спасибо добрый день уважаемые коллеги мне бы хотелось немножко в начале доклада сказать о Кыргызстане вчера был доклад общий такой заслушали о наших цифрах о наших инновациях и я еще представляю национальный контактный центр в рамках программы межгоспрограммы страны СНГ по инновационному сотрудничеству и наши проекты от страны тоже входят в перечень инновационных проектов 11 проектов из которых перечислили председателя межгоссовета научно-технической сферы и инновация два проекта в рамках этой межгоспрограммы от Кыргызстана в направлениях медицина на здравоохранение и биотехнологии и надеюсь что тоже у нас наша страна активно будет вносить свои результаты свои исследования в эту программу конечно мы хотя и находимся на периферии далеко от центра далеко от всех фондов которые были представлены но мы тоже знаем что наши результаты они значимы и которые могут внести значимый вклад в инновационную сферу в инновационное пространство и вот на примере нашего университета конечно невозможно представить без науки как летом дерево без листьев так и вуз без науки сейчас невозможно представить без связи тесной связи образования и науку без инноваций поэтому наш вуз создан еще в 93-м году уже более 20 лет существует и является таким ярким примером интеграции образовательной научного пространства государств-участников СНГ более 500 инноваций я немножко здесь не буду остановиться на такой структуре хотел бы сказать что более 500 инноваций ученых и студентов университета в различных областях знаний нашли практическое применение в учебном процессе и на производстве например автоматизированная система проектирования и производства буро-взрывных работ она применима на очень многих предприятиях России Казахстана Узбекистана и я хотела бы даже привести пример это сибирская угольно-энергетическая компания использует наши разработки для подготовки буро-взрывных работ на угольном разрезе разрез Тургуйский экономический эффект за два года составил 510 миллионов рублей система защищена патентами кыргызскими евразийскими патентами систему называется бластмэкер и используется на горных предприятиях России Казахстана Узбекистана и Кыргызстана и активное очень научное практическое сотрудничество это группы ученых они Михаловский ГОК Коринский Акатыш Апатиты Качканадский ГОК разрез Тургуйский вот полиметал Руд Гармаш Женком Софе Россия Соколовская Сарбайское Горно-обогатительное производственное объединение Каснайские минералы то есть только вот видите по одной автоматизированной системе сколько у нас таких вот внедрений и нашей системы предприятия страны СНГ в основном это конечно Россия и Казахстан что-то зависает это вот такие наши научные институты я не буду на них останавливаться это бурозраной струк тоже который применяется на предприятиях России Казахстана разработанные энергосберегающие экологически чистые технологии непрерывной разработки высокоородных месторождений в скальных породах мобильными автоматизированными комплексами устройств вкладывающими буроклинно-взрывные струки генераторы газовых импульсов высокого давления образуемыми взрывами зарядов из воды эти инновационные тоже решения защищены патентами рекомендованы для разработки месторождений полезных копаемых в горных условиях на предприятиях СНГ этот программный комплекс автоматизированный для бурозранных работ в основном это вот горная отрасль создание наночастей для лазерной гипотермии очень тоже интересная разработка и проведена оценка использования этих нанотехнологичных радиопоглащающих покрытий микроволновым диапазонным частот на невидимых радарами ретательных устройствах беспилотных самолетах наземных и подводных аппаратах а также для экранирования электромагнитного излучения компьютеров мобильных телефонов для защиты информации от несанкционированного перехвата все эти разработки конечно очень интересны я тоже думаю заслуживает внимания особенно интересны разработки медицине радиочастотной гипотермии при лечении излокачественных опухолей совместно разработки с российскими и французскими учеными также практической медицине внедрены новый способ диагностики или еще незначимой заболеваний и за разработку этого способа лечения различных дерматозов награждены ученые золотой медалью ВАИС ведется работа активная по продвижению все вот эти проекты но здесь видимость не очень хорошая все эти разработки очень активно внедряются в странах СНГ но конечно хотелось бы вычеркнуть не только технического направления разработки но также у нас весомые исследования и гуманитарного направления у нас создан институт стратегического анализа прогноза который вошел в аналитическую ассоциацию организации договора о коллективной безопасности которая создана для практического укрепления взаимодействия стран ОТКБ также открыт инновационно-развратный центр русского языка который включает центр по тестированию трудовых мигрантов на знание русского языка истории права России и центра молодежной политики одной из основных задач центра является сохранение и развитие русского языка в Центральной Азии как основного приоритета деятельности ВОЗа в рамках популяризации русского языка и создания условий сохранения и совершенствования русскоязычного образования в Кыргызстане также проводится работа по адаптации к региональным условиям учебников на русском языке русский язык и подговору с российским издательством просвещения для русскоязычных школ в русской журнале русская основа в Кыргызстане реализуются проекты по федеральной программе русский язык ну и с 10-го года КРСО является национальным контактным центром в рамках программы и 5 проектов рекомендованы фонд Сколково а 3 проекта вошли в каталог агрегатор инновационных проектов по разработке технического направления инновационных проекта конечно в университете созданы все условия и для поддержки молодых ученых прежде всего мы благодарны министерству образования Российской Федерации за поддержку по программе развития славянских вузов таких вузов вот 4 и в 2014 нас начали финансировать и выделено финансирование по этой программе где-то до 70 миллионов рублей и в рамках которых созданы у нас новые технологии конструкторское бюро высокого уровня карьера лаборатории 3D технологий а также лаборатории моделирования нефтегазового производства и другие также у нас действуют тоже советы молодых ученых и студентов которые поддерживаются в рамках этой программы развивается международное сотрудничество с образовательными научно-техническими учреждениями и организациями только около 300 договоров подписаны и соглашения за последние 5-6 лет в службе Российской Федерации это 136 договоров Дальнего Зорубежья 79 договоров и страны СНГ 82 договора сегодня участвуют в формировании такого единого научно-образовательного пространства в рамках ИАЭС и несомненно я не скажу что только наш ВУЗ но и все ВУЗы Кыргызстана эти проекты тоже были совместно Медакадемия технический университет Кыргызко-лассейский университет совместные проекты рекомендовали в Сколково несомненно Кыргызстан тоже обладает и каждый вуз в отдельности обладает потенциалом инновационным потенциалом но чтобы этот потенциал реализовать и реализовать проекты нужны конечно ресурсы и хороший менеджмент если это все в комплексе будет работать то конечно тогда и будет продвижение но прежде всего чтобы это все заработало нужны хорошие контакты и я приглашаю к тесному сотрудничеству все наши страны все вузы проекты есть идеи есть которые могут быть реализованы в ближайшее время спасибо спасибо большое Наталья Николаевна я очень надеюсь что вот это направление деятельности я имею ввиду развитие контактов между высшими учебными заведениями может быть высшими учебными заведениями и центрами внедрения они будут развиваться и дальше спасибо что я сейчас хочу сказать я хочу еще раз обратить внимание что мы сегодня собрались с Колково это был не случайный выбор потому что инновационный центр Сколково является на самом деле сейчас как мы считаем одной из визитных карточек Российской Федерации и что еще очень приятно что здесь работают профессионалы которые знают правильные пути как развитие системы научных знаний так и того как комментиризировать те проекты которые получаются в результате научных исследований сейчас я хочу предложить подиум Александру Анатольевичу Окуневу который является руководителем направления региональной политики и по взаимодействию с институтами развития государств участников СНГ фонда Сколково Александр Анатольевич настолько компетентный человек что общение каждый раз общение с ним приносит лично мне очень много нового и я хочу вам предложить воспользоваться сегодня этим случаем для того чтобы обсудить те вопросы которые может быть интересуют вас в сфере и по тематике его сегодняшнего выступления которое звучит так что лучшие практики коммерциализации научно-исследовательских проектов с участием институтов развития пожалуйста большое спасибо уважаемые коллеги рад сегодня здесь присутствовать сразу по нескольким причинам то есть первое это то что есть возможность увидеть на самом деле уникальную аудиторию аудиторию ту которая у нас сегодня здесь присутствует то есть фактически два поколения то есть то поколение которое представляет вот Петр Александрович ученые скажем еще которые формировали советскую науку и молодежь которая сегодня на самом деле предлагает очень большие усилия и результаты исследований и работы есть поэтому наверняка эта синергия она не просто полезная она существует и она существует наряду с тем вот о чем говорила Наталья Николаевна то есть было сказано о том что институты поддержки есть ну о фонде Сколково рассказывать не буду потому что наверное мои коллеги сегодня первой части мероприятия уже подробно об этом рассказали хотел остановиться именно на тех вопросах на вопросах коммерциализации потому что все подчеркнули что институты поддержки сегодня есть проекты инновационные и инновационные решения есть на самом деле и финансирование и финансы и деньги и частные и беспрецедентная государственная поддержка для таких проектов есть что нужно нужно в первую очередь конечно же Это новые рабочие места, чтобы та наука, эти инновационные решения могли создать новые рабочие места, куда могла приходить молодежь именно со среднеспециальным образованием, которая могла бы оперировать высокотехнологичными станками, приборами, в том числе и секторскими, и другими. И что еще очень важно, это, конечно же, чтобы данные исследования, данные инновации, они создавали новую добавленную стоимость, чтобы, по сути, те молодые ученые, которые сегодня у нас в зале, те, которые будут к нам уверены много и много присоединяться, могли, на самом деле, скажу очень прямо, могли зарабатывать на том, что они изобретают. Могли пользоваться заработанными средствами, возможностями для того, чтобы лучше и лучше проводить новые исследования, создавать новые продукты, которые будут востребованы. Почему? Ну, тут один такой важный момент есть. Главное, наверное, в том, чтобы ученые не стали бизнесменами, чтобы они забросили науку, получился у них какой-то один прибор, они его выпускают, работают. Это, в самом деле, тоже хорошо, но хотелось бы, чтобы разрабатывали еще что-то и что-то новое. Я, наверное, в силу того, что времени у нас не так много, постараюсь тогда быть совсем очень кратким, а просто скажу несколько моментов, которые хотел, чтобы мы могли с вами обсудить. Если даже не получится сегодня, так то мы всегда открыты к общению и готовы рассказать о тех практиках и возможностях того, как коммерциализовать ту продукцию, которая сегодня есть. Но самое главное, что сегодня я вижу, встречаясь с довольно большим количеством инновационных компаний, многие говорят, сложно. И среди сложностей называют основные причины. Это первое, нет финансирования. Второе, очень часто говорят, да никому это не нужно. На самом деле это не так. Вы знаете, вот из всех проектов, которые мы предлагали, из компаний участников проекта Сколково, ну, вот, к примеру, наши участники сегодня продают свою продукцию в 68 стран мира только по кластеру информационных технологий. И очень успешно развивается, насколько я знаю, такая же сфера в Республике Беларусь. То есть фактически все компании, которые разрабатывают какой-то продукт, он на самом деле востребован. Потому что вот из проектов, которые реально можно посмотреть, которые можно показать, объяснить, как это работает, для чего и где это возможно для применения, вы знаете, вот я ни разу не слышал ответа «нет». Если понятная экономика проекта, то бывают, конечно, какие-то вопросы, касающиеся того, как это технологически осуществить, как это внедрить, где это построить, где разместить. Но вот чтобы вы сказали, что нет, нам это не нужно, вы знаете, вот такого на самом деле нет. Поэтому здесь еще один очень важный момент, это, наверное, момент тот, о котором тоже Наталья Николаевна сказала. Это то, что нужны проектные команды и, скажем, внедреницы, наверное, вот чего у нас сегодня не хватает для ученых, которые находятся и в зале, и которые, скажем, сегодня за его пределами, у которых есть инновационные решения. Это то, что нужно пытаться находить себе партнеров, и партнеров таких очень много. И вы знаете, во всех государствах СНГ они тоже есть. И здесь тоже можно привести примеров, потому что когда фонд Скокола только создавался, когда мы предлагали нашим коллегам из Казахстана, из Белоруссии, чтобы их участники приезжали к нам и работали у нас, на самом деле было такое опасение, и мы тоже этого опасали, что не выведем ли мы здесь неким пылесосом, который собирает хорошие компании инновационные, приезжайте к нам, работайте у нас. Но сегодня мы увидели совершенно другую историю. Это то, что участники проекта Скокола, например, приведу IT-кластер, он такой более показательный, то есть они приезжают, открывают предприятия в Казахстане и начинают работать там. Компания из Белоруссии, например, Turbo Energy, которая стала участником проекта Скокола, она, да, здесь ведет разработки, здесь взаимодействуют с крупными компаниями, которые ей нужны, но производство и экспорт осуществляют свои продукции из Республики Беларусь. Поэтому на самом деле здесь очень важно понимание того, что не бойтесь тех рисков, которые, значит, где участвует государство, то есть не нужно этого бояться, и вот как обращение наше к совету молодых ученых, к форуму молодых ученых, с тем, чтобы можно, как можно больше доносить для молодых ребят до инновационных объектов, о том, что механизмы поддержки есть, механизмы внедрения тех разработок, которые сегодня сделаны, они тоже есть. У кого-то это получается быстрее, у кого-то медленнее, но результатов можно привести очень много. Ну, наверное, сегодня говорили о том, что выручка наших компаний, участников проекта Скокола, составила 44 миллиарда рублей, да, то есть это компании, которые пришли фактически с нуля, то есть это были стартапы, и на сегодняшний день за три года они смогли развиться, смогли начать продавать свою продукцию и встать на рынок. То есть такой опыт есть, мы им готовы делиться. То есть те, кому нужны проектные компании, компании по внедрению, тоже этот путь открыт. Я думаю, что мои коллеги из открытого университета Скокола сегодня тоже об этом рассказывали, рассказывали о возможностях и, скажем, учебных, образовательных программах, ну и, конечно же, просто консультация о том, как можно вывести свой продукт на рынок. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить своих коллег, это и Россотрудничество, Александр Геннадьевич, вас за ту беспрецедентную на самом деле работу, которая организована в рамках СНГ сегодня, потому что мы чувствуем, что молодые коллективы чувствуют эту поддержку, находят ее. И самое главное, не бойтесь обращаться, не стесняйтесь даже иногда что-то потребовать, потому что если ваше требование справедливое и правильное, то вы знаете, вы всегда добьетесь результата и продукция ваша, уверен, будет внедрена. Поэтому предлагаю, если есть вопросы по данной теме, то можно обратиться ко мне, к моим коллегам, мы с удовольствием об этом расскажем. Ну и самое главное, хотелось бы, чтобы, когда закончится наш форум, мы эту работу вместе с вами продолжили. Возможно, здесь, наверное, будет идея создания фото постоянно действующего органа среди ученых, поэтому мы готовы с ним сотрудничать, готовы предлагать свои идеи, готовы взаимодействовать и искать не только инновационные коллективы, но и те проектные команды, которые могли бы взаимодействовать и быть потребителями той продукции, которая предлагается. Вот я вижу здесь коллег из Беларуси, которые очень активны в данном направлении. Вопрос мы начали с ними прорабатывать, но, к сожалению, у нас, может быть, медленно немножко он идет. Ну, давайте вот так же в рамках настоящего форума, в результатах мы эту работу постараемся ускорить. Спасибо. Александр Анатольевич, у меня нетрадиционно, я бы хотел вам с короткой просьбой обратиться. Сегодня, когда Александр Геннадьевич заканчивал свое выступление, он высказал те критические замечания, которые еще все-таки присутствуют при реализации нашей межгоспрограммы. Но я бы хотел вас спросить буквально там полторы минуты в цифрах, показать тот мультипликативный эффект, который программа, несмотря на оборудование совершенства, имеет ли мы системы для развития инновационного сотрудничества на пространстве СНГ. Что мы увидели с других ракурсов? Какое это развитие получило? Да, вот здесь, на самом деле, можно я скажу, я не останавливался на работе фонда Скулкова как оператора межгоспрограммы, но буквально несколько слов в ответе на вопрос. Это следующее, что мы стараемся в этой работе подходить именно в аспекте того, о чем я начал свое краткое выступление. Это то, что должны быть созданы новые рабочие места и создана новая добавленная стоимость. Потому что программа, как любой бюрократический механизм, часто предусматривает создание необходимых методологических пособий, формирование каких-то документов. Но мы, может быть, не всегда успеваем ту работу сделать вовремя, иногда ее, может быть, упускаем. Но считаем, что главной целью, которую удалось добиться, это то, что на самом деле программа явилась механизмом, который позволил фонду Скулкова, институтам развития в республиках СНГ, скажем, это и Белым фонду наше такое прямое убеждение, Национальному агентству технологического развития в Казахстане, создать прямую площадку взаимодействия и коммуникации научного сообщества, именно инновационного сообщества, которое нацелено на коммерциализацию результатов своей деятельности, к общению и к созданию совместных предприятий, аж зачастую. Потому что, если говорить в цифрах, то сегодня желающих компаний, которые подали заявление, скажем, на участие во второй черте проекта, так как сегодня 56, и вы знаете, увеличение идет очень большое. То есть сегодня мы понимаем, что даже с тем количеством заявок, которые к нам поступают, наверное, мы не всегда успеваем справиться. Здесь, конечно, помогают национальные контактные центры, но тем не менее такой процесс идет. И говоря о компаниях, которые начали работать в рамках программы, перейдя из фонда «Сколково» в Белоруссию, из Белоруссии в Россию, у которых строят работу с коллегами из Армении, из Казахстана и из других стран, в цифрах это, наверное, может быть, где-то немножко ошибусь, но в целом порядок цифр следующий, что там, скажем, в области информационных технологий компаний, которые начали между собой активно взаимодействовать уже больше 150. Это и участники проекта «Сколково», это и резиденты технопарков в Белоруссии, это и крупные предприятия, такие как «Казпочта», «Казахтелеком» в Казахстане. Что касается энергоэффективности, например, тоже очень важный вопрос, но он более сложный. Здесь цифры немного другие, но они другие в силу того, что специфика сама по себе очень тяжелая. И вот даже в этой специфике можно сказать, что уже 16 компаний начинают работу взаимодействовать. Один пример я уже приводил, это Турбоэнерджи, белорусская компания, которая стала участником проекта «Сколково», предлагает сегодня свою продукцию для реализации в Казахстан. То есть здесь мы видим пример такого эффекта, когда компания из Белоруссии начинает работать в России, берет здесь то, что ей необходимо в плане и научных исследований, и коммуникации с научным сообществом, и предлагает уже свой продукт уже в третьих странах. Поэтому я думаю, что таких примеров можно еще привести, наверное, целый ряд. Но в целом мы считаем, что и уверены в том, что нам удалось организовать взаимодействие научных кругов между собой. Подводя краткий итог первой части нашего круглого стола, я хочу сказать, что я думаю, что для всех людей, кто принимает непосредственное участие в реализации межгоспрограммы и инновационного сотрудничества государства СНГ, состоялся очень полезный сегодня разговор, который позволил выявить немножко другие стороны реализации программы, не те, которые мы обычно обсуждаем в нашем рабочем общении и на заседаниях МСНТИ. Я хочу поблагодарить вас всех за очень интересный разговор и попросить перейти в зал, в то же время пригласив сейчас на сцену участников Совета молодых ученых государства Содружества для того, чтобы мы продолжили наш сегодняшний разговор. Спасибо. Пока мои коллеги снимают свои места, я бы хотел буквально несколько слов сказать по поводу того проекта, о котором только что упомянул. 12 декабря прошлого года в этом же комплексе состоялось организационное заседание Совета молодых ученых государства СНГ. Этот совет создается по решению МСНТИ и имеет своей целью создать сообщество молодых ученых, которые будут работать над тем, чтобы придать новое дыхание именно молодежному сотрудничеству в рамках СНГ. Сейчас я хочу предоставить слово представителю Национальной Академии Азербайджана Савманову Фамилу Тахировичу. Он предложит вашему вниманию сообщение инновационные проекты и мобильные сплавы ученых. С учетом того, что мы очень плотно работаем в первой части рабочего стола, я, тем не менее, прошу все-таки придерживаться регламента в 5 минут. Тогда, может быть, мы останемся в рамках того времени, которое нам выделено. И успеем, как подсказывают наши хозяева, на фуршет. Спасибо, уважаемый спикер. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Хочу выразить организаторам свою искреннюю благодарность за приглашение на форум ученых СНГ и приветствую вас от 3 тысяч молодых ученых и социалистов Национальной Академии Азербайджана. С вашего разрешения, как раз и расскажу о молодежной политике Академии Науки и дуэтах Совета молодых ученых и специалистов, которые проводят данную политику. Образование и развитие науки Азербайджана было действительно связано с Россией. Нас очень рады, что эта традиция продолжается и по сей день. Один из основных и один из Совета молодых ученых и специалистов Национальной Академии Науки Азербайджана включает форумизация науки, координация инновационных проектов, монетодинг, научные издания, работа с регионами, проведение научно-общественных медиоприятий, общественные и международные связи. Связи по форумизации и по сширению научно-исследовательских результатов, полученных в учреждениях Академии, организовывают семья под названием «Последные научные достижения». Семей этой инициативы является форумизация науки академической уровня, обеспечение единственным наукой образования, выявление перспективы молодежи и привлечение ее в стиму Академии Наук. В связи этим в ВУЗах Азербайджана проводятся встречи научных семинаров среди молодых исследователей, на которых они вступают с обеспечиванием. Регулированный Совет проводит встречи с местными научными фондами и молодыми ученым в силу создания совместного сотрудничества. Следует особо для основных фонда, который нас поддерживает. Фонд развития науки при президенте Азербайджанской республики, фонд науки нахтеновой компании Азербайджанской республики, фонд молодежи. В результате для этого фонда было реализовано много проектов, что позволило институтам обновить их материално-техническую базу. Стимулировать научные приятельности ученых создать возможности для свободного творчества. Огромное значение фонда преддает протяжка молодых ученых. Одним из критериев для оценок заявок на получение кровных грантов является привлечение молодых ученых к реализовым институтным проектам. Следует отметить, что ежегодно проводится конкурс. Конкурсы грантов для молодых ученых и специалистов проводятся четырежназовый год. Конкурс грантов на вывесный в более 7 раз. В результате этого конкурса сотни молодых ученых прошли стажировки были решены в научном центре зарубежных стран, участвуют в международных конференциях, симфозиумах, публикуют в научной статье рецензионных журналах зарубежных стран. Конечно, это имел их ход и сырозапятный, но, однако, мы не считаем их достаточным. Следует отметить, что данные проекты реализовались в рамках государственной программы молодежной политики на 2011 до 2015 годах. В рамках новой программы развития молодежи в 2015-2025 годах в годах Азербайджанские рисунки заканчиваем увеличение финансовой продажки в три раза. Совет молодого ученых и специалистов продает большое внимание также международному молодежному сотрудничеству. Ежегодно проводится конференция как в местном значении, так и в международном во всех областях науки. Главной силой организации чертовно-насоставных разностранных научно-технических мероприятий является организация обсуждения на международном уровне результатов последних исследований, а также проведение научных дискуссий и решения существующих проблем для адаптации молодежи в международном научном пространстве, создания возможностей для научного сотрудничества с молодыми учеными из различных стран, ознакомившись с современными научными подходами. За время 5-й совета был проводен высоким академическим уровнем и крупным проектом. Одним из таких проектов следует отметить первый международный европейский молодежный форум, который состоялся в 2014 году. Для этого форума приняли участие более 400 представителей молодых ученых из 6-30 стран. Также был проводен первый Бакинский международный форум молодых ученых мира, на котором активно применяли участие 500 представителей молодых ученых выше 90 стран. В ближайшее время, 2-й и 4-й ноября 2015 года, мы фамилием провести международный мультидисиментальный форум молодых ученых и специалистов в Академической научной неделе 2015 в освещении по 70-летию Национальной Академии наук Азербайджана. В 2014 году Национальная Академия наук Азербайджана, центр молодых ученых и специалистов, был подписан договором взаимодействия между молодым ученым Национальной Академии наук России, Турцией и Азербайджаном. Азербайджанская сторона готова к международному сотрудничеству и будет рада молодежному взаимодействию на форумах СНГ. В России работают также и в области в издании, распространены результаты наших исследовательских работ молодых ученых. Одним из наглядных примеров является жена молодой СНГ, который повлекается на азербайджанском русском и английском языке. Благодарю за это. Спасибо большое. Что бы я хотел сказать, что в результате той работы, которая была проделана с декабря прошлого года, подготовлены положения и регламент деятельности Совета молодых ученых СНГ. И люди, которые принимают участие сейчас в нашей дискуссии, они внесли в это самое непосредственное активное участие. Это огромное спасибо. По результатам работы нашего сегодня другого стола, мы, наверное, предложим МСНТИ Сангеннадьевичу подумать о том, чтобы мы разработали до конца года инновационный календарь Содружества с тем, чтобы представить его проект на очередное заседание МСНТИ, которое рассчитывается в Москве в декабре этого года. Мне кажется, это будет одним из практических шагов тех дискуссий, обсуждений, которые мы сегодня сейчас здесь организовываем и имеем. Прежде чем предоставить слово доценту кафедры ЮНЕСКО, мировых культур и религии Киргизско-Российского Славянского университета, Бурсиловскому Денису Александровичу, я хочу обратиться к залу. Есть ли здесь представители Молдавии и Армении? Если есть, поднимите, пожалуйста, руки. Значит, вы также имеете право поучаствовать в нашей дискуссии, просто я когда вас приглашу, тогда вы сами объявите тему, хорошо? Потому что так получилось немножко организационно, что мы не смогли сейчас вас сюда пригласить, но это значит, что вы просто поучаствуете с ваших мест, перейдя сюда, ладно? Спасибо. Значит, сейчас тогда слово Денису Александровичу с его сообщением «Инновационный потенциал молодежи. Новый тип культуры, опыт и перспективы партнерства на пространство ХСНГ». Спасибо. Тема «Инновационный потенциал молодежи». Очень отрадно, что сегодня как раз мы говорили об интеграции университетов, буквально час назад закончилась один из вебинаров видеоконференции, посвященный теме «Инновационный потенциал молодежи». Участвовали как Кыргызско-российский и Славянский университет, так еще и шесть университетов России, в том числе Министерство образования и науки Российской Федерации. Действительно, была очень интересная конференция, очень интересный вебинар, и очень радует, что в последнее время происходит интеграция университетов по этим темам. Так что эта тема действительно сейчас актуальна. Хотелось бы отметить, что формирование единого научно-технического пространства стран-участниц СНГ, возможность получения технологической ренты, невозможна без превращения науки в ключевую компоненту инновационной системы. Поэтому одна из задач молодых ученых – это исследование науки как инновационной системы современного общества. Наука является базовой структурой инновационных экономик развитых стран. Она обеспечивает как гарантированное массовое производство инноваций фундаментального и прикладного характера, так и высокое качество жизни, конкурентоспособность в глобализирующемся мире, повышение адаптационных возможностей человечества к вызовам планетарного и космического масштаба. В этой связи необходимо укреплять взаимодействие университетов с фирмой с целью активизации радикальных инновационных процессов. От нас хотелось бы, с учетом того, что время сокращено, предложить конкретно обратиться, не побояться к Россотрудничеству, уважаемое Россотрудничество Министерства образования и науки, фонд Сколково, есть конкретное предложение. Я считаю, что и наши молодые ученые также считают, что необходимо создать центр инновационной методологии. Почему? Мы часто говорим об инновации, но забываем, что инновация и методология ведения познавательных процессов, новых способов познания, в частности, компьютерных и синергетических методов. В настоящее время отчетливо обозначается парадигмально научный характер синергетики, теории и методы которой приобретают универсальные функции и могут эффективно использоваться как в естественных, так и в социально-гуманитарных и технических науках. Например, с внедрением методологии синергетики в область социально-гуманитарных наук возникли социосинергетика, эволюционная экономика, синергетическая антропология и другие дисциплины. Также хотелось бы обратиться к Россотрудничеству и фонду Сколково, чтобы организовать совместный форум, посвященный инновационной методологии, подготовить совместные издания молодых ученых стран СНГ по данной теме, а также затронуть обмен опытом по созданию научных школ. Почему научных школ? Потому что мы знаем, что наука невозможна без преемственности. И по поводу мегагрантов. Еще раз отмечаю, центр этот инновационной методологии очень важен. Второй пункт, обращаюсь ко всем, в том числе и к молодым ученым. У нас в Кыргызской республике запускается новый проект на телеканале национальном, видеотрансляция, то есть каждый месяц будут показываться изобретатели молодых, молодые ученые, изобретатели их деяния. И хотелось бы приглашать различных молодых ученых из разных стран СНГ. На это мероприятие можно создать какой-то общий такой канал информационный, либо в интернет пространстве продумать этот момент, потому что необходимо популяризировать науку. Необходимо поднять статус ученых, в том числе молодых ученых в современном мире. Также необходимо учитывать интересы ящита каждой страны-участницей СНГ при разработке норм международного права в области интеллектуальной собственности, переговорах и обсуждениях проблематики интеллектуальной собственности в соответствующих многосторонних региональных и двусторонних рамках Евразия, СНГ, группы 8, диалога России и Европы и так далее. У нас также есть проекты, касающиеся всем, кому интересно. Приглашаем сотрудничать про экологически чистые продукты разрабатывать. По туризму проекты различные есть. Необходимо сейчас создание растительных каких-то устройств, потому что фермеры нуждаются в этом. Еще хотелось бы отметить, что сейчас у нас идет активное развитие международного проекта. Международный проект называется «Центр поддержки технологий и инноваций». Его предложила Всемирная Инновационная Организация. И мы хотели бы вас предложить всем, кто желает поучаствовать в этом международном проекте. Он начался с 2010 года, и в том числе Кыргызская Республика входит в него. Еще было предложение до этого, прежде чем приехать сюда, на этот замечательный форум ученых 2015 года. Мы в Госфонде интеллектуальной собственности провели тренинги и заседания как молодых ученых, так и деятелей коммерческих структур и так далее. И они предложили, сказали, что в советское время были развиты различные заводы, фабрики по Кремнию, то есть Кремнии как источник альтернативной энергии. Использовались пластины солнечные, превращение из солнечной энергии электрической и так далее. Сейчас заводы остановлены, в основном только в Орловке, там маленький завод, 5-6 тонков стоит. То есть различные источники альтернативной энергии всегда коммерсанты и молодые ученые откликнутся на такие проекты в нашей стране. С учетом того, что мы горная страна, у нас большинство проектов касается именно туризма. Поэтому без занятий какой, религиозный туризм или другой вид туризма. Очень актуальна инновационная потенциаль молодежи, почему назвал доклад «Новый тип культуры» с учетом нашей специфики в Центральной Азии. У нас проблемы с экстремизмом, в частности, как с политикой этно-религиозным экстремизмом. И невозможно проводить молодежное сотрудничество без того, чтобы молодежь не выступала как один из механизмов именно диалога цивилизации в глобализирующемся мире. И наша цель обучить сейчас молодежи искусству диалога между культурами, религиями, цивилизациями. Мы должны научиться тому, как сделать диалог плодотворным на просторах СНГ. Так как эффективная реализация инновационного потенциала молодежи – это залог безопасности СНГ, и научно-техническое сотрудничество среди молодежи станут участницей СНГ, особенно перспективно при условии, если в результате кооперации, интеграции усилий молодых ученых будут создаваться продукты, востребованные на мировом рынке. То есть самое главное, чтобы продукты были востребованы на мировом рынке. Потому что культурная матрица техногенной цивилизации, она трансформирует традиционные культуры, при этом активно поддерживается и ценится постоянно генерация новых образов, идей, концепций. Также хотелось бы отметить, у нас разрабатывается электрофорум заводом, такие проекты, как лучистое электрическое отопление. С учетом презентации, вот просто мы хотели показать вам сотрудничество российско-корбинско-научных связей, вкратце, буквально, что-то, наоборот, да? Сломалось все. Все. То есть научные связи лучше всего, конечно, начиная со собираться всем странам, например, Институт массовой коммуникации, социальных наук в Казанском федеральном университете. Вот мы все представители Центральной Азии, в том числе, значит, россияне, в России, значит, в Казани, проводили различные тренинги, тесное сотрудничество, действительно, научные связи различные. И что я могу сказать, что лучше всего, конечно, это общение, диалог, выявление общих проблем и различные решения. Поэтому различные наши перспективы интеграции в Российский Союз у нас проходили, доклады интересные, и инновационный потенциал молодежи, он поднимается. Еще вот такая проблема есть, общую создать базу данных, да, по публикациям. Мы сейчас пытаемся совместными, своими собственными усилиями создать, как бы, такую информацию, как среди молодых ученых, чтобы обмениваться научными статьями и публиковаться в журналах высшей аттестационной комиссии разных стран мира. Это проблема, вы знаете, да, попасть сразу, без проблем, без очереди в российский индексентирование, в Web of Science или в Scopus, надо либо ждать, либо в очередь идти. А вот в других странах это вообще проблематично, если в себе нормально. Вот мы предложили колонками обмениваться и научными статьями. То есть определенные вещи, которые идут у нас сейчас огромное количество. Сейчас, значит, доклады, конечно, большие. Вот, с учетом того предложения, потом еще вышло на почту, если кого-то заинтересует, у меня есть книги по проектам Крымско-Российского славянского университета, по всем международным конференциям на любую тематику и по коммерческим проектам, связанным с наукой. То есть если кого-то заинтересует, можете ко мне подойти, более подробно найти свою область, и что конкретно вас заинтересует, какие конференции, мероприятия проводятся. С учетом этого я, значит, хочу сказать, что следующий доклад, он у нас как бы в унисон, идет продолжение, продолжит Кашельбек Айбек, декан Кыргызской государственной юридической академии, он продолжит этот доклад, потому что у нас в контексте. Спасибо за внимание. Денис, спасибо большое, буквально пару слов. Мне кажется, вы сейчас затронули очень глубинные вещи, вы завели разговор о ценностях. Мы понимаем, и сегодняшний мир это признает, что без общих ценностей сложно формировать какое-то единение, какое-то единство. Очень важно, что вы говорили об этом не с точки зрения каких-то политических взглядов, а именно с точки зрения общих гуманистических и научных школ взглядов. Это очень серьезный разговор. Вы, кроме того, что обозначили ряд пунктов и перечислили эти ценности, вы еще показали и практический выход их применения для формулирования общих принципов взаимодействия на пространстве, которое требует общих подходов к сфере цитирования научных исследований, то, что формируют научные школы. Спасибо вам большое за это. Я надеюсь, что в дальнейшем нашей дискуссии мы эти вещи разобьем, и мне кажется, что в этом плане доклад Дениса был очень интересен. Спасибо большое. Спасибо. Прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги, участники реального форума. Хочу от лица крыгодской делегации поблагодарить Росотрудничество, фонд Сколково, Министерство образования за то, что давайте нам возможность молодым ученым из стран Содружеств приезжать, высказывать свое мнение перед такими неменитыми учеными, как сейчас вот находятся в зале. Тема моего доклада называется «Политика про аспект инновационного развития молодежи в Кырганской Республике». Постараюсь уложиться в регламент. В концепции инновационного развития Кырганской Республики до 2020 года дается определение инноваций как конечный результат деятельности по реализации нового и усовершенствования реализуемого рынка продукта, технологического процесса и организационно-технических мероприятий, которые используются в практической деятельности. Молодежь в Кырганске сейчас чрезвычайно политизирована. По нашему мнению, именно молодежь, обладая предприимчивостью, профессиональной компетенцией и креативностью, способная к созидательной самореализации, к общественному, политическому пространству и готовая к инновационной форме деятельности, определяет будущее страны, становится носителем инновационных идей и творчества. Кырганская Республика на законодательном уровне ставит свою приоритетную цель формирование активной гражданской позиции ценностных ориентиров молодежи, которая обеспечивает стабильное инновационное развитие страны, ее территориальную целостность, культурную и деятельность народа Кырганстана, о чем говорит законник Хрганской Республики, основа государственной молодежной политики. В стране существует множество программ, которые направлены на поддержку молодежи в разных сферах жизнедеятельности. Так, например, в настоящее время в Кырганстане по инициативе Министерства труда, миграции и молодежи разработана стратегия молодежной политики Хрганской Республики на 2016 по 2020 годы. Стратегическая цель, которая является созданием к концу 2020 года нормативных политических и инфраструктурных условий для формирования нового поколения граждан, которые ответственно участвуют в устойчивом развитии страны и конкурентоспособны в политической, экономической и социальной, также культурных сферах. Помимо программной стратегии, которая разрабатывается непосредственно государственным органом, в инновационном развитии молодежи в Кырганстане заинтересована сама молодежь. К примеру, представители активной молодежи и молодежные лидеры создали институт развития молодежи с целью создания устойчивой среды для развития молодежи путем взаимодействия с заинтересованными сторонами. На сегодняшний день институт является одним из лидирующих организаций в Кырганстане по работе с молодежью и содействию развития молодежной политики. Также большинство программ и проектов, разрабатывая поддержку молодежи в инновационном ее развитии, направлено тесно сотрудничество с представителем молодого поколения страны Сангрии. Учитывая значимость проблемы инновационного развития для экономики страны, Кырганстан одной из главных задач считает создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности Кырганской Республики. Решение данной задачи невозможно без тесного и взаимовыгодного сотрудничества как на международном, так и на межгосударственном уровне, о чем свидетельствует мировые процессы глобализации. Кырганстан создает необходимую службу для участия молодежи страны Сангрии во всевозможных конференциях, конкурсах, что является предпосылкой тесного сотрудничества. Так, Государственный фонд интеллектуальной собственности при государственной службе проводит конкурс инновационных проектов, таких как «Ярмарка идей» в рамках государственной программы развития интеллектуальной собственности и инноваций в Кырганской Республике на 2012-2016 годы. Вот мы, кстати, с Денисом Александровичем были автором данного проекта «Ярмарка идей», и основное управление там были отобраны такие программы, как программы по экологической безопасности в Кырганстане и разработка и переработка мусора. Продолжение доклада хочу отмечить немаловажным именовационным развитием молодежи в Кырганской Республике являются инвестиции в молодежь, которые должны стать национальным проектом, так как инновационная личность – это механизм решения производственных коммерческих задач общества, стратегия национального развития страны. Таким образом, вышесказанные методы по внедрению инновационных направлений в развитии жизни общества будут достигаться путем совершенствования видов, методов и механизмов реализации государственной молодежной политики, основанных на конституции в Конституциях Кырганской Республики, международных договорах, остальных нормативных актов Кырганской Республики, принципов национальной безопасности государства и стратегии государственной молодежной политики. Ввиду регламента, у меня все. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу сейчас предоставить слово… Спасибо. Я хочу предоставить слово Винник Алисе Сергеевне и одновременно представить замечательного человека, который на протяжении последних полутора лет очень здорово нам помогает в организации работы, именно молодежного направления работы МСНТИ. Олеся, пожалуйста. Олеся, большое спасибо. Уважаемый спикер, уважаемые представители органов государственного управления, научных организаций, уважаемые участники форума, уважаемые коллеги и друзья, позвольте, прежде всего, искренне поблагодарить за возможность участия и выступления перед такой аудиторией. Несколько слов рассказать о развитии науки и инноваций в Республике Беларусь, ввиду того, что уже многое мои уважаемые коллеги сказали. И остановиться на тех, скажем, молодежных проектах и в целом той организации работы в молодежной среде, которая сегодня проводится в Республике Беларусь, о том, какие условия созданы для развития молодежных инноваций и те проекты, которые сегодня позволяют нам такую молодежь объединить. Сразу остановлюсь на вопросе, который возникает обычно в таких аудиториях. Я представляю Общественное Объединение Беларусько-Республиканский Союз Молодежи. Сегодня де-факто это, скажем, государственная организация, де-юре, это общественное объединение, одним из направлений которых является поддержка инновационного предпринимателя. «100 науки и инноваций в молодежной среде». И одним из направлений мы для себя выбрали такой проект, как «100 идей для Беларуси». Остановлюсь на нем в заключении своего доклада. Также, если позволите, выступлю с предложением в наш календарь совместных мероприятий, наш инновационный календарь. Ну и ввиду того, чтобы комплексно понимать, что происходит в той или иной стране, несколько слайдов посвящу тому, какие условия созданы, нормативно-правовые акты разработаны и в целом, что происходит, и чем сегодня Беларусь гордится, в том числе на мировом уровне. Значит, в первую очередь, нормативно-правовые акты, как и в любом, наверное, посоветском государстве, которые уже сформировались после распада интеграции Союза Советских Республик. Началось формирование и становление институтов государственности Суверенной Республики Беларусь в 1992-1993 год. С 1994 года конституционно основные права как суверенного государства нашей страны закрепились в нормативно-правовом акте, в основном законе нашей страны Конституции. С 1994-1997 годов разрабатываются основные документы. Это и законы научной деятельности, это и новые редакции обоснованного государственно-научно-технической политики с 1998-1999 года принимается нормативно-правовой акт о Национальной Академии наук и о научно-технической информации. И, безусловно, другие, которые уже и на сегодняшний день действуют, у нас в стране принимаются из таких, наверное, последних, это указ главы государства о перспективных научно-технических направлениях, в конве которых сегодня и разрабатываются положения для государственной молодежной политики. Наверное, стоит вкратце остановиться на тех брендах, которыми сегодня гордится Республика Беларусь. Это, безусловно, и наш самосвалы БелАЗ, есть и рекордсмен, который входит в Книгу рекордов Гиннеса, это 450-тонник. Это действительно гордость страны, это бренд Беларуси. Это и сложные методы в медицине по пересадке, трансплантации органов, это и новые материалы, и их создание, и другие разработки в сфере промышленности. Но, безусловно, всегда и нашу молодежь направляем на развитие информационно-коммуникационных технологий. Сегодня это очень интересно. Мы видим, насколько много проектов подается именно в сфере ИКТ. Да, мы гордимся Вайбером, гордимся Maps.me и Wargaming. Сегодня World of Tanks играет весь мир. Да, это ребята, которые представляют Беларусь, это белорусские разработчики, немногие знают, когда слышат, говорят, Вайбер ваш, серьезно? Да, Вайбер наш, серьезно. Это те ребята, на которых сегодня ориентируется и наша молодежь в Беларуси. Почему ИКТ? Мы знаем, что софт, программное обеспечение, информационно-коммуникационные технологии имеют высокую добавленную стоимость до 90, наверное, вот Александр Геннадьевич, до 98 процентов может доходить. И, безусловно, это доход государства. И молодежи, это интересно, это важно стратегически для нашей республики. И у нас есть достойные примеры. В индексах развития в сравнении 10-х и 14-х годов по, опять же, информационно-коммуникационных технологиях, мы видим, насколько Беларусь опережает некоторые страны, возможно, не совсем скромно говорить, но страны-участники СНГ. Мы поднялись с 52-го на 38-е место. Это говорит о достаточно высоком уровне развития. У нас есть замечательный субъект инфраструктуры, это парк высоких технологий, которые сегодня объединяют около 200, по-моему, компаний, которые заняты в информационно-коммуникационных технологиях. Но в мировом индексе развития человеческого потенциала Беларусь занимает 53-е место, также объединяя некоторых наших, обгоняя на некоторых наших коллег и стран-участников СНГ. Действительно, кадры решают все. Сегодня в Республике Беларусь действительно модно и можно об этом говорить, наверное, уже достаточно авторитетно быть и кандидатом наук, и доктором наук, и в первую очередь молодым ученым, занятым в этой сфере. Да, мы не совсем достигаем того уровня, который, возможно, есть в других странах-участниках СНГ. Как правило, это 2,5 тысячи миллиона жителей населения, однако у нас около 2 тысяч человек, которые задействованы в науке на 1 миллион жителей. Безусловно, вовлечение молодежи немаловажную роль имеет, потому как то, насколько сегодня, на сегодняшний день наша молодежь будет задействована в научно-технических разработках, изобретательстве, рационализаторстве, это тоже очень важно в разработке тех, скажем, технологий, которые сегодня есть и в реальном секторе экономики, будет зависеть и будущее того или иного государства, в частности в Республике Беларусь, на молодежь делается большая ставка. Нередко наш глава государства обозначал, что поддержка и стимулирование развития научной и научно-технической деятельности молодежи является одним из приоритетных направлений государственной и социально-значимой социально-экономической политики Беларуси. У нас есть целостная система поддержки как молодых ученых с самых, скажем, основных таких базисных ступеней, это и школьная скамья, это и различные фонды по поддержке одаренной талантливой молодежи, одаренной молодежи, это и специальные фонды президента, где молодежи оказывается грантовая финансовая поддержка и в дальнейшем формируется фонд одаренной молодежи, который сегодня уже превышает более 6 тысяч человек. Отмечал председатель Госкомитета по науке и технологиям Республики Беларусь в своем докладе, что 2015 год в Республике Беларусь объявлен указом президента годом молодежи. Безусловно, для нас это была как большая честь и гордость, так и большая ответственность, потому как именно в этом году у нас проходили выборы главы государства. Мы активно включаемся во все процессы и видите, насколько сегодня мы сравнивали с пространством СНГ, с другими странами, наверное, Беларусь этот уникальный пример, где государственную молодежную политику регулируют 9 кодексов, 20 законов, 40 указов главы государства и более 100 постановлений Совета Министров нашего правительства. Поверьте, уже мои коллеги, так или иначе это связано не только с деятельностью, например, нашего судорядовского движения, которое у нас сохранилось еще времен СССР, но и инновационной деятельности нашей молодежи и тех проектов, которые поддерживают интересные идеи, проекты и инновации. Одним из них пример это 100 идей для Беларуси, проект, о котором мы часто говорим, проект, который сегодня поддержан на уровне главы государства. Мы, опять же, почему БРСМ сегодня сделал такой проект? Мы не совет молодых ученых, не специальное учреждение научное. Сегодня наши ребята есть в каждой первичной организации, это и реальный сектор экономики, будь то промышленное предприятие или медицинское учреждение, это и академия наук, с которыми мы плотно сотрудничаем и взаимодействуем, это и вузы, где есть, безусловно, талантливые ребята. Везде есть наши представители Союза молодежи, где находят таких ребят, вместе их собирают и интегрируют в такой замечательный проект даже школьников, которые стали победителями, в том числе и стартап-туром. Быстро тогда остановлюсь. Безусловно, идею позаимствовали в одной из наших привычек, это был ВУЗ. Подано уже более, уже на сегодняшние около 8 тысяч заявок, отбираются экспертными. Экспертный совет у нас входит как представители Академии науковского комитета по науке и технологиям, так и представители бизнеса. Иногда проходят такие дебаты. Академическая наука за проект, бывают бизнесмены, все-таки говорят, что будущего нет. Это наши победители. Все есть на сайте 101.by. Несколько слов о каждом. Сегодня проект уже реализован. Есть у нас несколько ключевых проспектов в городе Минске. Проспект независимости победителей. Асфальтобетонные смеси, в частности, использованы при укладке асфальта. Наши победительницы. Девчонки, которые создали нано-композиционные материалы на основе биоактивных ксерогелев, асфатов, кальций, сегодня используются уже в медицине и биотехнологиях. Бацлиф Павел. Тут специальную фотографию подобрала. Стартап-тур, который проходил у нас в Беларуси. Один из туров. Это победитель наших 100 идей для Беларуси. Мальчишка, который был когда-то школьником, создал мобильное приложение и на экспертном совете поднимает так голову, говорит, а мои приложения скачали 150 тысяч раз. На что у экспертов как-то так интересно. Сегодня этот молодой человек уже создал более шести мобильных предложений. Сейчас седьмое на стадии. Одно из них это выборы 2015 года. Сегодня в масштабах республики это наша надежда и наше будущее. Надеемся, что Джобс. Ну, это стартап Вилыч не доехал. Надеемся, в следующем году приедет обязательно. Да, глава государства поддержал проект. Сегодня есть постановление сета министров о том, что каждый победитель 100 идей для Беларуси получает гарантированный грант, грант на разработку бизнес-плана. Однако мы стараемся и самостоятельно двигаться, находим инвесторов, безусловно, частный сектор экономики, реальный сектор экономики. Сегодня готовы внедрять разработки и готовы давать финансы на ребят, которые приходят в проект. У нас был такой своеобразный аккумулятор, наш автобус студий по всем регионам, по самым одаренным уголкам Беларуси проехал, и мы нашли разработки. Это о грантовой поддержке. Если интересно, есть сайт студий для Беларуси, пожалуйста, заходите. Но и предложение. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги Координационного совета, молодых ученых и специалистов стран-участников СНГ, как предложение, в первую очередь, это проект студий для СНГ. Есть готовая нормативно-правовая база по нему. Сегодня уже проходит в эти дни молодежный форум инноваций БРИКС и ШОС. Уже наши ребята на него поехали, победители. Есть национальные конкурсы подобные. Это ярмарка, о которой говорили мои предыдущие коллеги-докладчики. Ничего нам, наверное, организационно не стоит, чтобы собрать наших финалистов и провести такой конкурс на уровне Молодежного совета стран-участников СНГ. И также мы видим, насколько важно не только запланировать, но и знать, в каком направлении работать с молодыми учеными. В целом, проблематику, которая сегодня существует на просторах СНГ в части молодежных инноваций, инновационного предпринимательства и так далее. Предлагаем комплексное социологическое исследование. Мы готовы со стороны Беларуси полностью разработать от выборки до анкетирования. Всем странам-участницам присоединиться. Мы разработаем методический материал. Давайте проанализируем, в первую очередь, те проблемы, которые сегодня есть. И уже по итогам этого анализа будем двигаться в правильном направлении. Большое спасибо. Олеся, спасибо большое. Мне что очень приятно, вслед за теми ценностными вещами, которые мы обсудили в предыдущих докладах. Вы сейчас предложили некие вещи, которые, может быть, будут наполнить институциональное содержание того, о чем мы говорим, о молодежном сотрудничестве в рамках СНГ. Это чрезвычайно важно, потому что вы, молодые, смотрите вперед очень прагматично, даже с точки зрения того, что нужна общая правовая база. Мы более взрослые, мы это обсуждали с другими коллегами из государства СНГ, при реализации межгоспрограммы столкнулись с тем, что правовые барьеры, которые существуют, они требуют очень большой энергии и очень долгого времени. Олесь, вы, как всегда, ставите очень правильные вопросы, и я поддерживаю ваше предложение по институционализации. Если только можно, все те предложения, которые возникают в контексте нашей сегодняшней работы, я прошу вас направить на общий электронный адрес. Ну, молодежь знает адрес Кати Малининой. Александр, можно вас предложить подняться? Это человек, который сделал много для формирования Молодежного Совета. Это моя коллега по роду сотрудничеству. И второе, вот те предложения, которые есть, направить. И еще раз спасибо. А Вайпер говорит сам для себя. Спасибо. Сейчас я прошу выйти на подиум Михаилу Русу, представителя Молдавии, с сообщением участия молодежи Республики Молдавия в научно-инновационной деятельности. Пожалуйста. Прежде всего, следует отметить, что Республика Молдова имеет достаточное количество кадровых ресурсов и опыт в определенных областях науки и техники. В этом контексте важно подчеркнуть, что научно-исследовательских и инновационные политики с одной стороны создают предпосылки для признания исследователей, а с другой стороны способствует повышению профессионального уровня молодых ученых. Согласно статистическим указанным годовым данным, указанным в годовом отчете Академии наук Молдовы, 1 января 2015 года в научно-инновационной организации Молдова работает 3250 исследователей, в том числе 435 докторов наук и 1449 кандидатов наук. Из них примерно 45% являются сотрудниками Академии наук Молдова, 28% сотрудники высших учебных заведений, 27% являются сотрудниками отраслевых организаций. Количество молодых исследователей в возрасте до 35 лет составляет 26% от общего числа научных исследователей страны. Анализы этих данных подтверждают, что большинство докторов наук и кандидатов наук работают в академическом секторе. Учитывая распределение докторов наук и кандидатов наук в шести отделениях Академии наук, отмечаем, что наиболее число молодых сотрудников возрасте до 35 лет работает в отделении точных и естественных наук 341 научных исследователей, на втором месте отделение медицинских наук 146 и на третьем отделение сельскохозяйственных наук. Лицей Академии наук Молдова является на данный момент единственным учебным заведением Республики Молдова, где внедрена, начиная с сентября 2014 года, инновационная образовательная программа, основанная на изучении небольшого количества обязательных предметов. Предподаватели и ученики данного лицея ежегодно участвуют в организации и проведении различных интеллектуальных конкурсов по информатике, математике, физике, химии и т.д. Ориентирован на развитие научно-исследовательских и инновационных возможностей, включая профессиональную квалификацию молодых исследователей, Университет Академии наук Республики Молдова участвует в подготовке студентов и аспирантов путем разработки и реализации современных программ обучения. Таким образом, с целью подготовки и инициирования студентов с фундаментальных и прикладных научных исследований, на протяжении этого года университет были организованы 7 кругл-столов, 3 сравнивания плакатов, 4 информационных семинаров для студентов, 5 научных конференций студентов, магистрантов и аспирантов. В сотрудничестве с Институтом электронной техники и нанотехнологии имени ГИЦУ, Институтом ботанического сада, Институтом генетики, физиологии и защиты растений, в частности компанией Агроселект, университет организовал множество конференций, симпозиумов, круглосолов и тренингов. Проекты в области инновации и трансферотехнологий являются инструментом преобразования научных результатов в практику путем создания новых продуктов. Другими словами, мы можем сказать, что эти инновационные проекты являются одним из способов передачи новых технологий от научно-исследовательских институтов в экономическом среде. Ежегодно Агентство по инновации и трансферотехнологии при Академии наук Молдовы проводит конкурсы проектов, которые финансируются из государственного бюджета в размере 50%. Внедрение инноваций и новой технологии для Республики Молдова является одним из обязательных условий для участия в этом конкурсе. Срок реализации проектов в области инновации и трансферотехнологий составляет не более двух лет. Михаила, у нас, к сожалению, по времени, если возможно. Хорошо. Я остановлюсь, наверное, на... Высший совет по науке и технологическому развитию организовал в этом году в соответствии с Кодексом о науке и инновации и в соответствии с соглашением партнерства между Правительской академией наук Молдовы конкурс на отбор утвержденных наушно-исследовательских проектов. Для того, чтобы отметить наиболее ценные достижения в области науки и техники, Высший совет по науке и технологическому развитию организовал конкурс призов Академии наук Молдова, включающийся пять номинаций. Извините, ради Бога, что я вынужден был прервать. Дело в том, что нам на самом деле очень интересно, в том числе людям, я надеюсь, средних и старших возрастов, которые сейчас здесь с нами присутствуют, понять тот уровень науки и организации науки, который существует в тех государствах, которые были в одном государстве, еще совсем недавно. Нам действительно это очень интересно. Но, к сожалению, наш главный враг сегодня время. У меня еще три записавшихся для участия в дискуссии, поэтому я хочу поблагодарить Михаилу за этот очень интересный рассказ про состояние науки в Молдавии. Если Вы позвольте, я хочу сказать с уверенностью, что самые красивые слова слишком мало. Их, наверное, недостаточно, чтобы поблагодарить организаторов этого форума Россостройство. И для меня эти три дня прошли в формате яркого трезвучия. Наука, инноваторство и сотрудничество. И думаю, что на этот раз поставленная точка не обозначает конец. Она определяет новое начало, новые проекты в сотрудничестве. Спасибо большое. У меня в сознании Молдавия все время воспринимается с моим первым восприятием, когда я был там лет, наверное, 40 назад. Каждый молдавский город, он украшен колоссальным количеством роз. Поэтому, когда говорят в Молдавии, у меня первая ассоциация – это розы. То есть, это вечно цветущий организм. Я думаю, что Ваше сообщение сегодня очень оптимистично, и мы будем работать дальше. Спасибо Вам за такую оценку. Спасибо. Я прошу выйти на сцену представителя Таджикистана, главного специалиста управления науки и инновацией Миноборнауки этого государства Махмуд Зода Абиджана Бекнадзара. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые участники форума, дорогие коллеги, дамы и господа. Отрадно отметить, что в рамках данного форума предстоит обсудить вопросы развития и расширения горизонтов многостровного и сотрудничества между молодыми ученых стран и сеньговой области образования и науки, а также определения среднесрочных и долгосрочных перспектив нашей связи. Следует сказать, что за небольшой по историческим меркам период усилиями наших стран удалось достичь заметных результатов в различных сферах, в частности направления расширения взаимодействия в образовательной и научной сфере. Как вам известно, между странами СНГ еще в 1997 году было подписано соглашение о сотрудничестве по формированию единого образовательного пространства СНГ. В рамках реализации данного документа была развернута совместная работа по созданию общего образовательного и научного пространства. Я думаю, что в настоящее время большое значение продается усиление взаимодействия образовательных учреждений в интересах модернизации национальной системы образования, науки и их последовательной гармонизации в рамках таких мероприятий. Для нас остается важным, что целое создание инновационной инфраструктуры, сотрудничества молодых ученей является отработка моделей академической обмена студентами, аспирантами, докторантами и научно-педагогическими работниками. И особенно актуальное объединение усилий по обеспечению подготовки специалистов нового поколения, способных успешно решать задачи эффективного развития инновационной экономики. Молодые циазийские ученые единодушны в своем стремлении к проведению совместных действий по поддержке и созданию единого образовательного и научного пространства между странами Сенге за учетом национальных традиций и традиций в совместных основных направлениях модернизации и развития системы образования и науки Республики Тазистан. По нашему глубокому убеждению сотрудничество молодых ученых Сенге должно быть в таком направлении. Первое, я думаю, что проведение исследований в рамках международного многосторонного и двухсторонного сотрудничества. И еще поддержка исследований в рамках сотрудничества по странам Сенге и Европейской Союзе. Еще организация участия в крупных международных научно-технических мероприятиях. Еще необходимо рассмотреть вопросы создания совместных научных и научно-технических искусств. Создать систему получения более полной информации на личностях сферы образования и науки в рамках Сенге. Рассмотреть возможность увлечения приема на обучение. В конце хотел, в заключение, извините, что я чуть-чуть волнуюсь за Ваше, что мне слушали. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас я хочу предоставить слово Нине Артович Елене Антоновне. Она является ассистентом кафедры при клинической педиатрии Белорусской медицинской академии после дипломного образования. И опять же извиниться перед остающимися участниками за то, что я немножко перерасходовал Ваше время. Спасибо. Добрый день. Глубоко уважаемые организаторы форума, дураторы, спикеры, все коллеги. Огромное спасибо, прежде всего, за возможность участвовать здесь, прикоснуться с опытом коллег и рассказать о том, что делаем мы. Алиса рассказала о нашей ситуации глобально. Я же расскажу о работе одного конкретно взятого совета молодых ученых. Но как хороший дом не построишь без качественного кирпича, так, наверное, глобально говорить о чем-то, не разбирав то, в чем он стоит, было бы не совсем правильно. Итак, Белорусская медицинская академия после дипломного образования, которую я представляю, это крупное учреждение. Наши молодые ученые – это ординаты, аспиранты и научные сотрудники. Почему здесь я? Я являюсь заместителем председателя этого совета и модератор первого белорусского портала молодых ученых в науке БАИ. Для того, чтобы сделать работу нашего совета более направленной, мы попросили высказаться наших молодых ученых и рассказать о том, что же их беспокоит больше всего. Простите, я буду листать быстренько. А он не хочет. Итак, мы провели социологический опрос на сайте Науки БАИ. Науки БАИ – это площадка, разработанная нашим же советом, и мы ее ведем. В этом опросе приняло участие 1230 человек. Мы изучали привлекательные занятия наукой и имидж ученого. Итак, 65% опрошенных были люди в возрасте от 21 до 30 лет. Статус их был различен от студентов до докторантов. В участии приняли участие все регионы, больше всего Минска, но это закономерно, потому что в столице сосредоточена практически большая часть учреждений, где занимаются наукой. Были представлены практически все отрасли науки, и мы задали ряд вопросов. Как вы видите, больше всего людей пришли в науку, потому что им было интересно. И дальше мы смотрели, как же задавали вопросы по работе, по теми трудностями, которыми сталкиваются люди в ее выполнении, планируют ли они остаться в науке дальше. И все-все-все-все вопросы, проблемы, которыми назвали нам молодые ученые, мы сгруппировали в 4 группы финансовые, организационные, образовательные и психологические. И вот 3 последние с нашей точки зрения, это именно те, с которыми должны и стоит работать Советом молодых ученых. И сейчас позвольте я расскажу, как с этим работаем мы, и как мы это видим, возможно, приложить для сотрудничества. Итак, организационно-образовательные. Наши молодые ученые говорили о том, что они не всегда знают о том, как можно делать исследования, с кем можно сотрудничать, с кем можно контактировать, куда обращаться. И с этой точки зрения мы делаем что? Во-первых, мы проводим обучающие семинары как у себя на базе. Например, в начале октября мы проводили недельный семинар для наших молодых ученых, для наших мобранцев, так сказать. И в течение недели рассказывали им о том, что такое диссертация, как ее писать, что такое цитирование, что такое благиат, система антиблагиат. Огромное количество тем разобрали. Кроме того, для этой же миссии мы используем и нашу площадку в Науке Бай, где у нас есть целый раздел школы, где мы рассказываем о том, как делать исследования, куда обращаться. Мы рассказываем о грантах, о стажировках, приводим свежие данные и анонсируем различные мероприятия, которые проходят не только в стране, но и за рубежом. Что мы делаем еще? Кроме того, наши... Вот, кстати, картинка нашего портала. У нас есть группы в Науке Бай, ВКонтакте и Фейсбуке. Охвачено порядка двух тысяч человек. Слово сказать, по данным статистики в Беларуси всего около четырех тысяч молодых ученых. То есть у нас практически 50% вовлечены. И кроме того, наши молодые ученые отмечали и психологические проблемы, а чаще всего это неуверенность в себе и чувство одиночества, которые мешают им выйти за рамки и попытаться с кем-то сотрудничать. Для того, чтобы решить эту проблему, мы также проводим обучающие мероприятия, но там уже другого плана. Это селф-брендинг, сплочение команды и прочее. Такие же новости появляются у нас и на нашем сайте. И кроме того, для того, чтобы справиться с этой проблемой, мы совсем недавно запустили новый проект на нашем сайте. Назвали его... Банка мозгов. Идея в чем? Совершенно спокойно тот, кто хочет, может зарегистрироваться на сайте. Появляется вот такая его карточка, она краткая, где представлены, как человека зовут, где он работает, какие у него компетенции, на каких языках он разговаривает. Его странички в Фейсбуке, ВКонтакте, имейл. Для чего это надо? Я занимаюсь астмой в Беларуси. Но мне хочется узнать, как эта проблема стоит в Кыргызстане или в Казахстане. Напримую писать серьезным и зрелым как-то немножко стеснительно. А вот написать такому же молодому ученому, как я, это проще. И спросить, как он это видит. Опять же, это площадка для неформального общения. Для того, чтобы раскрыть резервы, найти новые идеи, которые потом, возможно, выльются во что-то большее. Кроме того, мы проводим различные конференции. Пролистала. Мы являемся информационным партнером с организатором ЕС-форума. Идея, которая, кстати, родилась в Сколково в декабре, он будет проведен в Минске. Будем рады всех видеть. А на сейчас, приглашаю всех в нашу банку идей. Очень надеюсь, что мы не будем прятаться в бутылку, будем открыты. Благодарю вас за внимание. Я уверена, что успеха мы добьемся только все вместе. Спасибо большое, Ирина. Сейчас я предоставляю слово Дамакену Рубену, представителю Республики Армения. Рубен, у вас пять минут, пожалуйста. Пять минут у вас, да. Как вам удобнее? У меня был доклад по этой тематике «Получение радиоактивных затопов для медицины в Еленовском физическом институте». Я хотел подчеркнуть, что легче построить сотрудничество на базе конкретных проектах, и вот поэтому немножко отличается от других докладов. Но, видимо, по-видимому, долго не буду говорить, только пару слов о делах. Радиоактивные затопы широко используются в медицине в диагностических и терапевтических целях. И одно из основных направлений ядерной медицины – это применение радиоактивных затопов для ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний. И один из наиболее распространенных в диагностике изотопов – это техноцит 99М. В нашем институте мы получили этот изотоп с помощью электронного ускорителя и накопили огромный опыт по производству различных радиоизотопов для медицины. Сейчас у нас в институте есть циклотрон, который ускоряет протоны до 18 мёв. На нём по заводской технологии можно производить в ТОР-18 для ПЭТ-исследований. И ещё мы планируем своими силами производить техноцит 99М. И осень текущего года запланировано первое облучение под пучком протона с энергией 18 мёв. Работа ведётся под гидроги с бюджетом Республики Армении Грантом АГАТЭ. Хочу отметить, что очень интересное и важное направление. Наверное, многие не будут понимать сейчас, потому что не все сейчас физики. Но вот на этом конкретном, на конкретной тематике можно найти сотрудничество с странами СНГ, чему мы будем очень рады. Вот так. Времени нет, поэтому доклада КАГАТЭ не состоялся. Спасибо. Слушайте, спасибо большое. Мы считаем, что доклад состоялся, потому что его можно передать к нам в письменном виде, и он будет зачтён и опубликован в материалах данного форума. Поэтому спасибо большое. И я сейчас... Я хотел сам предложить, но предложение само нашло у меня. В предложении зала хочу предоставить слово Карапетяну Джону Костиковичу. Он является заведующим лабораторией сейсмостойкости сооружений и строительных конструкций и представляет Национальную академию наук Республики Армения. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые участники форума. Тема доклада Совета молодых учёных наук Республики Армения и его роль в научной политике Республики. Опыт сотрудничества Совета молодых учёных стран, участниц СНГ. Национальная академия кратко я пишу. Национальная академия наук, в состав которого ходят 28 научно-исследовательских институтов и 3 научных центра являются научными колыбелью Армении. При академии более уже 5 лет активно действует Совет молодых учёных Академии наук, в состав которого ходят председатели Советов отдельных институтов и научных центров. То есть члены Совета молодых учёных Академии представляют отдельные институты Академии наук. Советом регулярно организовываются различные мероприятия и разрабатывается множество проектов, которые будут реализованы в будущем. В частности, проведены международные конференции для молодых специалистов Академии наук, обучающие курсы для молодых инноваторов, а также познавательные семинары. Совет молодых учёных сотрудничает как с местными руководящими органами, а также международными организациями, действующие в Республике Армении и за её пределами. В частности, представительством Федерального агентства Россотрудничества и действующим при нём Российско-Армянским центром инновационного сотрудничества международным центром инноваций технологии в ДНЕ, Европейским Советом молодых учёных, Российским Союзом молодых учёных и Советом молодых учёных Академии наук России, Беларуси, Казахстана и Казахстана. Целью сотрудничества с вышеуказанными организациями является развитие сотрудничества между молодыми учёными, в том числе, содействие молодым учёным в подготовке и реализации совместных научных проектов, обеспечение технической, экономической, финансовой и юридической поддержки при решении вопросов, связанных с научной деятельностью и социальными задачами молодых учёных, обеспечение обмена и распространения информации о научных достижениях молодых учёных, а также налаживание и расширение партнёрских контактов посредством организации всевозможных выставок, наушных семинаров, конференций и круглых столов. Большое значение в политике и развитии науки в Армении сегодня уделяется прикладное исследование, как к основе для создания инновационной экономики, экономики, базирующей на интеллектуальных ресурсах, наукоюмпе и информационных технологиях. Например, в рамках реализации данного аспекта деятельности молодые учёные института геофизики инженерной сейсмологии разработали приборы прикладного значения, как новые сверхчувствительные средства измерения относительных перемещений. То есть приборы, сейсмические приборы, которыми можно, прикладные и инновационные приборы. Вот это вот проект, который мы можем, вот выиграли, и Александр Владимирович здесь присутствует, лектор Международного центра, я хочу поблагодарить. Вот выиграли рамп, которая называется вот «Система мониторинга за сооружениями различного назначения, основанная на микроэлектромеханических сенсорах». Я хочу отметить, вот Совет молодых учёных Академии наук занимается также активной пропагандой инноваций среди молодых учёных Армении поисков средств и механизмов для поддержки и передачи результатов научно-исследовательской деятельности. Тесно сотрудничать с действующим в Армении Российско-армянским центром инновационного сотрудничества на базе представительства Россотрудничества в Армении Совет молодых учёных Академии наук регулярно организовывает и проводит обучающие курсы и познавательные семинары по различным аспектам инновационной деятельности под общим названием «От идей до инноваций» для молодых специалистов Академии наук. Таким образом, Совет молодых учёных является в Республике единицы, представляющей интересы научной молодёжи и тесно сотрудничества с государством и соответствующими зарубежными организациями. А перспективы сотрудничества научной молодёжи государств, участниц СНГ, хотелось бы подчеркнуть, что интеграция научного потенциала молодых учёных в стран СНГ позволит реализовать множество совместных научных проектов, способствующих национальному развитию стран-участниц, обмена опытом и формирование тесных дружеских связей молодёжи СНГ. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С чем мы столкнулись? С тем, что в каждой стране есть очень интересный набор мероприятий, и как это обязательно национальная площадка, которая является ключевой для встреч молодых учёных. И как правило, мы об этом ключевом событии узнаём буквально за 2-3 дня, когда уже невозможно оформить даже командировку, чтобы туда приехать. Поэтому, друзья, мы поддерживаем создание такого междунационального календаря, между государственного, чтобы мы вовремя получали эту информацию и могли сами предложить приехать с каким-то выступлением, с мастер-классом. и всем было бы так же интересно, как на нашей летней школе. Что еще нам показалось очень важным из того, что говорили ребята? Это здорово, что возник совет молодых ученых стран СНГ, потому что очень сложно с каждой страной взаимодействовать по отдельности. Когда будет общая повестка, общие цели, общие задачи, то задача нам тоже будет проще это вписывать и в наши собственные программы и мероприятия. Ну и что, очень здорово, о чем говорила Алиса. На самом деле, вот это новое сообщество молодых ученых СНГ, оно начинает только складываться. Мы только сейчас начинаем осознавать, что эти связи есть, и нам хочется их как молодым людям расширять. И идея поисследовать это сообщество, кто в него входит, о чем ребята думают, как они себе представляют свое будущее, оно очень классное. Мы его поддерживаем, с удовольствием тоже принимаем участие в вашем социологическом исследовании. Для того, чтобы сейчас вы уже были в курсе... А, еще один момент. У нас же ведь есть хорошая с вами история. В декабре 2014 года у нас было здесь свое мероприятие для молодых ученых стран СНГ. Олеся был, Денис был, коллеги были, помнят. Поэтому мы хотели бы обратиться к Россотрудничеству и на СНТИ, чтобы это декабрьское мероприятие, оно уже стало регулярным. Регулярно. Чтобы ребята могли сюда приезжать, мы делали им программу на два дня, они встречались бы с самыми интересными, продвинутыми людьми. И самое главное, чтобы они успел из этой войны передружиться друг с другом и уехать с пламенем на следующий год. Поэтому, если бы в декабре это получилось, мы были бы очень счастливы. Но, по крайней мере, если не получится отдельное событие, мы вас всех приглашаем 7, 8, 9, 10 декабря. В Москве будут проходить одни науки, называются они Moscow Science Week. И мы приглашаем всех ученых стран СНТИ, молодежь, принять участие в этом замечательном мероприятии, потому что 7, 8 открытый университет, там будет делать свою специализированную программу под названием «Трудности перевода». Она будет посвящена трудностям перевода между языком науки, промышленности, бизнеса и инвесторов. Мы понимаем, что пока у нас сложный идет этот диалог, и молодым ученым надо учиться, и индустрии тоже надо учиться, общаться с молодыми учеными. А это будет 7, 8, а 9, 10 у нас будет в рамках Moscow Science Week сессия по названию «Глобальные вызовы». Сегодня уже об этом говорили, что мир стал глобальным, да, Денис? Что нужно о себе мыслить в большой широкой рамке. Мы этому уделяем большое внимание, и у нас будет отдельная сессия. И последнее, что я хотела сказать, чтобы вы были с нами на связи. Мы включаем сайт фонда Сколкова, и я вам сейчас покажу, как быть в курсе всех наших событий. Тимур, сайт фонда Сколкова. Есть очень простая опция «Возможность подписаться». Но все время что-то у нас кроме заставки ничего не работает. Ага, отлично. Вот смотрите, это главная страница сайта фонда Сколкова, sk.ru. Вот видите, календарь. Покажи, пожалуйста. Вот там есть такая кнопочка «Подписаться на новости». Я сама подписана, поэтому каждый день ко мне приходят новости и анонсы всех событий фонда Сколкова. Вам достаточно будет сделать легкую регистрацию, и вы будете получать заранее всю информацию о нашем мероприятии. Сможете успеть оформить командировку, если что-то вам покажется важным. И теперь про наш открытый университет. Тоже будьте с нами на связи. Можешь еще в открытый университет ткнуть? У нас тоже есть своя отдельная рассылка, и мы хотим, чтобы вы не пропустили такое важное событие, как школа молодых ученых стран БРИКС. Я надеюсь, мы ее сделаем в очередной раз вместе с вами. Она будет посвящена международному взаимодействию между ребятами из стран БРИКС. Но мы обязательно, по просьбе наших коллег, держим квоту для ученых стран СНГ. Все, спасибо большое. Это был замечательный день. И мне очень хочется, чтобы вы его закончили в хорошем настроении. Вы знаете, я сойду с подиума. Буквально пару слов. Спасибо вам огромное, что нашли время. Конечно, спасибо огромное исполкому СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву, Игорю Сергеевичу Иванову, вашим правительствам за то, что к этому все подошли серьезно, и были очень интересные и содержательные выступления. Наша организация, которая сейчас называется Россотрудничество, в этом году исполняется 90 лет. Когда-то она работала для всех наших ныне независимых государств, потому что пыталась объединить лед и пламень пяти континентов. Мне очень приятно, что формат, который избран в качестве формата СНГ, он работает, он востребован. И то, что мы сегодня так перебрали со временем, видимо, показывает о том, что существует колоссальный дефицит общения. Наверное, нам надо всем подумать. У нас в этом зале есть люди, которые принимают решения, в том числе высокий председатель МСНТИ на очередной период. Я хочу еще раз всех поблагодарить и сказать, наверное, что мы от этого очень многого ждем. Но насколько эти ожидания будут оправданы, зависит в том числе и от нас, потому что мы, видимо, должны все вместе поработать. Еще раз спасибо. Ключевых людей вы знаете. Молодежь, которая сейчас формирует Совет молодых ученых СНГ, вы тоже знаете. Поэтому я прошу вас, дорогие коллеги моего, более старшего возрастов, помогать им во всем, что касается и организации, и дальнейшего развития. Спасибо Сколково. И спасибо большое Андрею, который является руководителем открытого университета, и который во всех наших начинаниях нам помогает, очень много генерирует сам идей. Я думаю, что со Сколково мы будем идти только вперед. Безусловно. И не только в России, но и по странам мира. Сергей Юрьевич, спасибо большое за круглый стол. Ну, коллеги, у нас перед тем, как идти на фуршет, который нас уже ждет внизу, Марина, мы хотели бы еще пять минут вашего внимания, чтобы закрыть форум, который начался вчера, шел два дня, и с учетом комментариев, которые вчера уже были, принять итоговую резолюцию. Есть такая формальная часть. Марина. Дорогие участники, вчера мы с вами начали обсуждать вопрос с итоговой резолюцией форума. В течение форума подходили участники, давали свои предложения в эту резолюцию. Сейчас она у вас на экране. Я прошу пролистать ее медленно. Она совсем небольшая по объему. И, собственно, изначальный вариант у вас лежал в раздатке, вы помните, у вас была возможность ее изучить, дать свои предложения. В таком случае я предлагаю сейчас проголосовать, принимаем ли мы эту резолюцию в качестве итоговой резолюции нашего мероприятия, есть ли какие-то возражения на этот счет, либо предложения. Принимаем. Есть предложение принять. Есть предложение принять. Все согласны? Отлично. В таком случае будем считать эту резолюцию принятой. Да, безусловно, резолюция будет опубликована на сайте форума, будет разозвана всем участникам форума, а также мы предложим эту резолюцию нашим партнерам для того, чтобы принимать эти предложения наших участников к действию и принятию решений. Спасибо вам всем большое. Спасибо, что вы доехали до Сколково. Надеюсь, не последний раз вы часто здесь будете появляться. Как уже коллеги сказали, на сайте Сколково в календаре можно смотреть, что у нас происходит почти каждый день. Здесь в гиперкубе или в соседних зданиях что-то идет по разным тематикам. Так что приходите в Сколково, а теперь нас ждет форшет на первом этаже. Спасибо. 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 Спасибо.